А это ваша деревня? О, это деревня, у нас вот они отдыхают. Вот я стою, вот это вот мой брат. Батюшка катает их на своем драндулете. А это дети, руки поднимают, прокатили. А вот это тоже? Это наш храм, это мы сами построили. Без помощи государства, подождите минутку. Вот ребятишки у нас виноград вырос, и я их угощаю. У детей много. Новый виноградник. Вот смотрите, а это вот я детей учил. Вот на полу я разбросал разные листья. Они по листьям должны узнать, какое это дерево в лесу. Сестры, послушайте. Вот смотрите, какое обучение идет. Это в лагере. Летний день у них здесь они проходят. Это я стою, вот. Похоже? Да. Вот это листья. Листья из деревьев, которые растут в окрестностях. Они должны определить, какое это дерево. В лесу найти это дерево и сказать все его свойства, и для чего он нужен человеку. То есть ребенок в природе должен быть как в своем доме. А вот это вот нашего Игоря, это его склад. 504 квадратных метра. Там видно, вот эта техника обрабатывает пшеницу. 10 гектаров. Ребятишки в всех платках, да? Это в нашем храме. Игорь, батюшка стоит еще один. Вот дети убирают, картошку помогают. Мы сегодня. Картошка. Вот в воскресенье гоночный барафон. Дети все на велосипедах. Посмотрите. Сколько, какие? Самые маленькие все на велосипедах. Будущие чемпионы. И бабки тут. Ну интересно. А я поднял руку, сейчас даю старт. Кто первый дойдет? И когда к нам приехал из Москвы Быков, писатель, и он там побыл, сначала говорят, так у вас тут-то, наверное, скучно. Мы сказали, в воскресенье вот только, катание на лодках, на лошадях. И сначала литургия пройдет, так у вас летучее, чем у нас проходит. У нас выпивки нет. Знаете, есть такое выражение одно у Ленина. Это не любимая моя персона. Он говорил, наша радость от трудовых успехов. Мне очень это нравится. Я должна туда ехать. А это вот, когда уезжает кто-то из лагеря, бьет в колокол. Моя племянница. А это я пишу стихи о лошади. А лошадь подошла и губу положила ко мне на бумагу. Отсказывает. Ну, и написано, как, стихи о лошади пишутся с натуры. А посмотрите. Вот я сижу, пишу, не смотрю. Она подошла, губы положила. Стихи с натуры. И вот эта фотография, там такой высокий рейтинг, но я не составлю, что ты пожелал, да она не подойдет. А вот он, Игорь, самый стоит. Вот он. Это у него бракососочетание. Вот его жена, это его мама. Вот мой брат, священник. Какое доказательство, что это ни баптисты, ни адвентисты. Вот он, как раз Игорь, стоит рядом. Вот он. Это мама его. А жена где? Вот она. Вот другая. Все, вот она. Здравствуйте. Сейчас увидим, может быть. А это мы выехали в Лог. Отдыхаем. Это как раз Сергей, он сзади снимает. Все наше. Ничего ворованного нет. Все чистые открыты. На пикник выехали. Видите, 64 страницы цветных фотографий на мелованной бумаге. Вот, посмотрите. Вот это мой брат стоит, священник. Вот он говорит проповедь. Ну, любой, кто посмотрит, что у сектантов, как они назовеют, там новая жизнь, благословение. У них нет этого. Они этого не знают. А вот как раз его жена Игорь. Вот они, венчание идет. Это брат тут стоит. Он закрыл глаза и написал, что их ждет. Хотя бы краешком глаза увидели. Подписи-то какие. Подписи должны быть. Вот она, видите, вот венчание какое. Венцы. У сектантов этого ничего нет. А это, что тут такое? 2 августа 2007 года после молебна поется гимн России. На слова Латкина. Мои слова. Гимн России. Да встанет Россия из праха, как прежде. Я посылал Путину, когда конкурс был. И в газетах писали. Но вариант был в Михалково. Там даже близко не годится. Какой смысл заложен. А это все наши молятся. А это вот как раз бракососочетание идет. Видите? Пальцы поднял. Это врач-коревая больница. еще наши общины. Ну, здравницы в честь молодоженов. А это вот наши ребятишки сидят и написано всегда вкусно. Сколько раз обследовали. За 40 лет а это проверяет, как на столы на брак приготовили. Самый строгий цередичный. Смотрите, ну и как он. Это геолог. Со всей строгости. Все ли правильно приготовили. Никакой ошибки нет. Тут концерт будет ставиться. Это по-своему интересная жизнь. Притом, вот эта вот девушка стоит рядом. Она преподаватель иностранного языка в Алтайском государственном университете. Ну, посмотрели. Так они вот только на лето приезжают? Только на лето дети. А которые жители, те-то все время там живут. Ясно. Там хозяйство и прочее. А вот этот как раз Игорь стоит и жена рвет яблоко и яблоко Адаму. И тут написано Адам сказал, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево и я ел. Из писания. Она рвет яблоко и как раз показывает первый день брака. Видите, и успели сфотографировать интересный кадр. Ну, по-своему все интересно. У нас имена каких люди не знают. Называют у вас по... У вас телефон звонит, Игнатий. Телефон. Телефон. Так. Сейчас, один момент. Кто-то потерял нас сейчас, ищи. Говори. Здравствуйте. Да уже к закрытию дело идет. Что ты, матушка, опоздала-то так, а? Да, я просто набор и... Имейте в виду этот телефон, сохраните. В мае месяце будем набор. До скотинет. До семи лет ребенок должен быть с родителями, лагерь комплексный. Могут бабушки прибывать там. Или старшие ребятишки. А с семьи самостоятельный. А так можно бабушки, ребят? Да, если мы хорошо знаем, ходили в церковь и видели. Так на каждого своя путевка. Лагерь очень необычен. Я поняла. Путевку где брать? Путевку у нас брать. Встречаемся мы у памятника Пушкина на Ленинском. Там кукольный театр где. А мы вообще с района? А мы с района? Ну, а с района можно прямо проехать по Терявку. Мы дадим маршрутку. Держите наш телефон, но уже на следующий год. А мы путевку вам дадим тогда. Что там нужно для этого? Ну, все. Слава Христу. Из сельской местности по детскому лагерю. Бабушка. То есть у нас в лагере дети получают то, что ни в одном лагере они не получат. Вот пишут. Нас уже не возьмут, да? Нас уже не возьмут. Ну, у нас, во-первых, визы все с бородами. Наши нет курящих. А если борода не растет, то, что ты где? Она растет и обличает вас. Ну, кто их обличает? Она не выборочная. Видите, люди говорят, а что борода? Я тогда раньше говорил, смотрите, вот, Фридрих Энгерс, ну, основатель материалистического учения. Какая у него борода? Кармарс повельше. У Ленина бородка к ливушкам. У Сталина не усы. А у Хрущева же на голове нет еще. Это пацаны, рисуют, говорят, это за обезьяны, как человек. Наоборот, человек, как в обезьяну превратился. Так, вопросов нет, мы уезжаем. Спасибо. Спасибо. Я с вами остаюсь в книгах, и главное, это в нашем грузе, чтобы мы будем делать. Спасибо. Можно у вас там на списке сказать? Еще коробочка ваша. Что, библиотека? Не против? Не против. То есть, людей привлечь к библиотеке. Приглашение. Так, еще можете подложить? Не забывай. Понимаете, люди приходят в Ураду, вы их выводите на высокий уровень. Наш сайт упал. Раздадим вас на абонементы, где у нас... Да. Раздадим вас на абонементы, где у нас... да, 27 филиалов. Все. Потому что я здесь смотрю. Да, вот так вот набираете, это наш сайт. А, все, да? То есть, вот это уже написано? Это наш сайт. Это наш сайт. Потому что вы говорили, вы говорили, Игнатий просто должны набирать. Ну, это если не знаете. Это если вы через Google. Если не знаете. Если через Google, по-русски Игнатий, только наберите, уже нашли. Там поисковых найдут. А этот, вот набрать, прямо на сразу же сайт. А это телефон... Это мой, вот этот, который звонил. У меня в кармане он. Спасибо. Так, если вопросов нет, просто молиться. Спасибо. Если хотите, мы коротко содержим. На будущее имейте сбитой, что женщина должна быть с покрытой головой. Ну, просто вас западет. Я пойду, у меня есть. Я пойду возьму. Отец наш, небесный, мы просим Твоего благословения на этот путь. Благослови находящихся здесь и руководство страны нашей патриарха. Продли эту мирную жизнь, Владыка. Помоги нам найти Тебя, жить с Тобою, ибо эта жизнь временная, а за гробом вечная. Чтобы мы верили, что Ты за нас пролил святую и причистую кровь. Сохрани нас в святой православной вере. Сохрани нас в всякой секты заблуждений и расколов. Да будет благословерно это место для многих людей. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Благодарим Вас за прием, который нам оказали. Спасибо. Спасибо. Пойдемте. Пойдемте, фотографируемся. На улице. Вот это вот впереди, как это, горы, там, вон, кто, видать, это очень хорошее, как снежные шапки. Красиво вообще. Снова. Вот это вот бежен к озеру Байкал. Мне тут они попали. Дайте. А что было? За эту вот нажали. Ну это может быть, я потому что. Братья, игры, давай. На какую нажал я? тихо, тихо, тихо. А, мы были водочистые, не нужны. Денька, внизу-то что? Направо-то. О-о-о-о-о. Ух, высота какая-то. А что, я снова держу? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Не рели. Не порти кадр. Не порти кадр. Не мешаюсь тебе. Не мешаешься. Сейчас выйдешь, можешь голову туда убрать. Это солидянка? Нет. Это колтук. Нет. Вот тут рыбу продают. Вот она рыба. Ну это какая-то торченая. Нам это не надо даром. Господи, пожалуйста. Это не Байкал? Байкал. Да. Это да. Суды, как дела твои, Господи. И руки страшные. Ну это он сами, видать его. А, тут еще. Ну, где-то же на берегу себя. Но свежая рыба может быть. Если нет, то только пыльность убрать ей в эту. Ой, вот. Жди, наверное, здесь. Наконец-то. Хоть так. Из этой головы. Из этой головы. Чего-то никто не купается. Странно. Наверное, там вода лепит. А небо-то какое. Да. Грозное. Нам нужен где-то центр. Жди, ну да. Здесь уже куда-то меньше страшно. Да. Ах, это Байкал. Ах, это Байкал. Ах, это Байкал. Та-та-та-тихо. Чего-то застыл в изумлении, и руки отказали. Слышь, не стыдно, не стыдно. Может, я машинка. Так же тебе лучше снимать скорость, а скорее всего меньше. Чем он посмотрел. Ой, стол, приполно видать, машинка выражается. Это шевелительная шляпка. Где-то сейчас. А тут стыдно, если бы не столько досталось. Я кушал голубей, нигде не видать, никто не держит. Не выгодно. Не выгодно. Конечно. Зерна мало. Боите. Ко мне уже не готов. Сиренский. Ну вот чайки, не знаю. Чёрт, это готов. Сиренский. Вот мы приехали на озеро Байкау. Наконец-то мы добрались. Самое глубоководное озеро. Кресноводное. Море священный Байкал. Иначе, значит, решил искупаться. Попробовать тебе. Смотрите, сколько гальки здесь. Вода грязная. Вон туда надо, не туда надо выходить. А что там мешается, стоит? Вторая идёт. Знаешь, Сибирь, здесь птина, здесь вода грязная. Да ему без разницы. Вон там, вон там почище, там её сдувают. Ты здесь, что ли? Что ты не пойдёшь, я уже росту. Игорь, иди. Тихо, тихо, тихо. Пускай мне всё. Тут идти-то нельзя, распадём. Вообще идти невозможно. Вообще камни-то. Хоть на щетвереньках выходи. Даже невозможно идти. Камни скользкие, они обросли мохом. Вообще идти нельзя на них. Туда идёт. Ещё сюда. Фу, нормально. Ты на даль-то посмотри, какие там они. Это, Игорь, на фоне рыбы. Игнащик, вообще, на фоне рыбы. А как ерунда, ты споткнишь, и всё. Ну чё, братья-герои. Давай, раздевайся, кто будет. Идти нельзя, потихоньку, на щетвереньках только можно. Давайте, давайте. Да не буду, конечно. Да не, не, не. Не буду. Вода абсолютно пресная. Как будто бы дома нальётся. Это, ты хочешь, пинить ягиб, полморода. Я ничего вообще не знаю. Ах, чудно-гелогоска. Фотоаппарат. Удачи, всё, он пристроен. Может, меня... Не, не. А у нас закрыта машина-то. Это, врачи? Бить не надо. Квас, это... Фигеть! По словам, где машина, меня, врачи, товарищи. Вот там ураганок. Мой фотоаппарат попробуй достать. Я попробую, может, сфотографирую. Это нечто. Смотри, ногу не поломай. Это дискавери настоящий. Прямо падать приходится. Значит, врачи, можно далёко уйти. Давай, давай. А тут и не купается никто. Тут невозможно купать. Тут и купается. Тут и купается. То есть, там вот сюда дальше, там плёс и есть. Там вот, как река намывает песок. Ну, вот, может быть так. Ну, ладно. Мне-то не столь важно было, чтобы нырять. Ага, он хитрее меня, потому что носки надел. Пазали. Оно идёт и идёт с консилетором. Здорово, всё, приехали. Ну как, брат, вода? Уток. Летерь. Холодная, брат? Ложись, давай, ложись. Игорь, холодной вода нет. Холодная. 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 О, вот бувак, а! О, сейчас тепло, вот это жар пошел, а! Ну вот, да, это холод! Полное погружение! Молодец, брат! Так, съемки убирайте! Пусть он попьет, я ему обещал! Снимай его, снимай! Игорь, поскорее фотоаппарат! Пусть он попьет, я ему обещал! Давай, петь! Я обещал тебе, петь! Куда нас секло-то, Игнатий Тихонович? Все, отведем! Все, лопился! Не толчите! Фотографируй нас этим, а дай ему Игоря! Пусть он чакнет! Сейчас я вам сейчас позвоню в подъезду, там все поможет! Игорь, потом оденешься, возьми фотоаппарат! Да! Возьму, возьму, мне надо обучать! Ну, оденешься, и что я разговариваю! Я собаку не могу долго держать! Фотографируйся, я сниму! Да, вот Николай с ним! Чтобы горы там были видны! Горы! Вон те горы! Я ему обещал! А раз я обещал, я выполнил! Игорь, игорь, игорь! Давай! Понятно! Это не просто как-то! Володя сфотографируй! Что он был на Амуре! На Байкале! Это озеро Байкал! Самое пресноводное! Уходим! Игорь! Что он был на Амуре! Да! Это озеро Байкал! Сергей! Подержи, пожалуйста! Смотрите! Подержи! Подержи! Привет! Это озеро Байкал! Это озеро Байкал! Вот оно какое дело. Это не просто так. Иди бог, и таким, и такой, иди. Вот уже и все, иди. Такой, и таки. А вы постучитесь, Идарь Ильич, постучитесь. Я поделюсь в счастливом доме, так, кто живет и не открывает. Вверх все было и находимся. Идите на мысли. Выход один. Во Христе любовь. Так, нет. Оля, у нас как там с третьим этажом-то? Чего там у нас? Я очень рад, что вас увидел. Понимаете, среди мира, когда увидишь, это лица другие совсем. Когда сидите, знаете, это на самом деле. Вы устали. Это люди с другой планеты. Вот так. Есть там? Мы не будем не задерживать. Просто поблагодарить человека с ним. За такое внимание к нам. Хорошо. Давайте мы совершим молитву и братья поездки, если они так пишут. Я не буду настаивать. Давайте. Давайте вы тоже. Молитесь, пожалуйста. Отец наш небесный, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи и любящего нас безмерной любовью. Ты проложил наш путь к тысячам сердец и довел до этого места. Ты напомнил сердце нашей радостью, что дети Твои откликаются на просьбы нуждающихся. Хвала Тебе. Благослови нас в этот путь. Устрои предстоящие встречи. И пошли мир и любовь к находящимся здесь. Положи на сердце каждому, а заботись о своей душе. Ибо великие грядут испытания, как свидетельствуют в Дух Божий. Чтобы дети Твои не унывали, зная, что все это от Тебя. Тебе хвала, слава, счастья и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, я обращаюсь к Тебе. Благодарю Тебя, Всевышний, за те благословения, которые мы имеем. Благодарю Господа за то спасение, за милость, за долготерпение, за благодать, которая до сих пор изливается на живущих планетах. Благодарю за этих людей, которых Ты призвал из этого мира, поставил на служение и верил в руки Своё служение Господу. Ты их направляешь туда, куда Тебе одного известно, мы не знаем. Господи, мы молим Тебя сейчас за них, молим о той нужде, которая, возможно, у них есть. Мы знаем, что Ты с ними, мы знаем, что Ты никогда не оставляешь тех, кто уповает на Тебя. Прошу Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего благословения и Твоего водительства в этом пути, в этом служении. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Я хотел сказать пару Карпа, у него было четверо детей. И вот она с четвертым ребенком была беременна. Прошли сказали, рожать нельзя. А у нас с ней была такая дружба, с Марфой, с его женой. И мы молились постоянно все вместе. У нас такое настроение было радостное. И вдруг приехал в Батистом Старе, с Туркмени, с Бородовой, хирург. Рассмотрел ее, рожать нельзя, ребенка убить. Она плачет, что делать? Я говорю, Марфуинь, доверься Господу. Умереть, значит, умрешь непобильный. И он родился, и его стали назвать моим сыном, что я его спас. А после этого у него еще семеро ребятишек было. То есть никому не надо верить, когда посягают на то, что Бог дарует. Бог посылает испытания, но он же в свежих мерках, в первое колесо, в 10-13 году, при увеличении испытания подастся обречения. У нас были такие молитвенные люди тогда здесь. По стихи писал какой-то Василий, сейчас я могу его не назвать. А вот Ульянкин присвитер был. Северин. Очень хороший. Северин. Вот его снаха. Северин. Вот снаха Северина. Я женат у Ульянкина? Нет, снаха Северина. Поэтом, который был. Снаха. А как его звали? Василий Семенович. Истинно так? А мы приходили двое с братом православное, помните? А я нет, я-то в то время не была с ним. А, не было, вы знаете просто, что есть. Мы вспоминаем то время, я здесь пять месяцев жил, как время прекрасных встреч, какие хорошие тогда люди были. Я не знаю сегодняшних, я говорю про то время. Мне пришлось после этого много испытать, опять тюрем прошел за распространение Слова Божия. Ну и в то время я брал интервью репрессированных. И такой лагерь смерти был, там отбывал оттуда. Теперь реабилитировано, все. С помощью Божьей все это. У нас очень хорошие отношения были, они продлились на многие годы города. Вы знаете, что сидите в таком возрасте здесь, это неописуемая картина радости. Слава Богу. Потому что неинтерес к жизни не теряется, ничего. Вы просто как святущий сад какой здесь. Мы на молитву собрались. Мне 73 года, и люди удивляются. Сколько приходится, представьте, во всех отделах милиции вёл занятия. Краевой, УВД, прокуратура, ФСБ, заводы воинские, там, счастье. Три радиопрограммы регулярно вёл телевидение. А мне 73 года. И вот я за последние 8 лет за компьютером провёл больше 30 тысяч часов. 38 книг вышли. Это энциклопедии все понимают. Как прийти к единению? Ответ один. Любовь. Другого просто нет. Любовь по Христе. Нет Христа, жизнь пуста. Храни вас Господь. Мы вас сохраним. Смертный, вы нас помолите, чтобы у нас тут на Москву. Вы поедите обратно, заезжайте к нам. До свидания. А может быть и все, где-то. Проводи по вам. Спасибо. Василий Семёнович, действительно, настоящий параллель. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Другой. 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 А сегодня, говорит, в первой администрации нет такого. Да, точно. А ладно, Господь восхищает. Это новая жизнь во Христе. Кажется трудно, ясно, что приставки, но очень. Совершенно незнакомое место. А для нас это естественно с нами Господь присутствует. А где, говорит, Бог, там большинство. И все не так. Бога. Бога молодиславения. Он тоже. И Господь, и Господь, и Господь, и Господь, и Господь. И крайне святые. 22-й регион, Толтай, да? Да. Вы не забыли? Кого? Вы не забыли? Да нет. Там? Да, все. Только там нету ножницы и пинцета. Ножницы не взяли никакие? Ножницы? Да. С работы я взял. Есть у тебя ножницы? Ну, хорошо. Потом отрезать бинт или еще что. Иначе я, самое главное, взял просфор, воды святого. Просфор воды, ну, это... Печетки. Подожди, подожди, подожди. Ты не спеши. Без этого. У меня два мешочка, я скромно. Скромно, два мешка взял. Два мешка, говорит, скромно. Скромно, поскромно. Дадим мешок, и все. Вот, вот. Вот. Вот это тяжеленький. Тут есть маячка. Вот это стиральная машина, что ли? Ну, вот. Что, спрятались-то? Все равно вас видно. Там глаз такой. Верьте, брат. Так, чего нам ждать надо? Мирова, батюшка. Вы будете заходить или не будем? Да, заходим уже, все. Ну, заходите лучше. А вы откуда? А, минуточку, мы в Барнауле. Минуточку. А что там в Барнауле? А сейчас, в Турмосток, в Турмосток. Так. А вы кто? Срабляться или кто? Приветствую вас. Новобряца. Ну, мы не отрицаем старобряца. Мы были старобряца. Мы сами старобряца. Игнат Иксепаде. А? Игнат Иксепаде. Ну, Игнатий там. Игнатий. А что? Не вы случайны? Да. А я в Колесникова, Нина. Нина Колесникова, сестра. Ну, Нина, прошу. Такого спрашивали сейчас. Сейчас спрашивали. Нина Колесникова. Вот сейчас отец. А Володя-то в моем доме, он на это он пришел. Комсомольство. Отец Максим, я вас спрашиваю. А кто один? Да вот ваш, мне вот батюшка стоял. Спрашивал Игнатий Тихоновича, а знаете Колесникова? Нина, ну, говорит, знаете. А мы в прошлом году проповедовали параблянку, параблянку проповедовали. А мы сейчас, ну, мы поймем, скоро туда повезем. Говорят, они. Мы там в августе. На месте подписелся. Не, это вот на площади, где площадь. Ну, может быть, мы один день были, что там осталось. Там храм был ради Рождества Христова. Осталось там, даже на этом месте еще, это, как бы сказать, доходить. И вот мы сейчас решили уже крест изготавливаем, поставить там крест на этом месте. И вот где-то числа 8-го, 10-го августа повезем крест. Наш хор поедет, мы поедем всех в Коробейниково, на Алтае. Мы в прошлом году были в Коробейниково, все заснято там, там там храма. Нет, мы поедем туда с нашим хором, они хотят, ну просто мы посетим эти места и проедем в Короблянку. Вот там поставим, споем, прочитаем, вот можете приехать к этому времени. Мы можем созвониться, я говорю, числа 8-го, 10-го августа. Никак, мы далеко будем. Да, не мечетесь где-то. Нет, не мечетесь, у нас определенный маршрут, четко по одному. А, ну я так и говорю, игнатовцы, ну что ты у него. Каждый день. Вот сейчас у отца Петра были, я ставил у него 38 тысяч, которые у него вышли. Мы за то, чтобы народ знал кучу. Кресты, которые ставят, их везде много, я к этому не привязан. Они никакой роли не играют. Как это не играют? Никакой. Как это не играют? Я еще поясняю вам, никакой. Я знаю обстановку, люди говорят, какой крест. Да никакой. Никто смотрит, какой был народ такой. Народу не крест нужен, ему Христос нужен. А тогда мне взглянуть на Крест зородими глазами. Но... Это вы делаете, ставьте Кресту, ставьте. Их сломали слишком много Христос уже. Да, а то стоит на этом месте не сломать. Но ничего не дает пока люди. Христос не сказал, идите ставьте Кресту, как идите и проповедуйте Евангелие все твари. Все просто и понятно. И все, и твои мя отца, и все. Если бы я геню, то если бы не проповедовал Евангелие, его бы и священцы не было. Геню? А он не... Я говорю это, Володю. Володю сюда, а она в этом не наступлю. Должна я делал. Вот так. Евангелие, живое слово Евангелие. Вот я сижу и в пятницу в карте, и они оборачиваются. А вот у нас судьи, как говорят, а можно мы встали, не знаю, вчера, больше всего вчера и встали. Креступники, уголовники, убийцы, живое Евангелие. А вот когда мы по Кресту, по этому вопросу начали поднимать, вот, наверное, на Саравлянке, и родственников там много живут, они говорят, ну хоть что-нибудь, хоть какое-то пятнышко святыни будет. Они вот, они летят и пятнышко святыни. Люди не понимают. Апостол Павел, это вестератик Коринфянам, говорит, слово о Кресте, не крест, а слово о Кресте для погибающих евросов. Я должен, когда Крест, это пытка. И эту пытку Сын Божий принял добровольно за меня, за тебя. Прими его. И Крест тогда будет символом спасения. Он явится знаменем на небе. Ну, так, конечно, они... Увязать все надо со Христом. Так, увязать, если там хор споет им, если какое-то слово услышат, они... Ну, ладно, если услышал, опять же вернулись к слову. Да, а как же не увязать? Увяжутся, это все равно, это... А они ничего, люди не понимают. А вы это будут? Головники на себя Кресты. Кто из Барнаула? Барнаула, а вы? Все, хорошо. А мы сборавляем. Они Кресты сегодня, преступники на себя все накалывают и продолжают свои дела делать. Во принявших Христа он совершенно другой человек. Я Крест носил. Сколько лет? 73 на дня было. И я не знал о Христе ни слова. Я знал только Божья Матери, это Высшая, потому что она мать. Евреи распяли. Евреям надо мстить, бей жидов, спасай Россию. Я это знал. Но когда в руки попала Евангелие, я понял, мои грехи его распяли. Начитывал это Дня Святых, да? Дня Святых. Я не слушаю, не слушаю. А сейчас прям какие-то уже. Да, добротолюбие. То есть у меня 50 книг, насчитанные моим голосом, у меня сейчас на интернете на весь мир. Инатий Иванович, визитка есть? Вы сейчас с сайта можете скачать. Да, вот что вы скачаете? А вы выход в интернете есть у вас? Это как? Держите. Вот, это мой сайт. А-а-а. Мой сайт. Это я на университете занятия. Это мой брат, мужчина. 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 Слава Иисуса. Слава Иисусу. Вот, снимай. Фотоаппарат дайте, снимай ваше. Так, вот это убрать с собой не сегодня. Это я не одолел. Дал, я же знаю, чтобы не видно было. Один Пётр, вы даже не знаете, что такое. Вот это. Прочитали? Прочитал. Это означает, от вас только вот что. А от меня это всё я одолел. Это вот это подали, а что сверху это, а то купили. Теперь смотрите, вот это входит сюда. Что я составил? Симфония на экономической киеве. Это лучшая симфония за всю её историю. На 11 неканонических книг. Абсолютно полная. Благосостояние в Тихии. Вот мелкая, но это по Вернигородской, она такая должна быть. И при том все глаголы сведённые в один, искать легко. Подлежащих никаких нет в один глагол. Мгновенно ты находишь какое слово? Симфония на неканонические книги. Ну, не один работал. То есть группа разработчиков была, но только компьютерщики. Теперь, я составил симфонию на шестья святых. Вы знаете, был просверен, восьмой том хотели настольные книги запустить. Я послал, но она была в черновике, он не смог. По одному слову, как найти? Допустим, вы вспомнили, ну, книги все шиты, ни одной нету, чтобы разлепилось. Вы вспомнили, на морозе кого-то заморозили святого. Ну, не знаете. Теперь, с кем случился мороз? Ты сейчас не спрашиваешь, а ты знал, что там? О мощах. Где, что, когда ты вспомнил. По одному слову сейчас ты найдёшь. Это для проповедника. Это вообще... А как можно было составить это? Ну, несколько лет ушло. Ты знаешь, что у меня 20 минуты часа уходило на сонтыка. Вот это «Житие святых» я прошёл их на 10 раз. 12 томов. Это 120 их прошло. Спасибо, Господи. Сейчас я позову, чтобы нам подставить печати. Да, печати расписаться. Да, сколько... Вот новый иззади. Смотрите. Пусть сойдёт сюда. Позови меня, Надежда Валентиновна, или Денина Александровна с печати. Вот это вот первая моя книга вышла из стихи. Сейчас я покажу. Видите, на музыку положено. Которая исполняется. И всё в интернете там полётся. Вы в интернете найдёте. В интернете вы найдёте 12 томов мной на считанный Златоуст. Вы тогда слушали ещё. Да, да, да. А вот интернетный адрес, или как он называется? А я вам дал. А, это вы не сидите. А они вот здесь, это указанное, по-моему, интернете. А вот, допустим, вы открыли вот только первый, допустим, тот. А разве себе никакой первый томы? Вот он. Всё. Мои все телефоны, мобильные, постоянные, по благословению. Всё, всё, всё. Ну, представьте, Андрей Кураев специально так и приехал ко мне в Барнаул, чтобы приобрести эти книги. Да. Они не имеют просто аналога. Книга. Девушка, Наталья забрала печать. Ну, вторая печать есть. Так, теперь смотрите. Вот книга. Так, предисловие. Просчитайте. Вот это. Немножко. Слух считайте. Автор выражается особо благодаря Клименко, Владимир Студовичу. Главный адрес был создан на науке, благодаря которому, а еще при советской области, многие из этих материалов были изданы общим тиражом 150 тысяч экземпляров. А теперь, чуть-чуть. Так, материалы для этой книги собирался в срок, в 40 лет. Да. Пророжая большую архиерею, священникам. Московской Духовной Академии. Библиотеку. Попробуем, что мы помогли сделать спорта к материалам. Как сможет. Со временем, мы, да, 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 мы, да. Это, допустим, вы посмотрите по оглавлениям. Первое. Слово Божие. О молитве. Ну, нам надо ему дать... О покаянии. Так. Отец Петр, нам нужно где-то к электричеству доступ иметь. У нас аппаратура разрядилась. Зарядить. Приходского завета, что ли, дать? Здорово, да, да. А здесь вот... Где-то вы, да, дали доступ, чтобы зарядить телефон. Здесь можно, да, пути. Так, скажи, Николай, что все могут прийти зарядить. Дайте только это, переходники. Чтобы мы мягко подсоединимся. А у нас есть же переходники. Игнать Иванович, у меня тройники есть. Давай, скажи, что здесь сейчас мы зарядим аппаратуру. Сергей, там под этой... Там модемы все заряжаются. Так, Игнать Иванович. Да. Это можно отдельно приобрести. Вот это 240. 240, все, да. Это второе издание вышло. Да, да, да. Так, в Алтайский край подобные книги просто издавать вот так вот, не может, нет. Это 240 иллюстраций цветных. Полный лист. Без обрезки. Это дополнительный... Сейчас я куплю у вас. Ну, пожалуйста. Так. Так, это я говорю. Дополнительный. Сколько экземпляров нужно? Я возьму себе пока. Один. Один, да. Так, сейчас я скажу. Так, это нужно дополнительный? Обязательно. Один. Ну, все. Остальные, давайте книги посчитаем, посмотрим. Да, да, да. О, а теперь будем заниматься через интернет и доказывать. Вы там все найдете в интернете. Это вот я преподаю в разных университетах. Найдете. Вот я арестованный иду. Вот краевые судья, с цветы летят. Видите? Это в 86-м году у меня последний раз уже трепали. А в 87-м уже реабилитировали. Ой, спасибо, Господи. Так, скажите. Это отец Глеб Якунин. Мы после освобождения встретились. Это митрополит Виталий, я в Нью-Йорке был. А сейчас Виларион, который... Да, да, да. Ну, сегодня уже патриарх. Да, да. А где сейчас Якунин? Сейчас. А вот оно описано, Глеб Якунин. Мы встретились, когда он освободился, еще бородки маленькие. Не, ну, а он сейчас... А он где-то там, на Украине. А это отец Геннадий, который... Да, убери, убери. Он у меня, ты сам знаешь... Да, 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 да. У этого, у твоего зятя, в теле они как раз, а он-то в моем доме обратился. Вот, племянник Суслова, да? Ну, они разные, они разные, они разные. Это потеряешься, это батюшка, отец Аким. Слушайте, а вы же заезжали, были там... Для чего вы снимаете? Да. Там тоже, в Геннадий. Для чего? Для истории. Для истории. Да, у нас, потому что интернет, там все выставляется, видео. Да, да, да. Это патриарх. Сейчас еще. О, это фаска. Да, достаточно, да. Ах, иди, если бы тогда не было сюда. Ну, в это так же вышло там из здания, это космонавтик, не дверь. Так, это, конечно... Значит, давайте здесь вот, в книге, когда я расслышусь, на ваших книгах, кто имя, где я подали. Я расскажу вам, это один тонн есть такой, который никому не забыл. Вот, 26 тонн. Я скажу вам. Это поэт за 300 лет 500 поэток. Не просто поэток. Послушайте внимательно. Вот что поэток отвечали на конкретную тему. Восстановление гибели, наказание. Сейчас. 6 разных поэток. Пора из трёх парня поднимать. Это в Одессе. Теораторы сравнивают. Хорошо. Вот двадцатый тон. Это мои беседы с Александром Менем. Да, да, да. Вот двадцатый тон. Давай. Для слова Божия нет. Это из... Это для слова Божия нет. Это она из одних документов почти составлена. Ну, как моя биография, как деревню мы основывали, лагерь. Всё, что у нас печатали местное, за рубежом, всё здесь есть. Сборник. Это автобиография. А для проповедников, конечно, вот эта вот симфония на житие святых вообще. Да, да, да. Так, где у нас? Так, это моя. Ручки дайте мне, пожалуйста. Посмотрите, правильно у вас ты сейчас стоишь? Не пьешь ногами? Нет. Давай. Вас потеряется, да? О, теперь распишитесь. Это вам остается, я распишу. Ручки дайте. Да, да, давай библиотеку. У кого ручка есть? В какой район? Ручки дайте. Вам. А здесь я поселил, что не у нас. Серёжа, пожалуйста. Я эту тему объясню. Елена Александровна, вот повторение 350. Скажите, давайте, да. Давай, ээээ... 30 тысяч тысяч. Далее, 3 тысячи. Далее, 3 тысячи. Лучше не будет, кстати. Сейчас. Сейчас. Так, привезти к нашему кукуму. Еще, вытаскиваем. Которые были, падные, вытащены. Новый, который вытаскивает. Она по мужу сейчас Тарасова. Ага, может быть. А у Володи брат Геннадий. Вот сейчас мы были в Боровлянке в прошлом году, мы к нему на дом заходили. Он к нам приезжал. Ну и он теперь отцу Петру-то своя, через Володю. Придут все к тому, что Христос сказал, другого не будет. Что не хватает сегодня мужества, прямо выйти и сказать, что это твой ущерб просто. А как вы это говорите? А я поверх голов смотрю. Для меня это нет. Я как-то приехал в Москву, то в то время нельзя. Три епископа на дом пришли только тайно встретиться. А я мирянин обыкновенный. Представь, епископ, на дом, тайно. А отец Петр Гутович ко мне ночью приходил тайно. Тогда Геннадий, он знает. Да пошли еще заблудились там на базе. У нас с ним были прекрасные отношения. У него, не знаю какой он свояк кажется, Ермоген, Архимандрит. Близкий. У него тоже все пленки были, златоустые я насчитал. Жития святых, добротолюбие. Ну а теперь все оцифровали, все у меня на интернете стоит. Этот материал больше нигде нет. Если он есть, то только ссылкой на наш, от нас берут. Это просто, ну, Бог дает это. А почему именно до вас никто не насчитал, златоустые? Как я могу на этот вопрос ответить? Я его собирал по всему Советскому Союзу по одному тому. И все насчитывал. Но где по-славянски я переводил на русский язык. Одно время мне хотелось дать толкование известным песню песней. Я ее нашел, но на немецком языке, на готическом. Я тут же сел, восстановил язык, я разговаривал, проповел на немецком языке. И тут же ее перевел. Но теперь отец Геннадий Пас написал 800 страниц, примерно, это труд столетия. У нас толкование. Толкование написки песней. Ну, она продается во всех епархиях, везде. Но отец Геннадий, он магистр богословия. Ну, путь он начался у меня. Он начинает. Я встретился, есть такой мирянин, удивительный человек. И вот начал первый вопрос, который Игнатий мне задал. Говорит, вы знаете, как толкуется притча о десяти девушках? Конечно, знаю. Ну, выберите тему. Мы сели, это было в 79-м году, 30-го, кажется, мая, апреля. И вот он, я, говорит, начал говорить, думаю, самая сильная тема – это крещение. А когда кончил, Геннадий говорит, все, ложь. Я говорю, как так ложь? Стал говорить, я понял, что здесь голова у нас работает, а здесь наследие церкви с первого века. Дальше он начал толковать притча о десяти девушках. Я, говорит, сам проповедовал. Ну, я знаю. Когда кончил, и спросил, ну как, а наши люди сидят все, семь человек, баптиста там было. Игнатий одним словом ответил, говорит, ложь. И стал толковать, как Златарус толкует. И я увидел, все у нас заблуждение. И тогда поехал к отцу Александру Пивоварову, потом он принял крещение, полное погружение в семь. Ну, а теперь вот он закончил семинарию, академию, магистр богословия. У него вышло где-то восемь книг уже. Там не просто книги, а учебники, вот эти этюды сейчас, он с еврейского языка, ну, разное, по Риме толкует. Вот, вообще прекрасно. Просто чудесные книги его. Знания его огромные. А меня кто-нибудь спросил, а вы могли бы? Никогда. Такой он ваш ученик. Ученик начало. Далее он уже не ученик. Он учился у святых отцов. Я не имею образования, я самостоятельно всего постигал. Я не переоцениваю свои возможности. Вот, а не знаю, я когда показываю отца Геннадия, по толкованию проходим, а он в моем доме был, я его, он так и говорит, Игнатий побудил меня начать этот труд по святым отцам, я бы этого не сделал. Я не знаю, греческий хотя занимался, не знаю, еврейский он знает. И оттуда все взял. Я просто знаю тот уровень, выше которого мне не подняться. Да и теперь я поднимаю. Вот, на днях 73 года мне было. Я благовестник, мы едем по разным городам, проповедуем, дарим книги, библиотеки, епископам. Ещё бы кто-то читал бы. Которые люди приходят, те понимают. Конечно, это не милая, не смеет читающая. Не постарай на роман. Ладно, хорошо. Следующий раз вот симфонию захватить, я буду очень рад. А зарядный? Ахать, зарядный. А мы здесь. Здесь появились. А вы когда-то можете? Первый раз, чтобы мы не канонические сделали. Это лучший сервис. Это уникальное. Она не просто уникальна. Они составлены всеми умерли. Их все знают. Тем более, как я преподаватель. Не снимайте. Мы же никуда-то ищем. Зачем снимать? Мы никогда не снимаем. А, неправильно. Я не знаю, ничего. Нет, смотрите. Вот ценностью в чём, что она сведена глаголом в один голову. Не надо идти и шёл. Это большая, огромная работа. И теперь подлежащая, она по подлежащим. Вот тут знаешь, то ли олень, то ли олень. Не надо говорить ни слова олень. Все сведённые. Это сто процентов. Вот поэтому я заинтересовался. Через компьютерную работу сделаю. Мы за программой. Молодцы. Вот это похвали. Мы шли отца Петра. Мы шлём. Время я. Или, может, мимо кто-нибудь. Мы не думали, что это подливаться отдельно так. Вот это как преподаватель. А я знаю. Я там преподаватель. В разно по университетам и школах везде преподаю. Молодцы. Но это она мне дороже всех досталась. Из всех книг. Вот этот труд тут как бы тяжкое дело. Очень, очень симфония. Вы понимаете? Вот эта вот книга, наиболее всего вас требует. Он понимает, но не было Барнаульской партии. Я там служил. Я чуть больше понимаю. Причём Барнаульский, я понимаю, как труд составляет. Что такое составлять симфония? Может, это вообще православный мир единственный? Вот каноническую книгу составляли 20 человек, 5 лет. 20 на 5, 100 лет. А её там составляли ещё с 19 века и до сих пор там программа. Вот эти вот, которые симфония составлена, наша, она просто самая большая в мире. Настолько легко ей пользоваться. Заметьте, как каждое слово следующее, вот оно уже указано, какое будет. Это с Северногородской, всё скопировано, какими буквами всё. Ну, благословение епископа, конечно. Вот я когда составлял её самостоятельно, вручную, я еду, вот электричка. У меня тут лежит, тут этой бумаги, 240 листов. Я как на ветер, каждое слово мне надо было куда зависнуть. И всё равно, были пропуски. А это уже через компьютер. Программисты работали над этим. Да целая группа людей работала. Когда я окончил, мне казалось, 18 корректоров только было. Это на дупне. Ну, видите, 4 корректора, они выправят. Знаете, ну, вон есть. Ну, какие у нас планы? Главное сейчас заведеть и уйти. И мы уходим сразу по людям, пойдём провожать. Здесь соберём где-то. По-хрустски. Как он называется у вас? Не знаю, спрашиваю. Ну, что? Как называется храм? Вознесение. Вознесение. Храм и Вознесение мы можем собрать, тут какие люди будут. В 3 часах. Вознесение. По команде все трястились и гнали нас, и материли. И не гнали, и не материли. И не гнали, и не материли. Там были уже все. Там они не подъявили. Да, да, да. А вон один из них и Максим. А вон он едет и дадет. Я никого не оставил. Нет, я не вы. Паша стояла. И когда я был единственник по Максиму, а у него фотографии. Эти семинаристы. Вот ваш волчатник. Это были нормальные ребята, вы их сделаны и голодники. И вы за это отвечать будете нас. Это нормальные ребята были. Зажаренную рыбу душу продали. Да неужели так было? Почему не сказали? А что вам говорить? Ты же видишь, какие они растут. Он еще не священник, а он уже бандит. Конечно, мои слова не понравятся. Стоит человек подрясник. И вместе только что клонялись. А вместе прощенное воскресенье было. Вышли и наступают. Ты козел. Ты борода. Ты там морду. Да, да священник рядом стоит. Да где так ведут себя? Да если бы он в камере размазывал по стенке за это. Вы снимаете на камеру. Я скажу правду. Давайте. Епископ Максим обращался к вам множество раз. Именно не разу. Не разу. Не разу говорил. Я с ним общался. И он нам рассказывал. Не разу. Если вы множество разу, я говорю, не разу подтвердите. Не знаю. Но я говорю, не разу. И предлагал вам войти еще тогда. Я говорю, не разу. Не разу. Еще до момента, когда было объединение. Вот смотрите. Когда еще не было. Я разу не обращался. Понимаете. Ни телефоном, ни в письменном виде. Вот на эту книгу, смотрите, Максима Алтайского благословения. Я у него был. Он встал. А вне у меня пошло. Вот это книга есть. Слух. Слух. Там песок говорит по-моему. Вот что он встал. Слух. У нас в группу входили Войтович, Фессун и этот, как его, отец Стандарта. Ну, ни кого это там. Я сейчас даже не назову. Ни Ковалеха какой-то такой полный. Он хороший такой батюшка. И была рабочая группа создана. Ну, а она прекратила свое существование. Батюшка привязал к себе какие-то там препятствия. Неизвестные какие. А патриарх их тревожит. Почему везде все как-то так? А ему отвечают и писать. И пишут, делал бы Максим себя по-другому, была бы другая, говорит, картина. Я пострадал к себе Максиму. У Максима, естественно, дело какие-то граждане. Я выход на дорогу и полетел. Куда было? Я думаю, это не литая, это зима. А кмеша подошел время. А кмеша я не получал ни разу, ни звонки, ни среди людей. Там у меня был конфликт снег. Я не сказал, я не сказал, я не сказал, я даже не предлагаю, ставлю прощения. Вы не пишите. Я в 17-м университете, я в разных университетах преподаю. Он что додумался? Посылай Сергея Михайловича, своего секретаря, знающего. Зачем? Он приходит с бумагой, приходит к Сергееву. Он не секретарь. Он преподаватель. Он был секретарем у Антони и был секретарем у этого. Ну я это хорошо знаю. Принес бумагу, чтобы мне отказали в аренде помещения. Какое оно имеет в отношении? Выставить людей на улицу. А пришел ко мне про это, Семкин, и говорит, если им надо помещение, берите. Почему они так делают? Отделать в милицию. А ты поперед со мной, чтобы выглядели. Покажи. Вот книга. Она не будет двигать. А ты ее откроешь. А в этой книге, где, а, восьмойка. Ну можно за десять лет. Я сказал, что это самый лучший отологи. Это самый лучший отологи. Я вот расскажу тот случай. Давай, для чего начали с исправки. Вы вышли из права после чина прощения. Ну, кстати, вы не поступали. Мы-то все попросили, мы стояли отдельно, сами по себе. То есть вот так вот все стояли. По команде христили, склонились, и у нас все было. Это я не знаю. Было, было. Все было. Все, конечно, как положено. Женщины, хватит обязан. Я тоже их приветствую. Я тоже их приветствую. Я тоже их приветствую. Я не знаю, что они делают. Вы вышли, а потом стали говорить. Вы обливанцы на нас. И вы безблагодатные. Как вы могли принять с чем-то, если вас обливать? Допустим, меня крестили даже полным погружением. Еще младенцем купили. Выставили меня к нам погружением. Кто? Полный. Это один, который заводов не было. Оставили. Другой. Может быть, что, дескать, те, которые просто сверху помочили и там побрызгали, эти останутся. А те, которые полным только погружением. В этом день вращения ничего не было. Мы единственное, что раздавали, вот на эту тему и начали. На форум, как войти. В частной беседе с кем-то. В частной беседе с кем-то. В отдельном, а где-то на улице. Это прямо вот рядом. Может быть. Но когда стояли люди, которые вот это и хамили, просто бездобратищие, этого не было разговора. А вы, отец, считаете, что когда неполным погружением крещеный человек, он крещеный? Я вам скажу, что, конечно, этот вопрос сложный, во-первых. А во-вторых, в Священном Писании, если на то пошло, я вам скажу, что крестили, и даже песком, и всеми остальными способами, если не было воды. А где вы нашли эту брефью собачьей? Я вам расскажу. Да нигде нету этого. Отец, увозите. Написано в Писании, где было много воды. Это есть. В духовном, в Священном Писании, особенно те, кто больные, к ним приходили апостолы и не могли. А вообще же у здоровых-то песков не крестили. Правило каноническое есть, 50-е правило, апостольское. Если не в три погружения, священник извержен, он уже никто. Просто рясом и болтается. Суть в том, в кого кресть. А не вы, конечно. Но в карте есть это тоже. Если малая часть будет изменена, Никита говорит, все, прах. Ну ты вместо вина дай квасу. Ну, будете другие. Нету. Но в Священном Писании есть. Нету в Священном Писании. Хорошо. Крестили и так, и так. Скажите. Конечно, крестили. Конечно, где прописок написано? Так, ну где вы сказали, что в основном, когда Филипп ехал в Священном Писании, ропы вошли в озеро. А в некоторых случаях? Нет, в одного случая нет. Есть, есть. Читайте. Да откуда вас это? Ну, есть. Ну, назовите, считайте. Я считаю, это вы... Ну, я сейчас не помню. Вот так нельзя, она вскидкует. Кто не знает, надо просто... Где песком нашли вы? Песком, где? Надо открыть Новый Завет. А даже Тесный? Вот Новый Завет, вот Тесный, открывайте. Ну, где вы нашли? Написано, от воды и духа, а не от песка. Чего вы угородите ерунду-то? В некоторых случаях. Да никаких случаев не было, это только безбожье. Я вам скажу, это единственный случай, написан в Духовном Луге, 175-й странице. Шли монахи в пустыне, и с ними шли... Не перебивайте, что слушайте. Это единственный случай. Они шли, и с ними был еврей, который заболел и стал помирать. И они не имеют возможности крестить его песком во имя Отца, Сына, Святого Духа. Теперь, а он вызвал, когда они пришли в Иерусалим, то епископ Петр Дионисий там был, и сказал, не выдумывайте, идите на Иордане и крестите. То есть, в ничто обменяется, это единственный случай, а вы концовку-то и не знаете. Она вот здесь описана. Духовный Луг, 175-я страница. Скажите мне, те, которые не были крещены, но, скажем, воины, которые... Может быть, крещеный Сырка признала? Они не могли... Не потому, что против были, а... Ну, не было же формы, не было же формы. А вам возможность есть? Я говорю, формы не было. Почему мы тогда признаем их крещение, что они крестились? Так вы-то не крестите, не умираете. Вам что мешает людей крестить? Нет, я говорю, тем не менее, вопрос не в том... Почему не крестите правильно? Вопрос. Вы затеяли этот разговор. Я спрашиваю, почему правильно не крестите? Я вам вспомнил тот случай, по которому начался... Почему правильно не крестите сегодня? Это не здесь вообще. Мало того, культуре священника... Вот давайте посмотрим. Старообрядцы ни разу, за 380 лет, ни одного мощения в не крестите, ни одного в старинское время, ни баптиста, ни пятидесятники, никто водой не мочит. Вы проходили... Вопрос в чем? Признаете вы это крещение? Не признаем. Абсолютно. Его нельзя признать, потому что слово крещение имеет перевод один. Погружение. Баптизантос. С грешницей. А вы признаете? Погружение. Больше ничего нет. Какое это крещение, когда его не было? Погружение. Не было погружения. Он стоял на капельном полу. Вот теперь, смотрите, по телевизору показывает, священник говорит, крещение, то есть такое танце, в котором ребенок, там, или взрослый, трежды погружается, а сам вот так держит ребенка, одевши, и вот так вот, трежды погружается, и вот так ладошкой, говорит, погружается, а ладошкой по голове, ну, это вообще сумасшедствие. Ну, ты же зачем говоришь? Говорит одновременно и делает не так. Зачем? Двумя или двумя, то есть? Или двумя. Что? Двумя естествами. Или троицей? Не то, не другое, не два. Или двумя естествами? Не два, не три. Послушайте внимательно, я выясняю. Вы не знаете. Я знаю. Когда был... Занейский богословник, я поясняю. Реформа-то была правильная. Я слышал в 61 раз. Троицу? Троицы крестились. Троица не выбирала, не крестилась. Это, конечно, троица, это два естества. Но все-таки правильно, так креститься. Более правильно. Крестились и один персток. Не было время. И одним персток. А как объяснить это? Но когда богословская мысль дошла до того, что мы же троицы, в троицу крестимся, стали креститься тремя перестанет. Это более правильно. Какое у вас понятие вообще? Да не надо креститься. Мы изображаем плотской крест. Плотской. И так нужно сказать. Да мы изображаем тот крест. Мы же троицы крестимся, а не двумя. Послушайте, объяснение. Мы изображаем крест на себе, как Христос умирал на кресте. Крест какой? Духовное вещество? Вещественное. И поэтому на кресте умирала не троица, не бога человечества. Это богохульная мысль, Златоуст говорит. Божество бесстрастно. Умирал человек. А человек это один перст. Вот почему первые христиане крестились так. Я крещусь так, как научен. Три перста, значит три. Но в этом заключен уже элемент ереси. А кто правильно? Правильно католики? Так а ты католик? Я не католик. Они крестятся так, как ты, Бог, сшедший с неба ради меня грешного, погибшей стороны, избавивший меня. Согласно пяти ран, которые ты принял как человек и перевел меня на правую сторону. У них объяснение правильное. У нас нет объяснения. Нету. Ни троицы, ни бога человечества, старобрядцы два перст. Осипова послушайте. Осипова много хорошего есть. А, вот и послушайте. Он как раз объясняет. Что тремя правильно, а двоя неправильно. И сколько крови из этого пронили? Ради чего? Мы встречались со старобрядцем. Очень такой же хороший храм у них, вот как здесь. И старобрядец, он умрет за двоеперстия. И доказывал, что двоеперстия правильные. То есть так же объясняет, как вы, только со своей колокольной. Он абсолютно... Церковь же признала, что это равноспасительно. Хотя и он нас не признает. И мы говорим, а мы трои перстно тоже крестимся. А он говорит, нет, только двоеперстно. А вы говорите, вы как... Я говорю, трои перстно. А я говорю, а я еще двоеперстно. То есть вы меня уже не признаете за то, что я двоеперстно кричусь. Остарабляясь меня не признаете за то, что я трои перстно кричусь. А нам безорвенствуют. Я с Владимиром два перста. Сергей Радочевский два перста. Пеодосий два. А Серафим три. А те и другие святые. Так, спорят в общении еще. Никакого линия. Мы все правильные. Да? Мы признаем тех и других. Да и по-другому. Патриархарты уже признают. Умирали. Но одни умирали, а другие ходили. Кто прав? Началось все с них. А вот всегда на стороне гонимых. Стараблячески. Одному припеть. А в московской патриархии по-стараблячески служит Кирилл Сахарова. А вы знаете этого Кирилла Сахарова? Это 200 метров от храма Христа Спасителя. У него все по-стараблячески. Все. Единорец. Нет, он московский патриархар. Они патриарши. Они не единовец. Он строго московский патриарши. У него благословение от патриарха. Они все совершают. И двуперстные, и лестовки, и одеяния. Вся служба по-стараблячески идет. Но два патриарха. Смотрите, какая моя позиция. Я не то, чтобы совсем отрицаю. Я прекрасно понимаю. И сам еще право. Есть многие моменты очень правильной стараблячески. Когда же взять, допустим, вот с правилю у нас Ермоз канона. Мы поем. Сейчас скажу. Якобы посухой, еще шествовал в Израиле. В нашем варианте. Постараблячески звучит по-другому. Ходил, по-моему, не мокрыми ногами. Как-то так звучит. Я сейчас не помню. Я читал. Вот тот вариант, он более понятен. Для восприятия. А то понятен. Вот, видите, да. Например. И в этом искать разделение нет смысла. «Покатитесь и подружки, безусловно, небесно». «Покатитесь». «Да, это камень». «Покатитесь им, статусная Божия, под рукой». «Ты плеть нас, и подругой. Пошли, ты что то видишь?» «Ну, как вам?» «О, как вам?» «Да, там есть размер. «То крупной firmware». но все московской 5 он подряд слава вопрос в чем вы же знаете что ереси разбудут это самый тяжкий грех если мы с вами экономического слава богу если нет какой то если еще раз я вам говорю что вы принесли детство вот здесь я нашел что действительно московский вот на стене самая первая книга московский она нормально патриарх Алексей остальное не знаю патриарх Алексеев и наши нефтихи в Ишиме он сейчас на покое но он последние пять лет был домоведовский веками патриарха Кирилла вот после объединения но вот сейчас он отправлен на покой вот бывший патриарх Алексеев это наш единственный самый лучший это очень искренний человек это очень искренний патриарх Алексеев вот у батюшки спросите нынче изучающие в Казани застрелили пять семь спросите 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 полный работа идет ну сейчас а у нас вопрос да у нас вопрос ну пристань ну ну еще минут 30 минут Вот здесь материал, писем православие, отец Петр заказал себе, выбрано все, всех святых отцов, которые говорили о крещении. Все абсолютно выбрано. Я тоже сторонник за полное погружение, на самом деле. Да не надо сторонником быть, это правило. Это правило. Кирилл Иерусалимский говорит, как мы скрываемся в воде, так человек скрывается в воде. А то песком крестили, никогда этого не было, нигде. Один случай был, но его епископ Дионисий ничто превратил. Я говорю, вы тогда заливайте заодно. Это как Ломоносов говорил, крестец холодный обладел младенцам, чтобы сразу похоронить. Крещение имеет один перевод в аптезартос, погружение. Все, нет погружения, нет крещения. А вы признаете, скажете, священник обливаться? Вот тут я и делаю, что признаю. А скажете, это разбоенность? Да, разбоенность. Но по-другому никак. Ворачиваясь в том случае, как раз, у вас-то не было комбината. А люди ваши, из вашей команды, так скажем, они говорили, что вы безблагодатны, поскольку вы обливанцы. Нет, так не будет. Мы не признаем вашу священник. Никогда мы этого не говорим. Кто-то может и говорить. Мам не сказал, что вы. Но был бы такой прибор приложил, я приезжал. Это вот вещь. Но у нас приезжали монахи, священники, иеромонахи принимали крещение, полное погружение, опять уезжали и служили. А кто говорит? Об этом говорит епископ Милош. Ну и так понятно. Отец, у нас позиция такая, что мы московскую патриархию считаем благодатной. Вот поэтому-то мы и беседуем. А вот старобрядец вчерашний, он бы сразу даже с вами не разговаривал. Для него вы еретики. Мы приехали как братьям к вам. А то, что вот эта практика порочная идет обливание, ну мы просто... Вообще расскажите, что отец Петр, какой-то авторитет представляет, Гутович? Гутович? Я его знаю с детства. Вот отец Петр, а он-то, мы-то вместе с ним сколько встречались-то были-то, он-то знает, какое нам гонение было. Но мы и тогда стояли, били за пропой, а настоятель не хотел. Полное погружение никак. Вот это-то обратился следователь КГБ, который... Теперь мы поехали к Генеону, а там Борис Пивоваров был. Мы затащили туда, там бак был, 75 ведер. А он пригласил своих протестантов знакомых, две семьи ветеранов. Они, видя, как он крестился, обе семьи согласились принять крещение. Я миссионер. У меня сколько людей адвентистов, бактейстов пришли и стали священниками православными в моем доме. Я не просто руками размахивал. Вот отец Геннадий Фасов сейчас магистр богословен. Вы с ним как-то пересекаетесь, да? С отцом Геннадием? Пересекаетесь? Ну, сейчас нет Ява, нет. А каким Геннадий? Фастор? Ну, как пересекаемся только на интернете, я его не вижу давно. Но он везде, где бы ни выступался, Игнатий для меня духовный отец, я у него обратился в доме и проще. Ну, родился у меня. Вот которому Кришна Игулу отрезал этот племянник Суслова-то, отец Григорий Яковлев. Это тоже в моем доме обратился, от бактейстов пришел. Отец Петр-то это прекрасно. Колесников Володя, его зять-то. Он в моем доме... Прокоповский кот? Ну да. Он в моем доме жил, у меня жил. Уж секрет не будет никакой. Он сильно любил мою сестренку. Ну, а че ж такого? Нет, нет, он наженился на его сестре. Мы тогда и Тарасов должны знать. Вот, и он, отец Петр все знает. И Володя, тогда Володя, он комсомольский билет. Мы на короткое время приехали, едем на пенсионерской поездке. И заехали в Белово, вот сейчас мы приехали. Идем по людям, говорим там где-то, и где-то будем собирать, чтобы побеседовать. Дело в том, что я в библиотеке вашей, оставляю в каждом городе, оставляем книги. У меня 38 книг вышло где-то. Ну вообще? Да, мои все. Это книги, они сейчас православные. Вышли, а я назову книги какие в этом, представьте. Мои беседы с Александром Менем, они озвучены с магнитофона. Симфония на не каноническое, лучшее в мире. Симфония на жития святых я составил. 38 книг, это ответы вопроса, которые я в университетах, по радио отвечал здесь. Каждая книга 750 страниц. 64 страниц святые фотографии. Уже отдали библиотеку? Я уже отдал, только сейчас. Так, принеси документы, которые... Нет, документы... Не-не-не-не-не, показать. Теперь оставляю визиточку вам. Да, спасибо, Господи Игорь. Вот в интернете, там форум. Там 50 книг аудио, которые я насчитал. Этого нигде нет во всем мире, отец. 12 томов златоуста мной насчитанное. 12 томов жития святых. Добротолюбие 5 томов. Библия вся с неканоническими. Архипелаголог, Азефрем Сирин, Игнатий Бричанинов. Это все, все в интернете. Можете скачать и слушать. Игнатий, это человек, который много пострадал в свое время. А кто? Я 87-м освободился только. Это друг наш, отца Александра Пивоварова. О, это ближайший. Отца Геннадия Фаста. Да, это мой ученик. Он пришел в меня в доме из Менонитов. День рождения у Ватушки. Ну, а Володя-то Колесников уж, сам знаешь, откуда пришел. Его зять. Зять, он комсомолец был. Мои печки комсомольские билеты сжег. Я так хорошо свидетельствую. Ну, вообще. А эти книги-то приобрести можно? Можно приобрести. Так, сейчас пойдем. Сейчас покажу. Значит так, книги, это не просто книги. И они единственные во всем мире. Их нет этого. Изданный Новый Завет мой, в трехтомнике. Полное толкование блаженного святелакта, оно выходило без откровения. У нас выходит с откровением, которое отец Геннадий Фаста взял по всем святым отцам. И опровержение всех сектантских толкований. Там чудо. И в этих 240 сектней фотографий Густава Дарея иллюстрации мы растрастили. Они подарены Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу, губернаторам. Я положил на сердце в каждой библиотеке. Дарю каждую библиотеку купить. Прямо сейчас выйдем, покажем, у нас машина стоит. Прямую на день рождения мы дарим. Это вообще нельзя. Но православное, это все здесь. Полное толкование нового Завета. Приезжал специально Андрей Кураев. Слышали такого? Да, да, да. Он ко мне на этом приезжал за книгами, когда услышал. Брал. Одьякон Андрей Кураев. Да, да, да. Вот такое дело. Игнатий, 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 я здесь вот на радио. Отец таким у нас служит там, он протеерей. Да. Мы-то из всех, которые, мы принадлежали к русской православной зарубежной белой мигрантской царской церкви. А когда произошло объединение, мы все это признали. И священники эти патриотики, наши епископы вместе служат, теперь все вместе. Слава Богу, слава Богу. Вот хорошо. Ну, сейчас книги нужно где-то показать. Да, но давайте сюда. Так, знаете, что, отец Петр, вот какое дело. У вас тут люди могут приходить и читать? Конечно. Возьмите. Ну, у нас об этом читальный зал, у вас библиотеки. Так, иди вошел. Хлопцы. В грузовом отсеке, вверху, три пачки лежат. Я специально для подарков взял, отдельно. Новый завет, один, два, три. Выделите по одному тому оттуда. Распечатайте. Пачки, они отдельно просто. Они в самом конце, вверху, лежат, там, как на полке. Трех тонненько, да, принести. Вот, с вашей библиотеки. Один, второй из одной пачки взять, один из второй, из третьей. Трех тонненько принести. Мы вчера, в прошлом году только подарили, а у меня минимальная пенсия на один миллион сто тысяч подарили. Ну, слава тебе, Господи. Я больше тридцати тысяч часов провел за компьютером. Сам набор, верстку делаю в фотошопе. Это Бог сделал то. И там же помещено три тысячи, четыреста шестьдесят семь моих стихотворений. Положено на музыку, по лицу. Это Бог дал все. Я сейчас считаю, я ничего не могу признать своим. Да, помоги, Господи, я очень рад этой встрече. Вот, это вот газета «Алтайская правда», почитайте про книги. Вот я вам дам визиточки. Пожалуйста. Это? Это про вашу библиотеку, что находятся все книги, можно брать и считать. Отец Петр, было бы неплохо, если бы вы зашли в библиотеку. А? А? А православным. Адрес Юнос-20. Вы отдали городскую библиотеку, да? Сейчас только оттуда. Да, да, да. А, у вас городская библиотека? С часовни рядом. Да, да, да. Чтобы вы зашли в священник и сказали, что это за книги. Я им показываю, но они, видно, такие люди. А я немножко порадовался в нашей библиотеке. Я думаю, в нашу библиотеку. Нет, я не знал даже, что у вас есть. Конечно, есть. Да сейчас же дадим, вопросов нет. Мне подарите День Рождения? Подарить я в частные руки не могу дарить. У меня нет, у нас кратко. Это только покупать можно. Вы читать, читать будете здесь. А читать, это я для людей положил вопрос. А купить тоже нельзя? Купить можно. Дорога? А смотря что купить. Вы посмотрите, что там, какие книги. Вот здесь они перечисляются. Новый завет с толкованием блаженного фифилакта с комментариями. Это три книги, трехтомник. Вот одну книгу мы понесли в магазин. Мне надо проверить, сколько она. Одна книга полторы тысячи. Одна. А у нас три вместе за полторы. Это одни только цветные фотографии. 240. То, что он делает, ему нужны материалы. У нас же в Игнатии. 90% отдаем бесплатные из книг, которые я знаю. Таше материал на кухне никогда не есть. Вот скажи, Игнатий, а как сектанты себя чувствуют в Дворновле? Ну, понимаете, относительно сектантов они это хорошо знают, что работаем, как огня боятся. Но есть сектанты, которые сегодня приходят, руководители принимают крещение, делаются батюшками в моем доме. Дай Бог. Руководители сектантов. Ну, он отлично это все знает. Но у меня работа очень необычная. Я не так, что сектант, он плохой. Нет. Я показываю, они ревностные, они лучше нас во многом. Но они не церковь. Почему? У них нет рукоположенных таких пастырей. Ну, понятно. Вот что главное. Они не имеют связующей хиротонии с апостольской церковью. И они вначале упираются, а потом, когда покажут, главное наше достояние, это священство. Да. И каноны церкви, которые даны. Вот так. Здесь у меня, которые взяли, центральные библиотеки. Мы собираем людей. Сегодня мы хотели сейчас собрать... Вы Игнатий, да? Прошу прощения. Так, что вы спрашиваете? Да, Игнатий. Игнатий. Да, я знаю вас. Вот мы сейчас идем по домам. Но вы московский патриархат признаете же? Не, не признаю. Я не знаю. А кто вы будете? Ну, я священнослужитель. Нет, я, может быть... Он не расслышал вопрос. Московский патриархат признаете вы? Патриарха. Как же не... Мы никогда... У нас вообще не было, чтобы не признавали. У нас этого не было. Мы далеки от этого. Когда мы находились в зарубежной церкви, и были, которые там стояли, да, патриархия, она безблагодатная. Мы тут на пути стояли мертвы. Ну, я-то просто помню. Я прошу прощения. Никого не хочу обидеть. Но когда я в Сбарнову уезжал, насколько я знаю, что вы и ваши спосрешники, вы как бы не признавали. Никогда не было. Может быть, сейчас уже... Это ложная... Вы за глаза только слышали все. Это вам давали ложные сведения. Это обвиняли. Обвиняли его. Это никогда. Это люди, которые около, которые слышали. И хотели под это подогнать. Как бы я молился за патриарха. Как бы благословение получал епископа Максима, а книги за благословение Максима у него уходят. Ну, вообще... Максим по-разному отзывался. Я тоже с ним близко в общении был. Максим Барнавульский-Алтайский. Знаю я его хорошо. Ну, бывают иногда такие выявления, что вы говорили, и было. Отец Зякон был и раньше, так было еще при советской власти. В чем только не обвиняли. Да. Ничего нету этого. Нет. Обман. Конечно, мы не одобряем то, что есть в церкви. А какой пророк одобрял все, что было в церкви? Кого не гнали, Стефан говорит, кого не гнали отцы ваши, когда распяли предназначившего спасения? Людям нужно сказать. Это я тоже знаю, что Левский Завет вы прекрасно знаете. Если понимаете, если мы посмотрим... У меня вопрос в каноническом общении. Если в каноническом, все слава богу. Каноническом. Каноническом. Абсолютно. Так, ты что принес? Первый. Первый. Вы сейчас... Вы представляете, чтобы я хочу, что я хочу. Слава, что я хочу. Ладно. Спасибо. Черт, я не встречу. Вверху, там, в самом конце, обыгранной пачки. Белая. И в них написано том, новый Завет. Первый том, второй, третий. Там три тома, по одному вытащить из каждой пачки. А эти три тома? А это я тут... Сейчас поговорим. Это все вместе. Значит, это от кого-то где-то как-то слышат. Им не нравится, но это ничего не значит. Недавно собрались епископы, и не один. И стали судить. И тогда встал наш епископ, говорит, вам никогда Игнатия не завинить, не верить, не в общем, тут намерто все. Мы сколько, говорит, не собирались, искали все это мертвое. Да, я не одобряю то, что есть. Никогда не скрывал. По себе я одобрял и был похож на вас. Но в том-то дело, что я не похож. Если я вижу это беззаконие, я сразу стою, кто бы он ни был, патриарх, не патриарх. Я должен выше головы смотреть. Патриарх человек, ему надо спасение иметь. А не то, чтобы мы там стояли, аллилуйя пели. Отец Петр знает, как мы с Войтой еще воевали. А потом, что кончилось? Вы слышали такого Гедеона? Да. И вот он уезжал. И в Тобольске последняя речь его была, он потом митрополит Ставропольский. Я, говорит, 13 лет, говорит, служил здесь. А тогда была и партия у него какая? Алтайская, Новосибирская, Кемерская, Красноярская и Туба. Томская еще, да. Да. Это все одна и партия была. Одна и партия была тогда. И вот он последнее слово сказал, а мне передали. Я, говорит, служил 13 лет перед священниками. Все выиграли лицемеры. У меня был один человек, который правду мне в глаза говорил. Но мы доходили до коленей. Когда я его звал на благовестие, вот так по животу похлопал, а мой брат таким, говорит, я сжался, пошли, оставляй все, Владыка. Бог спросит, выполнили это повеление Божие, идите по всему миру. Это главное. А в главном заложена суть любви к ближнему. Я проповедую, для чего? Для ближнего, чтобы он познал Бога. Так, пока затягивай библиотека. Сейчас пойдем. Зайдем туда. Позови наших, давай, чтобы взяли. Позвить ящик. Чтобы взяли. Только в Барнарске. Помни, сейчас смеемся, говорю, только в Барнарске. Так, библиотеку сейчас нужно будет второй том найти и три-четыре на котором написано. Четыре книги вытащить оттуда. Это можно отнести. У нас воскресная школа. Ага, прекрасно. У нас около 160 детей обучаются. Дети приходят. Много детей. Смотри-ка ты. Нина Александровна, как открыть библиотеку? Найди почту. Пытаюсь, Вася, вы селёте. Так надо пройти как-то, слышишь? Сказать, что второй нашли ящик. И из третьего, три-четыре которым написано. Взяли четыре книги. Вот она, где Берлова, она же, да. Мы вчера залез, там были. А если вы зайдёте в наш интернет, вам просто не выйдет. А если кто в Мейл.ру работает, 10 октября я уже буду в городе. Вы просто заведите. В Мейл.ру, допустим, Кузнецов, там 136 тысяч. Игнатий Лапкин, я один. Просто фамилии и имя так совмещаются, что я один. Вы на меня выйдите, попросите друзей, а я делаю большую рассылку, стихов, книг, фотографии. И как мы ехали, сейчас вот стратеграфируемся, это всё будет выставлено. Представьте, сколько там, там 530 троликов о нас. Вот. Фильмы, которые говорили, там три фильма. Один фильм называется «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси», занявший первыми в России Златоус из Потеряевка, это наше селение и моё прозвище. И третье, первое место в мире занял он, это «Причувствие». Сегодня эти фильмы, они не вызывают того ажиотажа, но тогда, когда всё было сказано о прошлом и времени, директор мира, мир большой, самый большой кинотеатр в Барнауле, я, говорит, сидела и дрожала, зуб на зуб не попадала, а думала, меня рисуют в зале. Но время было уже не то. Уже приезжали первые секретари ко мне домой и спрашивали, как вы могли знать, что вот это всё разрушится. Я считаю Библию и молюсь. Я знал заранее, находясь в вузах, в тюрьме, в наручниках, я знал, это кончится, так не может продолжаться. Мы сейчас, куда ни глянем, на нас всё этикетки какие-то зарубежные, все компьютеры. Почему? Нам не давали в этом направлении, сказали, это ложная наука. Было же это. Кибернатика ложная, бионика ложная. Ну, точнее, Вавилов погиб там, то что спрашивать о других. А сегодня мы на задворках мировой истории. Надо согласиться с тем, что и там мы должны сохранить своё лицо. У нас слишком великое прошлое. И никто не решил нас заботиться о будущем. А будущее – это Царство Небесное во Христе. Эта жизнь заканчивается быстро. И с чем мы пристали на суть Божий? В Евангелии написано, если измир приобретёшь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? И поэтому это нужно говорить правителям. Книги, я сказал у Путина, у Медведя, вот эти четыре книги. Считают они их или нет, Бог знает. Но Путин, а дальше сказал, мне подарили Библию, и когда я лечу в самолёте, есть время посчитать. Но отсюда нет ещё вывода, что он читает. Есть время почитать, а может быть и гремал, а может быть слушал передачу. Ну, я зашёл к представительству президента и спросил, а можно ему послать на диске, на читанную Библию? Можно, я его послал. Вот теперь он может и послушать. И там же архипелаг Булаг. Когда он был в Бутово, он повторял, чудовищно, как же так? Это невозможно. Когда рассказали, сколько тысяч, десятка тысяч священников привозили, просто из-за того, что он священник. Дворянский класс истреблялся, казачество истреблялось, священство, не потому, что оно виново, но потому, что и дети его принадлежали не к тому роду. Такого не было. Но это прошлое. Прошлое, кто забывает, рискует повторить его заново. Вы являетесь обладателями несметного сокровища. Я показываю на это. Не считаю даже того. вопросов. Спасибо. Храня вас Господь. Мы еще, нам на ящики надо где-то освободить. Мы ящики забираем. Для сузуна. Покажите какое-то место, чтобы не трогали. Так. Просто не знаем, может быть. Увидели, на поле работают человека, Бог в помощь. Видите, нам везде звучало без Бога, без Бога. И пословицы-то все они давали. Вот вы взяли книгу, в которой особо будет сказано. На руки нежелательно давать, я сразу сметаю с переварка. Даже в дверях задерживаю, кричат ему пять раз, ну какая у вас там стоимость? Он говорит, я отдам больше. Ну, книга моя. Ее невозможно создать, просто нельзя создать без знания того, что здесь написано. Я могу назвать помощников каких-то, но здесь у меня главное это Евгений Пушенко. Здесь 300 поэтов за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Понимаете? Ну, узнали там что-то в Пушкин, узнали блог. А что они сказали конкретно, допустим, о революции, о создании семьи, о вечности? И вот они, эти поэты, фотографии, а далее здесь и биографии идут. 300 поэтов. Ну, сейчас, ну, от силы 30 назовет человек. Ну, 300. И сегодня хотят сказать, что библиотеки не нужны. Это не просто безумие, это катастрофа. Владимир Лихачев понимает, университеты, институты, это все ниже. Исчезнет библиотека, у нас оборвается тысячелетие корни. И в этом библиотеке нужно придать ее подлинный статус. Не администрация центра села или города, а библиотека. Ну, и отдавал тут, что Лихачев говорит об этом. Видите, на каждый вопрос, который мне задавали в университетах, по радио, я регулярно в три радиопрограммы идут. Допустим, по поэтам. Шесть поэтов на каждый вопрос. Шесть поэтов на любой, о войне. Что сказал Высловский, что Симонов, что сказал какой-то. Ну, и фотографии, видите, все наголованные в бумаге, 64 фотографии в книге. Я показал, что брат у меня протоиерей, тут все показано. Я чтес, и здесь больше тысячи моих проповедей на разные темы. Давайте начнем ваше образование. Так все собрались, да? Да, пожалуйста, да. Я Владимир Игнатий Тихонович, мне 74-й год. Родился на Алтае, тут в газете уже сняли копию. Учился в школе, в большой семье, 10 детей, отец инвалид войны. Но, подчеркиваю это, я показываю, у нас было по-другому. Мы даже малину соберем и делим на счастье. Вот отец придет там в Паскаро, бабушка-то через дорогу живет, они так, чтобы свой род. Нас как-то приучили, мы это сохранили в своей жизни. Это, вот это воспитание, у меня специальное воспитание воспитателей есть. Вот я в школе учился в сельской, где не было иностранного языка. Ну, не было, тройку поставили, учителей не было в то время. Ну, вот я попал в армию. Я не знал, что мне Бог дал, а я ему не раскопал талант. Я за время службы в армии выучал английский, немецкий, французский, выступал среди этих людей. Самостоятельно, без всяких институтов. Я никогда этого не знал. А метод, который я открыл, я потом узнал в Союз Аполлон, когда учили космонавта, этот метод, ну, через почти полвека появился только. Или он был, но я никогда не считал. И поэтому, когда коснулось стоять за истину, мне Господь позволил замолвить слово. появилась книга «Архипелага ГУЛАГ», также переписывали. И недавно была публикация о том, что «Новый мир» журнал 30-летие справил публикации первых глав «Архипелага ГУЛАГ». И ту же литературу, как кажется, сразу опубликовала. Это не так. Ровно на 10 лет православный проповедник Игнатий Латкин опубликовал и наполнил всю Россию. Аудио я насчитал, у меня тон 110 магнитопонов была самых мощных современных. Где Вы брали средства на 10 магнитопонов? Кто умогал? Тут написано, вот эта книга ключ ко всем книгам. А первая-то какая книга из этих всех? Вот из этих, а из этого... Ее можно читать в разнообраз? Вот это первый том. В разнообраз или без разнообраз? Нет, они не связаны друг с другом совершенно. Не связаны. Я тут даже в одном месте просчитал столько, а следующий вопрос уже не связан. Так как мне вопросы задавали по радио в университетах, я в пяти университетах вел занятия в академгородке. Занятия какие? В школе. Ну, это адеография, мировое житие, знание писания, там, как политология, взаимоотношения людей. То есть они под разными наименованиями их пропускают. А Ваше образование какое? Я в конце скажу только. И вот в этой книге это все сказано. Она как бы ключ ко всем книгам. Вот когда дело дошло до публикации архипелаг ГУЛАГ, его нельзя было. Ну, пока тайно было. А когда он уже раскрутился, представьте, 10. А где деньги брал? В то время деньги брал я только вот этими руками. Я закончил строительный техникум, прорабом работал в ДААРНОЕ. А когда я его веровал, это 50 лет, 27 сентября, начиная год. Я с детства знал, что Бог есть, что есть суд Божий, и за все придется отвечать. И мать говорила, что грех. Я этого не знал. Я ни одного матерка до сегодняшнего дня не сказал. Мать сказала, вот женщина помечается, и потом меня Бог спас от разрата. Почему? Ум ничто так не истончает, как разрат. Блудная жизнь. Она истощает мозги полностью. Это сегодня научно доказано уже. Даже доказывать не надо. Меня Бог сохранил. У меня 74-й год, я как будто где-то на возрасте 20 лет застрял и не вылезу. И Господь позволил мне издать архипелагу ЛАГ и брать интервью репрессированно. Кончилось с тем, что меня арестовали. Вот здесь как раз минуточку. Здесь интересная фотография. Она чудом сохранилась. Вот я иду арестован, это розы летят. Я теперь реабилитирую со всеми льготами. Это все описано. Документировано. Какие страницы. Ну, у меня биография. Я в пяти тюрьмах отбывал, как политзапрещенные, и в лагере смерти. Никто не думал, что выйдут. Я публиковал материалы о масонстве, о будущих судебах мира, о политике государства, о крушении Советского Союза. И когда все это начало происходить, в 91-й год, ко мне там первые секретари ехали и спрашивали, как вы могли знать это? И никто не верил в то время. Я не мог знать. Это Бог открыл. Я молюсь. Я каждый день, вот мы поднимаемся, всегда в 4.40. Где мы в 4.40. Мы медленно молимся, исправляем правила, православных так положено. Сто поклонов. Господи, прости меня грешно. И сто поклонов. И после этого поднимаем руки и молимся. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых на небе и на земле. И услышим молитву всех, которые желают нам блага и молятся. И нашу молитву прими о всех, кто заповедовал нам молиться о них. Мы молимся каждый день о президенте, о премьер-министре, о патриархе, о правителях мира. Это нам заповедано. И этим я влияю на судьбу мира. Для людей мира скажут, ну берешь ты на себя слишком много. Это так. И мы едем, вот с нами столько чудес с дорогой было. Два раза от смерти только Бог спасет. Явная смерть, что сантиметр от пропасти и как копанная стала машина. Прокол, но там мы в горах проходили, там через Урал. Вот. Когда я опубликовал это все, меня посадили один раз, потом второй раз. Ну вот. Материал-то накапливался. Это все в этой книге. Как я в тюрьме был, какие были переживания. У верующих, у неверующих никого не было. Мне Бог дал власть очень и очень большую. Какую? Я же сторож. Власть над самим собой. Это главная власть. Отвергни самого себя. И вот я в тюрьме тоже распорядок, что дома. Пойдем в тюрьме всегда в 6 часов. Я всегда вставал ровно в 4. Это невозможно. Там часов ни у кого нету, свет не выключается, ну только глазок на тебя смотрит. И по мне сверяли часы. Я просил, Господи, не оставь меня молитвой Твоей. Я как на крыльях летел. Каждый день, это 5 раз я становлюсь на молитву, час-полтора. Вещем с 8 до 10, камера открывает, охранники с двух этажей, и все слушают. Я 2 часа пропадал. Каждый день. И он спрашивает, вчера, вы молились ночью? Уже 6 человек сзади становились на колени. Можно я тоже с тобой? Это говорят преступники, которые по 6-й ходке называются идут. Это все написано в книгах. И теперь я сотрудничаю с органами этой системы, чтобы людям помочь встать. Конкретно. Бывает там у них голодовку объявили, ничего не могут сделать. Говорят, 4-й день, там ОМОН все перестарались, били, а там такие уголовники, не дай бог, попасться кому-то ему. И говорят, 20 человек голодуют, мы ничего не можем сделать. Я говорю, запустите меня туда. У них там работает ради. Я только пришел, и уже там знают внутри камеры. Да мы не можем сделать. Мы сами не открываем камеру. Вот только глазок, и вот кормушку дать. Ну я допросил их, как они начали, говорят, там он виноват, там можно было без битья обойтись. Я только вошел, они меня уже приветствуют, по моему имени знают. Я начал говорить. Около часа прошло, а там стоят с собаками, офицеры, солдаты, в случае беды, попытаются освободить. Вся камера вышла из головки. Что вы могли им сказать? Это вещь невероятная. Тут и психологи работали. Я говорю, очень просто. Мы верующие, они это знаем, мы, батя, ты тут делал, через тебя тут передачи, другим приходили. Я ходатайствовал, генеральной прокуратуре, их срок уменьшали. Бывает, хозяйственно такие, не за уголовников, конечно. Я спросил, вас кто-то ждет на свободе? Ну, кто ждет меня? Жену я убил, больше никого у меня нет. У него воспоминания, это все основаны на крови. Дальше. Ну, хоть собака, хоть попугай кто-то. Ну, кто-то любил тебя или нет? Начинает вспоминать. Ребята, знаете, голодовка имеет смысл только в одном случае, если воля поддерживает тебя. О вашей голодовке никто не знает, и я не знал, хотя мне все сообщают начальство здесь. Это Солженицын в архипелаге Гула. Вы хотели бы освободиться? Да. Вы знаете, больные не освобождаются. Да какой тут освободиться? 5, в серединах 5 больных туберкулезом, они открытой формы, харкаются кровью уже. Вот поняли, а вы третий день, четвертый не едите. Что с вами будет? Давайте так, до вечера голодовки не будет, а пост. Сейчас я объявляю, это пост. Завтра вы немножко один раз кусите, послезавтра Пасха, перед Пасхой было. А я, поэтому податайствую прокурору края, в Государственную Думу, достали, что им там не додали, когда-то там мыло, купаяки, ну, это не по мелочи. Я, кажется, 68 радиоприемников достал, я по радио все время видел программы, и народ просто, для Пасхи мы купили яйца, покрасили, а я в окно смотрю, он отпетый человек. Он поцеловал яйцо, и гляжу, у него слезы. Эти люди, не все там умрут, я говорю, они, некоторые выйдут на свободу, их Китай не отправят, будет здесь. И ты встретишься им, ты, и останешься живая. Все оправдано. Так? Вот. Он никого не слушает. Меня он слушает, он знает, что я такой же катаржанин, я тоже испытал, у меня все выгорщено, что они делали, узнавали. Но Бог дал мне эту власть. Вот я начальник детского лагеря, 40 лет, православный лагерь. Он один, во всем мире такой лагерь. Дети встают в 5 утра. Для меня до лагеря такого нет. Дальше, чем занимаются дети? Через месяц, детей наркомрак привозят, их родители не могут узнать. Прилетает директор Кэстенского института из Лондона, Ксения Дэнна, профессора психологии живут и наблюдают, в чем, где, в чем секрет-то. И наконец выводят главный движитель лагеря, тире с большой буквы любовь. Это не потворство. Дети должны знать ограничения законам, где у нас уходят в армию, в дедовщину ни один еще не попало. Они послушные, исполнительные, вот племянник в президентском полку их ценят. Это настоящие граждане. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать, про аборт и разговоров даже нет. Это нужно нам? На любом угасонарю это находка. Все это здесь фотографии. Кроме того, фильмы сняты, они заняли первое место в России и на международном киноконкурсе. Это и фильмы, все здесь описано. Кто ставил, какая студия там, красноярские филиалы, этой, Свердловской студии. Вот я теперь о книгах немного скажу. Когда я выступал в университетах, я вел встречи здесь, в Америке, три радиопрограммы, в милиции, в воинских частях, на заводах, на паприках, даже пересчестить нельзя, где я выступал. Такая востребованность была. И среди всех сектантов. Вот эта книга для сектантов. Как они приходят в православие, как делаются православными батюшками. Это тоже нигде не было, это одно место только в России, вот в моем доме. И фотографии кто пришел. И теперь, когда Бог это открыл, люди стали задавать вопросы, я на них отвечаю. Отвечаю, конечно, кратко, но попросили это изобразить на бумаге. И вот тут 8 лет у меня осталось. 8 лет. Вот 38 книг. Вот я беру, допустим, одну книгу, вот стоит она. Вы слышали об Александре Мене, священник, который убил. Мало кто его знает близко. А мы, вот это, мои беседы, с ним приватные, сидим за столом. Их нигде в мире нет, за миллиарды рублей нельзя купить. Почему? А его нет живых. Это был эрудит, эркспертипедист. Выше, у него, кажется, никакого в стране не было. Сегодня это все по радио, все везде говорят, все на него там, губернатор Ирвановской области. Это мои беседы. То есть этой книге нет аналога просто. Вот эта книга 300 поэтов за 300 лет России показывает, фотографии. Их тоже нигде нет. То есть, все знают, какой это поэт. Ну, конкретно, в литературном институте я задаю вопрос. Тут 3467 мои стихотворения и 80 на музыку положу. Кто знает, какое участие приняли поэтов в подготовке к революции? Ну, и вопрос задан, он висит. Конкретно, Мережковский сказал то-то, Максимилиан Молошин то-то, это стихотворение тут у меня идут. Иван Бунин, лауреат в облеском премии то-то. Теперь этот поэт уже выглядит совсем по-другому. Теперь этим поэтом я еще в другом месте это воспользуюсь. Вот эти вопросы, это поэтическая рубрика России. За 300 лет от Сумарокова и Ломоносова. Вот это вот Новый Завет. Теперь он вышел в новом издании. Вот эти вот 4 книги, вот это подарено, подарено Путину, Медведеву, Винни-Леви-Библиотеке. Второе издание. Это немножко дополнило, 120 страниц. Вот это, чтобы издать, вот новое издание с святыми фотографиями. 240 репродукций. 2000 экземпляров. Стоимость завалила за миллион. Абсолютно невозможно издать. Это немыслимо даже. И спрашивают, а как вы издали? Сегодня не знаю, но Господь позволил. Так, прочитайте три строчки. Анна приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании Щекино Азотов. Видите как, я не знал этого человека и по сегодняшний день не встречался. Он богатый и баснословный. У него разные заводы во всех, ну, в Европе, там где-то, в Америке. И вдруг у него погибает жена и сын. Я видел, на могиле был. И он решил построить храм в городе Тула. А в храме священник Иван Суворов, который, ну, лично мне знаком. А у меня брат, он про Таирии, они дружат больше 30 лет. И ему попадает книга через него. Он говорит, а кто же спонсирует такие книги? Он говорит, да никого нет. Как нет? А как он издает? Да как Бог даст? Вот первое, что я делал раньше, не досказал. Я работал прорабом, мне не давали работать. Когда я уверен, вход закрыт был. Я стал печеньком. Печи сделать, бывает, делать. Ну, у вас тоже печь делать. Дня три они там крутятся с ней. Я выкладывал две печи от фундамента до труда в один день. Деньги были немало. Я все вкладывал в это дело. То есть, тогда была магнитофоризация. Издание, это уже просто спонсор. Вот эта вот книга к истинному православию. Вот предисловие. Прочтите, до сих пор хотя бы. Материал для этой книги собирался 40 лет. Выражаю большую благодарность архиереям, священникам МДА, библиотекам, которые по крупице могли сделать подборки материалов. И вот это вот. Автор выражает особую благодарность Клименко Владимиру Федоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета за науку, благодаря которому еще при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч то всегда находятся люди, понимающие. И вот его статьи, эта у Клименко, они как раз в этой книге. Вот в этой книге как раз здесь. Вот. Допустим, отдельная книга, я показал вам. Вот. Зеленый след, он в основном превалирует везде у мусульман. Это Коран. По сурам и аятам. Здесь разобран в сравнении с Библией. И за 1300 лет, 1300 лет, что они были говорены политиками, поэтами, южными, северными, все заложено в этой книге. Это как энциклопедия. Этого тоже не было. Вот отдельно книга старобрядчества. Вот старобрядцы, там, знаете, двуперстно, новобрядцы, троеперстно. Эти для них расходники, эти не коньяли, друг друга называют. Здесь показано самое лучшее, что было у них. И их ошибки. И как нам прийти к единению, и самое лучшее, взять друг у друга и начать жить мирно и в любви. А почему? Мои горни старобрядческие. Мы в православной церкви, а родители из старобрядцев, ну, без священства. Когда я угаривал, теперь брат стал священником этой церкви, мы сегодня там были. И здесь все сказано в документах. Спрашивают иногда благословения. Даже не знающие ли они, ну, приучили быстро их к этому. Повторяю, священники не имеют никакого права рецензировать или что-то. Библиотеки эти мирские, и они к ним никакого отношения не имеют. Они могут только там у себя. Так как и мирские, тоже там не могут вмешаться. Путалось. Так вы зараблялись, получается? Нет. Мы в православной... Я говорю, корни, корни. Родители, когда приехали. Вот благословения, посмотрите. Два епископа благословляют эти книги. Вот, допустим, 15-й том. Это 74 человека, как они пришли к Богу на занятиях, которые я вел университета. Как они уверовали. Вот одна здесь пишет студентка, ну, а потом с красным дипломом закончила, сейчас вышла замуж, она была воспитателем. Я, говорит, захожу, она случайно где-то у кришнаитов была и увидела объявление о наших занятиях в университете. У меня, говорит, было вопросов, сколько, я, говорит, главный вопрос, второй, третий, четвертый, там, перечисляю. Когда я открыла дверь в университет, в аудиторию-то, вы говорили и сказал, о чем я говорил, Иван Геннадт Матфеев, пятая глава, там, вы кроткие, смиренные, там, и прочее. И друга развернули на меня и сразу стали отвечать мой первый вопрос. Я, говорит, только сел, а потом след за ним второй, в том порядке, в котором были. Я, говорит, первый же решет, получил ответ. Она ни одного слова не издала. Я ничего не знаю и до тех пор, пока она это не сказала. Это Бог делает. Как я могу знать ее вопросы? Вопросы были очень серьезные и они записаны в этой книге. Это вот про Александра Мени, который говорит. Вот эта вот книга. Знаете, если у мусульман зеленое, знамя зеленое, оно зеленое. Евреи любят золото. Книга золотого света. Никаких нападок, ничего нет. Это три тома. Что было сказано? Это Талмуд, 12-томник, разбирается во свете Библии и за 3600 лет что было сказано? 3600 лет. Что было евреями, сказано не евреями? Все, что сказано. И как прийти к мирной жизни? Как воспользоваться самым добрым друг от друга и поделиться добром с каждым? Эти книги конкретно на опыте. Дальше. Вот, допустим, работает человек с какими-то сектантами, с дарптистами. Вот открыл тот, видите, православный, отмечает сектант. Никаких нападок, конкретных. Вот я с ними беседую, я обязательно должен подчеркнуть, они очень хорошие люди, хорошие семьянины, они не пьют, не ходят, но они не церковь, у них нет священства, нет священства, нет таинства, прищищения и прочее. И вот на этом, когда они ходят, Господь позволяет им прийти в православную церковь. Ну, остальное, это вопрос, ответы, проповеди. Вопросы. У вас, может, какие-то будут вопросы, а вот это мы оставляем, чтобы можно было давать посетителям и привлекать их к библиотеке. Это у меня книга, первая вышла книга стихов, ну, сейчас из них положено 80 примерно на музыку. Мы людям всем говорим, что человек сам себе не принадлежит, Христос умер за него. Об этом в каждой книге примерно три тысячи ссылок на Священное Писание. Три тысячи. То есть, это разная-разная тематика. Вот вы одеты, как я скажу, одежда, одежда, а в одежде у меня целая проповедь почти полчаса. Вот он снимает, я гляну на окно, окна. На все абсолютно здесь есть ответ. Когда появилось ПВ, как мы этим пользуемся, какой духовный смысл, кто об этом писал, какое должно быть направление. То есть, вот это, что окружает, это тайна. Мы должны ее раскрыть. Я даже, где выступаю, я говорю, у вас мобильники, наверное, у всех есть. Кто изобрел мобильный телефон? Поднимите руку. У меня дети это знают. Взрослые, дяденьки не знают, кто. Мартин Купер. Дети знают. Мартин Купер. Теперь я рассказываю биографию. Дети. Какой же Мартин у нас? Вот теперь дети настороженно слушают. Как он старался, как не получалось, какая конкуренция была. И он говорит, когда я первый раз с журналистами вышел, и там два квартала позвонил тем, которые работали. Они говорят, откуда звонишь? Я сказал, говорит, Суэлл-стрит-авеню. Я услышал, говорит, скрежет зубовный. То есть он опередил их. И теперь в мировую историю он вошел, как Мартин Купер. Хороший этот человек. Давайте помолимся. У ребенка должна быть волна благодарности родителям, стране, в первую очередь Богу. Как этот мир устроен, как до нашего рождения Бог все уже через других людей создал, и ткани, и стекло. Это подготовка к моему появлению. И ребенок на свое рождение смотрит уже с благодарностью. Говорит, как на ребенка действовать? Да вот так. А ты наркотик пустился, ты ничего не понимаешь, у тебя вот что говорится. Выпил вообще. Да у меня папа пьет. Папа ничего там не знает. А ты приедешь, папе расскажешь. Я с ребятишками 24 часа должен проводить. А ребятишки-то чьи? А? Ребятишки чьи? Ну, летом в лагерь, который объявляет. А они объявляют? Объявляют. Вот здесь написано, наше объявление даны, путевки какие есть. То есть лагерь абсолютно необычен. Дети все должны знать. Все в интернете уже работают. А кто интернет изобрел? Я могу вас спросить. Ну, молодежь. Тим Бернесли. Тим это Тимофей. Я им снова рассказываю. Дети, а Тимофей сколько раз вот на этом срывался, не получалось. Как он переживал, что ему говорили. Он впитывает ребенок все. Хороший Тимофей. Правда? Давайте помолимся, чтобы Бог благословил его, чтобы он не погиб в вечности. Вот как ребенка привлечь, вот как к этим уголовникам я зашел. Везде ты должен быть сам. Сам как бы в центре этих событий. И взор людей направить к Богу, ко Христу. Это Бог дает. Патриарх Алексей Второй говорил, отучили людей молиться, отучили трудиться. Вот мы едем от Байкала до Москвы, южным путем, северным вернулись. Это везде мы дарим бесплатно. И все спрашивают, вам зачем это? Такой я труд положил. Это полвека моего труда. И я бесплатно даю. Зачем? Ну явно, что что-то со мной случилось. Я не нормально. Это не делается. Один ответ дают. Это мой народ, моя страна. Они находятся в тяжелейшем положении. Я знаю ситуацию. Готовится полный раздел России. На картах мира она уже под разными красками региона. Как вот? Ну, 91-мым сказали, Советского Союза не будет. Посадили сразу за это дело. Сегодня Гарвардский проект. Самые максимальные два года оставляет. Ну, а возможно ли? Богу все возможно. И даже если наша голова, златоуст, говорит, светится над пропастью, и тогда не отчаивайся. Вставай, проси Бога. Я свидетель этому. У меня такие были ситуации, когда казалось, до вечера уже не дожить. И вдруг тот человек, который это готовил, его вечер не стало, а я вышел на свободу. Это Бог делает. Вам дано здесь большое, важное место. Привлеките людей к хорошей литературе. У вас нет такого в городе места, где бы слово Библия в корне наименования учреждения заложено. Библиотека. Это книга-хранилище. Вы сами должны быть ходящей библиотекой. Вот здесь я отвечаю. На 4124 вопросов. Это, ну, даже в оглавлении первого тома, посмотрите, политика. Разницы никакой нет. Это Бог дает. Притом, а почему вы утверждаете, что вы правы? Я не утверждаю. Я ссылаюсь на Библию, ссылаюсь на каноны, это 719 правил, 7 вселенских, 9 по месту. На жития святых, 12 томов, это 1173 биографии. И на патрологию труды святых отцов, это 300 томов фолиантов. То есть мне Бог дал память, я это все помню. И во время ответов я это даю. В каждой книге это дается. Вот у нас в лагере главный логин, то есть Россия должна встать. Внизу Россия, это мы. И вот такой ребенок должен это понять. Нам другой страны Бог не даст. Мы находимся где-то на задворках истории. 72 место по здравоохранению в мире. Нормально? Ну, когда я из Америки вернулся, у меня спрашивали женщины, я много по телевидению выступал, ну, расскажите что-нибудь. Я говорю, вы не знали, лучше бы вам не знать. Что вы не знаете, как вы живете? Считай, что все это нормально. Вы должны быть освобождены вот на столько-то часов. Для вашего духовного развития это времени не остается. Вот теперь семья, вот теперь ты в этом, ты должна думать о вечности. Весь мир приобретешь, в душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою. А сегодня женщина, это как предмет удовольствия, и везде об этом пишет, рисует. И пишут американские женщины, мусульманкам, какие вы счастливые, вы закрытые, нас раздели до гола. Ходят в городе в одних трусах сегодня уже. Это же не секрет никакой. У них стопроцентная сохраненность девственности, даже замужинства, стопроцентная. А если она не сохранила, она карается смертным приговором. У нас сегодня в виде этот закон мусульманский, нам хоронить некому будет. Я просто знаю. Представьте, воспитатель, капитан, женщина с подростками работает, с девочками, и напишите, какой самый печальный день в вашей жизни был. Ну, а одна пишет, там, допустим, друг бросил, другая, когда посадили, когда ее предали на время следствия. Я так и ждала, говорит, я знала. И вдруг, говорит, 100%, все ответили одинаково, день потери девственности. Я просто статистику вам говорю. Мы потеряли то, что никогда не возвращается. А может быть по-другому? Может, но ты уже другой никогда не будешь. Никогда. Как Лев Толстой Кресли Рассонати пишет. Если ты должен женить бы и знал женщину, ты на всю жизнь остался блудником. Вот Олег Кенковский как раз играет, это показывает. Сверхгениально он сыграл это Кресли Рассонати. По вопросу женскому семьи, лучшего произведения в мировой классике, я не знаю, Кресли Рассоната Льва Николаевича Толстого. Кто-то читали? Смотрели? Ну, вот ответ. И эпиграфом взято из Священного Писания. Кто посмотрит на женщину с вожделением, не просто что-то такая красивая, с вожделением, с пожеланием, уже прелюбодействовал в сердце, уже в блудни. У Бога другая шкала. Я под одеялом, никто не вий. А в это время я думаю, да чтоб его повылазить в таком. Мы ненавидящий брат, а есть человек-убийц. У меня же кровь с пальцев течет. Бог касается сердцевины, души нашей. Все начинается с пломыслов. Вот сегодня где мы не ехали, все виноват, а Путин виноват. Тебе дано это право решать, кто виноват? Ну скажи, вот мы едем в лесу, нет места незагаженного нигде. Это Путин виноват. Да в Германии, ты знаешь, что было бы тебе за это? Свалки устраивайте. Я в Америке ходил там по паркам, меня приглашали по миссионерскому фонду, а курок, и рядом написано тира тысячи долларов. Для американцев тысячи долларов, тоже кусачая цифра. А если, говорит, там, ну что-то вывалил, домой, может, пешком будете без машины. Там уважение к закону. Там при пении гимна перед флагом встают все. А у нас депутаты Госдумы не знают содержания гимна. Хотя здесь, в моих стихах, я участвовал в конкурсе на слова гимна. На тот же самый мотив. У нас в лагере его поют. Никого не вини. Самая конструктивная программа начинать с себя. Но если ты твердый в убеждениях, что тебе надо туда пробиться, а на пути стоит, кто-то мешает, а мне обязательно туда, я обязан ему голову срубить. Вот это самая негативная программа. Я начинаю с себя. Вот у меня доступа до вас не было. Никакого. Что я делаю? Принимаю решение. Подарить книги. Это на третий миллион мы уже дали. Нынче только. Не считаю. Прошлые годы. Нет как доставки. Я начинаю молиться. Появилась машина. Команды нет. Вот она команда. Какая команда еще? Теперь. Как в дороге? Опыта никакого. Теперь у нас уже опыт. Представьте, куда мы проехали. Северным путем из Москвы. Такими людьми встречались. И везде вот такое. Я знаю. Ваши души. Как бы. В какой-то части. Что вы не безразличны к тому, что творится в стране. Вам хочется лучшего. И вы не безразличны, что у вас в семье. Хочется лучшего. Без Бога это невозможно. За меня умер Христос. Кровь пролил. Я себе не принадлежу. Вот это я понял. И с этого я начинаю всегда говорить. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос и смерть приобретения. В латышском языке наванес аурус. И смерть несет плоды. Да какие плоды, когда все отнимают. А вот что я сделал, подарил, Бог мне все это вернет. Понимаете? То есть это эгоизм. Эгоизм основан на любви к ближнему. Я делаю во имя будущего. Спрашивают вопросы иногда такие. вот прямо ставят. А вот что вы ждете от второго срока? Ну, политические вопросы. Я вообще ничего не жду. Я не жду. Я доверяюсь Богу. Вот знаю, как я молюсь. Людям молва идет, что Бог отвечает на молитвы. И звонят Австралия, Америка, там, Португалия. И вот в Германии случай такой был. Звонит одна наш внук. Он у нас один. И на операцию сердца. Помолитесь. У вас молиться некому разве? Ну, мы слышали, вам Бог отвечает. Откуда мне знать, отвечает нет? Ну, ладно. Когда будет операция? Операция через час начинается. Так я молюсь. Как операция начнется, через три с половиной минуты он умрет. Я вам знаю, я уже говорю, сколько будет. Как умрет? Ну, как умрет, перерастосерство, остановилось. Так вам молиться или не молиться? Полная тишина. А как вы знаете? Да ничего я не знаю. Это я взял на житие Фомы, апостола, 10 октября. Откройте, там, просчитайте. Он говорит, ваши дети будут злые, невежественные. Вам надо это? И они покусятся на вашу жизнь. А как вы молитесь? Я молюсь, да будет воля твоя. Помолитесь. Звонит через три часа опираться успешно, но температуру ничего не могут сделать, видимо, вживление, эти вливания. Я помолюсь. Через полчаса звонит, температура пошла вниз. А я не просил температуру. Я просил волю Божию, чтобы этот человек знал Бога. Любил бабушку. Бабушка звонит, а родители. Он был полезен для Бога, для людей, для государства. Хороший христианин это прекрасный гражданин страны. Милиция у меня не нужна. Я ни разу не нарушил закон. Нигде. Вообще ни разу. Зачем нам милиться? А как? А за нее надо молиться. У них большие искушения, большие оклады. И теперь что делают? Вот пишут там, допыдывали, там бутылку в задний проход заразбили, до Наргулева все дошло, там смещают с постов. Ему не положено этим заниматься. Там должны быть люди глубоко верующие. Вот я попал в Строзский, там, Шукшин, Василий Макарович. И как раз только закончилось, я приехал в библиотеку, в церковь зал. И в это время младшая дочь Ольга Васильевна. Вот так. Книги тоже надолго смотрела. А у нее 8 домиков, его полное собрание. Вот такие вот они. Чуть потолще могу. И они, краевая администрация, там лет 5 толклись на этом. Это я самостоятельно один. А о чем эти книги? Я стал говорить. Она говорит, тут каждый год собирается, вот эти эстрады, танцульки, а какое отношение это к папе имеет? Действительно никакого. И какое отношение церковь православная? Папа был коммунист, и он таким, и умер. Причем тут церковь? Я стал говорить, у нас главное пробудить совесть, через Бога. Так папа об этом и говорил. Так нам надо объединять усилия. Она посмотрела в сапогах. Папа мои сапоги носил. Все. Ну-ка дать хоть по сапогам объединимся. Дальше будет видно. Он старался. Но он мне указал самое основное, что все старания без Бога, даже если и получатся, а зачем они мне? Я вам говорю, после меня придет кто и все разрушит. Я делаю во имя Бога. Во имя Бога. Моего Бога. Христа, который умер за меня. И в каждой книге, вот здесь вот, вы найдете вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Которые ваши вопросы. Один раз я был у банкира, это управляющий Сбербанк Алтайского края. И он вот так вот только вот этот дом открыл и сразу попал. Вот я сижу, а я пришел просить помощи. Помощи муки, крупы для детей. Лагерь я чем-то должен содержать. Ну я достал. Достал что-то. Ну такое там соль, сахар. Но мне мука нужна. Мы сами стряпаем русские печи. Я говорю, Владимир Филимонович, да встань ты от меня тут. То есть он меня живого уже, я ему и не нужен. Почему? Он нашел здесь меня. Я не умру, как Пушкин говорил. Не умру, потому что я остался весь в этих книгах. И он финансист. Он нашел ответ. Учитель находит ответ. Юная девушка, парень находит. Тварь у нее идет, он находит. Эти книги, они животворят души. Почему? Они основаны на священном писании. Они основаны на глубокой вере, что все можно изменить. И изменить в лучшую сторону. Если от вас вопросы есть, пожалуйста. Все понятно. Погромче. Все понятно. Понятно. Так. Спасибо большое. Мне так готовы, там печать поставили. И все. Печать поставили. Вот как только в папку я положу сейчас. У меня папочка здесь. Держи. Я оставлю. Все. Спасибо большое. Вот. Смотрите, я поднимаю, закладываю. Все. Я уже не хозяин. С тобой у меня порядок. Значит, еще раз повторяю. Спасибо, Лошадьки. 26-й тонн. Вот этот вот. Постарайтесь поберечь. Я уже восстанавливать не могу. У меня те же решаются. Это 300 поэтов России. Журналисты. Они мгновенно понимают, о чем вещь. А они не могут поверить, что такая книга здесь. Для него просто это находка. Это все берите. Так, на сайт зайдете, там 50 книг, а у я мной насчитаны. 50 книг. Это Архидалаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст. Этого нигде в мире больше нет. Если в Мейл.ру работаете кто-то, то осенью, 10 октября, я буду в Барнауле. Игнатий Лапкев, если Кузнецов Иван, то 143 тысячи Иванов Кузнецовых, а я один. И поэтому меня найдете. Попросите друзей. Скажите, вы у нас были там. Я вас сразу приму, друзья. Я все время делаю рассылки на друзей. Это фотографии. Фотографии. Сейчас мы попросим, вы будете сфотографироваться. Вот. Выставить. О чем мы говорили? На видео снято. Это все будет выставлено. Нам уже в догонку Москва там друзья спрашивают. Ну, когда появится в интернете? Ну, пока не закончили. Мы закончили полностью Алтайский край, все районы. 51. 51. Один экземпляр по 12 тысяч подарили. Кемеровскую прошли на область. Я вам уже отчет даю. Томскую. И Новосибирскую в этом, на этой неделе заканчиваем. Дальше и Кемерово, Омск, если успели. Дали планы такие. Или зимой заслать литературу за Москву в центр до Молдавии, перегнать туда машину и летом начать работать в той стороне. Можно что-то сделать. Никогда не опускайте руки. Просто ты можешь их поднимать к Богу и сказать, Господи, помоги, мне так тяжело. Без тебя мне нельзя никак. Я одинокая, я покинутая. Что угодно у тебя. Выскажи Богу свою мольбу. Мы все дорогие для Бога. Мы Его создание. Он за нас Сына Своего Иисуса Христа отдал. Вы просто оцените, что весь мир, полный золота, не стоит одной души, за которой Христос умер. Вы просто цену себе узнайте и поднимите ее, эту шкалу. Люди могут презирать, могут не понимать. У этих книг очень много врагов, но еще больше друзей. Почему? Эти книги написаны без переглядов в глаза, нравится или не нравится. Я говорю так, как Бог сказал. Эти книги все написаны в пророческом духе. Бог дал мне знания, я их отдал. То есть я Библию практически любое место, два-три слова, я знаю где, какая глава, какой стих, какой лист. И поэтому отвечаю, я конкретно цитирую глава, стих. Не просто там, там где-то. Слово где-то у меня отсутствует, слова случайности нет. Может быть, вероятно, в Библии нет таких слов. Библия да и аминь. Точка. Вот этот Новый Завет впервые за 2000 лет вышел с полным толкованием. Новый Завет, вторая часть Библии и с опровержением одновременно современных сектантских толкований. Вот ходят по домам там свидетели Иеговы, слышали такие, есть люди. Мы не можем сказать, что плохие это люди, они очень хорошие. Но они даже не сектанты, они много дальше ушли. И с ними можно работать. Вот у меня в общине, у нас в общине, есть один, он как бомж. Духонемое от рождения, еще не слышал. Такого добра у нас полно. Теперь он жалился, она студентка 4 курса, 4 репетишн. Он модельный обувь, вот краснодеревщик. Какие таланты Бог открывает в человеке. Но надо было многим пожертвовать, чтобы помочь ему встать. Как помочь? Указали на Христа, стали следить, помогать им. Он будет еще спотыкаться, будет падать, но он уже на верном пути. Сестры, я рад, что с вами встретился. Давайте где-то надпись, чтобы... Да, слово Каин, откуда появилось название города? И когда? Ну, мне просто очень хотелось узнать. Береза переводится из тюркского, а здесь тюркские народы коренные, немного названий не имеют. Нет. Но слово Каин, когда переводится? Береза. Переводится как Береза. Потому что здесь очень много березового. Ага, но слово Каин, вы знаете, что в Библии означает? Это брат убил брата. Амин. Ну, у нас... Ну, люди ассоциации идут на это, потому что... Такая легенда существует. Ну, я был в Абакане, просил, что-то вам говорят. Это не вежья кровь. Да, у нас Береза, но есть легенда старого Каинска, что здесь же у нас убийца царя, один из палачей царской семьи, именно здесь на нашей земле рожден. Я плохо, но это ухо лучше слышу, поэтому я так в бок не могу смотреть. Да, вот. И поэтому есть такая легенда, что вот он... Когда здесь он родился, когда вот он сюда пришел, и что когда был изгнан... Когда Каин убежал, он был в этих местах. В этих местах был, и вот рот его здесь прошел. С какого народу принадлежит? Это наша старая... Фольфор, да? Так назовется. Легенда. Ну вот, сестры, допустим, вы желаете работать с детьми. Третий том. Вам сейчас не запомнить, потом вы узнаете. Жития святых. На чем у русских людей Библии-то не было. Жития святых. 900 лет примерно воспитывались они на них. Вот теперь жития святых конкретно по любому вопросу, который мне задают, это 1173 жития. Я сразу раз, шесть несколько ответов из каждого жития. Есть 1173 биография, ответ. Вопрос и опять ответ. Вот эта симфония, она меньше всего будет востребована, но не канонической книги. Я на нее потратил где-то около шести лет. Так трудно давалось. Но обычно один корректор, два бывает. Здесь 18 корректоров. Работало, они могли закончить. Самому пришлось. Это по одному слову, как найти нужное место в Библии. В Библии, знаете как, там с таким намеком дается. Допустим, ты нашел мудрого человека, если ты нашел, то истирай пороги дома его. Не говорится, счастье ходи. А ты знаешь, ну где же это написано? Ну не могу говорить, там один китайский товарищ. Только открыл слово порог, и слово порог сколько раз встречается в книгах. Наконец, порог высокий, помогает споткнуться там. И наконец, истирай пороги. Ага, семь двадцать нашел. И по каждому, все глаголы, я свел в один глагол. Все подлежащие в один, очень легко искать. Это лучшая в мире симфония. На неканонические книги одиннадцать, которые сектанты не признают. Но ими пользуются святые. А вы в церкви, в церкви, в вашей были православные? Сегодня сейчас оттуда. Я показывал уже там библиотеку, пришлось подарить. Отец Дмитрий расписался, печать поставил, я им показывал. Вот. Ну мы очень спешим. Сейчас мы должны по северным районам пройти. И через Карасук, видимо, вернемся. Но так как церкви уже отдали, у нас теперь на три города уже не хватает. Придется еще один раз когда-то заглянуть. Может, попутно, когда пойдем на Красноярский край. Попробуем. Счастливо вам пути. Спасибо. Вот так вот, для вас она, для детки шесть листов. Человек такой трудный, как они здесь. Возди. Да, конечно. Или возди. Нет, у вас последний. Да, да, да. Боже. Спасибо. Вот. Спасибо. Спасибо. Знаете, когда вы идете на сайт, вот сюда вот, на сайт, он называется библейский православный сайт. А вверху, зеленым, кажется, по коричневому, наоборот, написано православный форум Игнатия Латкина. В него только щелкните и вы сразу на форуме. Там 1300 тем. Там море и океан. Там и пропаде патриарха. И вот Андрей Кураев, слышали такое? Да. Он ко мне приезжал надо купить книги. Они все у него есть. Он сам пишет книги основы православия, этики православной, школах по его иду. Но он приехал. Я лично знаю, кого Золотухин такой артист был. Был, гостерец, Валерий Сергеевич. Он тоже приезжал за книгами. У него сын священника. Другим несчастье случилось по весенству. Так что... Спасибо. Спасибо. Частливо вам. Частливо. Здесь нигде нету желания получить славу от людей. Вы увидите. Вот когда читают это, это как в биографии, то когда я освободился, то уголовное дело мне обязаны были дать, как я реабилитированный. Ну и я выписал все, что там, кто показания, там бывает некоторые даже не участвовали в суде, но показания. Самые негодные показания все занесли. Мне говорят, зачем? Никто этого не знал. Отношения к вам изменятся. Ну там показывают, какое... Я уважаю считателей своих. Считатель разберется. Самое негодное, даже скажу, поганное, все занес сюда. На суд тех, кто считает. И по слову Божьих вреда никакого нигде не было. Бог на сердце положит, что так это или не так. Ну вот. Спасибо. Так, теперь это вам. До свидания. До свидания. Здесь вопрос абсолютно на все стороны жизни. О семье, о работе, политика, экономика, социология. Мне Бог дал эти знания. Я отвечаю, сначала просто ответил, а так как я слышу плохо, это мне на пользу. В письменном виде бумажки идут. А уже дома, теперь в развертке, я даю полный ответ. Чтобы показать, что эти книги никогда у вас тут и не были, и не будут. Я должен просто показать, это фунина здоровая шла. Вот, допустим, мы слышали, священник был убит зарублен Александра Бмени. Они вам сколько передают. А вот это наши с ним приватные беседы дома. Их нигде в мировой литературе не было и не будет. Почему? А его нет, его убили. А все это, которое я отдал, там написан наш сайт, там в аудио мы с ним беседуем. Значит, написать там уже любое. Вот 20-й том. Беседа с Александром Бмени. Ну, сын, у Михаила был долгое время губернатор Ивановской области. Вот одна книга. Здесь речь идет не о том, как молиться только. Одна книга, о которой говорили, что если есть возможность на руки не выдавать, она сразу уходит. Это 300 поэтов России за 300 лет, как они высказались по определенной тематике. Ну, я на большой аудитории, то есть очень большой аудитории выступал. Я спрашиваю, скажите, вот вы на этот вопрос можете ответить? Ну, допустим, Академгородовок, там ученые, люди, Новосибирске. Что сказали поэты о подготовке к революции? Ни один не может сказать. Здесь прямо, то есть, без Евгения Втушенко мне бы это не издать, я осознаюсь это. Главное, материал сырой был им представлен. Кто? Максимилов Волошин. Иван Бунин, Главное Турцовское премиум. Шесть поэтов на каждый вопрос. О семье. Здравствуйте, Кольцов, Никитин, Крылов. Шесть поэтов. Как устроялось государство, в устроении государства, Сумаровков, Ломоносов. Шесть поэтов по определенной тематике. И теперь уже на этого поэта ты будешь смотреть по-другому. Не просто книжку взял и здесь что они сказали вот в этом направлении? А бывает, он ничего не сказал. А в войне тут сразу ясно, кто бы. Соский, Симонов. 300 поэтов России за 300 лет. И вот их фотографии. Где жили, когда жили. Тут некоторые даже не слыхали. А эти были крупные поэты, как больно. Вот это вот у меня симфония на жития святых, на которых жизнь на России строилась тысячу лет. 12 тому. Январь, февраль. Любой из вас. Татьяна. Кто такая Татьяна? Татьяна Микомученица. Где известно? Такого-то числа, так та-то она была. И вот по этим книгам я составил симфонию. Иногда спрашивают, а кто благословен? Знать не знает этого слова. Ну и это есть. Вот два епископа. Епископ современный Максим Алтайский. Вот. Теперь книги, вот как здесь изданы, я еще раз возьму власти, чтобы показать их. В Алтайском крае их не издают. Они могут издать вот так, как у меня вот эти первые были в мягком переплете. Это на дневной основе. А где же, когда так издают? Вот ответ. Это лучшая, может быть, типография в Сибири. Могу посоветовать. В последней строчке. Вот это новый завет толкования. Горно-Артайское. Мы сейчас съездим там. Ну и все там. Это новый завет. Вторая часть Библии с полным толкованием святых отцов. С откровениями. Это впервые за две тысячи лет вышло. То есть все материалы, даже слово уникальное не подходит. Они единственные за тысячелетие. И здесь же 297 моих комментариев на толкование Блаженного Фефилакта. Вот эти три книги и вот это, четыре, они вышли в втором издании. Пост на подарок патриарху Кириллу, Путину и Медведеву. Показали в их библиотеке даже. То есть эти книги для многих известны. Так скажем. Здравствуйте. Вот это вот как бы ключ ко всем другим книгам. Для слова Божия нет уз. Вот я стою с Баварином. Когда я освободился, последний раз, это в 87-м году, я политзаключенный. Некоторые, может, даже забыли, что такие времена у нас были. А у нас документы. Документы некоторые, сейчас я разговаривал, даже в руках не держали. Открытый, посмотрите. Какие госы берет государство. Вот стоит Владимир Николаевич Баварин. Я выиграл у него два доника. Как? А когда я освобожден был, реабилитирован, а теперь что у меня изъяли-то? По закону даже вернуть, а возвращать нечего. И 11 лет шел процесс, и я его выиграл. Это я с патриархом. Вот. А вот здесь вот, даже очень редкая фотография сохранилась. Сейчас я покажу. Я арестованный иду. Вот, это летят цветы. Вот шестой год. Во всю шла перестройка. Об этом сняты фильмы. Вот я дал вам, у всех есть теперь сайт. На сайте три фильма, снятых о нас. Один фильм занял первое место в России, «Златовус из Потеряевка». Это мое прозвище и название деревни. Второе, «Причустие». Первое место взял, наверное, в международном киноконкурсе. И нас назвали «Искорка возрождающейся России». Это фильмы документальные о православии. То есть, мы на деле показали, вот смотрите, вот деревня, 17 тысяч сел исчезло. Мы взяли землю, лопата, первая корова, школа построена, храм, без помощи государства. Ни одного рубля за 21 год. Теперь интернет работает, музыкальная школа, иностранные языки. Обыкновенная, вот эта, мирская школа, но учителя все верующие. Алтайский край, Мамовский район. И мы говорим, так называемое слово «проблема», я его не уважаю, это не наше слово. Нерешенное вопрос, они очень легко решаются. Но надо многим пожертвовать. Вот у нас спрашивают, ну а как вот ребенка отдали, мы купили наручники, батарею его припалываем дома, уходя на работу. Он все вытащил из дома. Они уговорили меня взять, но у меня же не зона. Он такой, сошел, канапку схватил, третый к носу. А ребенку-то всего 14 лет. Через месяц приезжает, они его узнать не могут. Прилетает директор Кастерского института с Лондона, профессора психологии, исследует, как можно провести такие изменения. Никак. У меня нет никакого образования. Анатолия верующий. Мы встаем в 5 утра, пробежаться по росе, на завтрак искупаться, работать, пилить дрова, свой огородчик, начиная со смолитвы, читая им Евангелие. И они знают то, что вы не знаете. А чтобы вы не обиделись, я вам скажу, мобильники-то, пожалуй, все уже завели. А кто изобрел его? Все? Это же мне ответ. Мои дети знают. Мартин Купер. Сразу в детей волна идет новая. Дети, какой умный был Мартин Людь, а он живой. Давайте за него помолимся. Как он облегчил нашу жизнь. Вы знаете в интернете? Кто интернет изобрел? Не знаю. Тим Бернесли. И записано, дети знают. За Тимофея этого помолиться надо. Он хороший человек. Он так помог нам. То есть вот это желание благодарности в ребенка надо сегодня заложить. Мы не родились. А люди придумали бумагу, как вот печатать. Это люди подготовили вход наш в этот мир. Простым детским языком это доступно. Вот я работаю 17 лет с заключенным. Ну, в первую очередь, они знают, что я сам катарший бывший. Дальше я знаю, о чем он думал. И не просто с ним работать надо. Взять часть горя этого на себя. Какая моя вина? Это самые конструктивные программы. Вот начальник мне говорит, у нас тут неприятно. Самому переусердству фильм, зона был такой. Двадцать человек, некоторые уже шестой раз идут там. Ну, третий день в голодовке, ничего не можем сделать, там тюрьма из-за них трясется вся, 3700 человек. Я говорю, запустите меня к ним. Какой запусти? Там даже говорить об этом. Ну, я подпишу бумагу, что я верующий, что он с Господа Бога будем спрашивать. Ничего не будет. Они выставили там с собакой офицера, запустили. Ну, я не больше, как сейчас был. Вещий начальник звонил, вся камера вышла из голодовки. А что вы могли им сказать? Я жизнь проработал, даже в мыслях не было. Очень просто. У вас кто-то на свободе есть, кто вас ждет? Ну, этот вопрос можно ответить, если кто-то есть. А если нет? Ну, хоть канарейка, хоть собака-то есть у тебя? Я же с конкретным говорю. Да, у меня там вот, ну, была подруга, правда, жену-то я убила, начинает это. Значит, тебя ждут. Тебе хочется на свободу. Но ты знаешь, мертвые не выходят. Надо сохранить здоровье. Из вас сколько туберкулезиков? Пятеро. А вы знаете, когда человек не ест, туберкулезу-то как-то и надо. Ну, тебя хватает. Солженицын говорит, теперь я ему доказываю. Архитилла ГУЛА, глава такая. То он говорит, забастовка имеет смысл, а сеноволит тебя поддержит. Тебя не поддержит. Я на воле, я поддержит. Сегодня у меня очень близкое отношение с прокурором края, представителем Крымого суда. И в Госдуму могу, как раз, проникнуть. Я везде сообщу. Иду к губернатору сегодня. Требования эти ваши будут выставлены, на озвученные, я ничего не могу обещать. Но вот этого не было, не было, это я достал. 56 приемников достал, проще. Так он на улице теперь встретился, освободился, а сам с бутылкой идет. Видно, с женой. Трезвый. Кричит, приветствует. Мне подойти к вам нельзя, у меня бутылка. Вы что тогда для нас сделали? А мы на Пасху купили яйца, покрасили. Я смотрю, он целует, у него слезы. Эти люди в Китае не будут посланы, когда освободятся. Они к нам придут. И кто он будет, звери или человек, теперь это на нас ложится. А я 17 лет, хожу в камеры и несу туда, что могу достать. Это одна отрасль. Я 17 лет, 17 тоже лет, в АГТУ только виду занятия. В университете, который есть во всех, 20 школ примерно, во всех, 5 отделов милиции, гор и края ВВД. Я единственное, у них проповедник православный, который по заказным темам, там, экстремизме, там, выступает. Мы должны просто раскрыть свой талант перед Богом и помочь людям раскрыться в этом. Ну, а для этого, еще раз повторяю, нужно отвергнуться самого себя. Когда я вот отписал, у меня ушло больше 30 тысяч часов за компьютером. Видите, сам набор делал, сам версту. Это сколько же ушло? Для чего ты делаешь, это меня спрашивают, если такие деньги, это 10 миллионов ты можешь, вот это переизданное одно, 3-х томник, 2 тысячи экземпляров, завалило за миллион. Это в библиотеке Путина «Медведи и патриархи». А я отвечаю коротко, два предложения. Это мой народ, моя страна, другого не будет. Меня Бог на это избрал, дал мне знания. Я их сумел не изложить. Теперь, представляю это людям. Я вам показал. То есть материалы, которые невозможно сегодня издать. Вот, отвечает, кто спонсирует. Слух, прочтите? Полис Алексей Александрович, президент объединенной химической компании «Щукин-Азон». Вы знаете, вот такой был, он сейчас на пенсии, Писоцкий, Владимир Филимонович, управляющий Сбербанка, все пенсионеры у него. Это один из самых близких друзей. У вас свободный курс идет, там генеральный секретарь Пургин, Юрий Петрович. Он только на 250 тысяч помог фотовыводы сделать бесплатные. То есть, вот меня когда спрашивают, в моей жизни столько таких было поворотов, и спрашивают, что самое большое? Ну, что-то я выделяю. Самое большое я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. И почему-то они мне встретились. И они приняли деятельное участие в том, что я делаю. Как будто это их родное дело. Это не члены, не общие. Даже бывают и церковные, и евреи, и мусульмане. Все стараются помогать. Все помогают, понимают, что это то самое. Вот, смотрите, мусульманство. У них зеленый свет. Превалирует на всем. Здесь полностью разорвано Пасура Майяябл, без Корана. И что за тысячу лет? Тысячу триста лет было сказано. Как нам прийти к мирной, счастливой жизни? Я работаю среди мусульман, и могу это сказать. Вот здесь же три тысячи четыреста шестьдесят семь моих стихотворений. Кроме того, что три стопа это здесь. Сейчас стихо, стихо, 80 стихотворений, положено на музыку. Отдельная тема евреев. Евреев это золото, больше других. Пожалуйста, золотого света. Три тома. Все, что было сказано за 3600 лет. Это писатели, поэты, политические деятели, цари, религиозные деятели. Это в три тома вошло. Как нам прийти к мирной жизни и как самое хорошее позаимствовать друг у друга. То есть, эти книги, они просто не имеют аналога. Они как называют энциклоперии по каждому вопросу. Вот это вот отдельно. Второй том. Это как работать с сектантами, с баптистами. Не так, что они плохие, а мы хорошие. Я с другой позиции захожу. Во всем виновен я. Если бы мы были какие надо, то их бы и не было. Зачем бы за море это теперь волокло их столько-то. А то, что все упустили. И человек говорит, я ходил бы снявка, пришел за свадьбу столько, за это столько. Да у вас еще, кроме денег, еще нет. Вы какой-то комок устроили. Я ему должен показать, признать свои ошибки. У меня брат священник. Но у нас все делается бесплатно. Мы не за крещение, не за вещание. Это все высказано. Вот человек, который желает работать с этими людьми, я скажу, что многие из них лучше на словах. Православный всегда. Почему у нас иконы? Почему мы крестимся, крестное знамение, Божью Матерь почитаем? Не просто так. Вы не правы. Он по Библии доказывает. И я с ним могу разговаривать только на основании Библии. А Библию я 50 лет изучаю. В каждом доме здесь примерно 3000 ссылок на священное писание. Я на разных языках его читаю. Бог дал мне такие знания. И им нужно это показать. И лучшие, которые у нас еще есть в России, священники, это пришли в моем доме, бывшие там, Минонит один, теперь он магистр богословия в патриархии, от которого Кришнаит убил голого отряда, золотоплемянник Сусла, в моем доме кто обратился, следователь КГБ обратился и стал священником. Понимаете, это люди очень хорошие. И беседуя с сектантами, мы не можем сказать, у вас неправильно всех, у них многое правильное. Правильнее и наше. Но они не церковь. Почему у них нет священства? А нет священства, нет таинства, а без таинства без причастия и не спастист. Я беру только два момента, церковь и священство. И вот на этом Господь их находит. Они любят писание. Ну, у них Библия 66 книг, они 11 просто выкинули. А на эти 11 книг Господь мне позволил лучшая в мире симфония со страны. По одному слову, как писать. У меня тоже где-то около 5-7 лет ушло. Это единственная книга, у которой было 18 корректоров. И так и не оселили. Самому пришлось заканчивать. Так. А вот это вот, видите, они в дороге терлись, она лежала, синенькая на ней, так это, и все новые. Это старобрящество, старовера. Начинают говорить, староверы, они такие, когда прочитаете, вы увидите. Старовера, это князь Владимир был, Сергий Радонежский, это все староверы, они все молились, вот как. Но в 1656 году патриарх Никон провел реформу Староперсных. Нам не о чем спорят. Сергий Радонежский молился так, Староперсный Саровский так. А о чем мы спорим, когда они оба канонизированы, это наши святые русские. Мы должны смотреть открытым оком, как это называется. Я, видите, как даже открытым оком, оком, делаю не вниз, а кверху, как бы насильно поднимаю глаза. Это из Библии взято. Задумайтесь, люди, за чего мы живем. Христос умер за нас, Он жизнь отдал. Он умер на кресте и кровь свою пролил. Страдали на кресте, меня Он искупил. Он жизнь отдал тебе. Он говорит, а чем воздал ты мне? На основании Слова Божия, это вот и священник, это брат мой, это епископ стоит. Видите, какие снижения. Это наши члены общины, врач краевой больницы Барнаук. Скажите, пожалуйста, вы священник? 13. Повторите. Вы священник? Я старостный чест, брат у меня, протеерей, отец Акин, 32 года. Я не священник, то есть я много раз мог быть, но все согласились, что я имею доступ, священство, могу мне закрыть там. То есть вы писатель? Как это? Вы писатель? Я тоже так понимаю. У меня здесь 3467 моих стихотворений. Назвать себя поэтом, я не дерзну. Потому что, я считаю, поэтов у нас, Евгений Тушенко сказал, говорит, три поэта у нас в стране. И когда твоих назвал, он сказал, спроси, а кто третий? Он говорит, ну, разумеется, я. Вы эти книги презентуете, вы их дарите или продаете? Вот посмотрите, пожалуйста, маленькие здесь, внимание только, книги, набор я делаю сам, компьютерная верстка делаю сам, и сейчас ты фотография. И теперь я это все дарю. Нынче только мы подарили. Вот сейчас заканчиваем, это на миллион двести пятьдесят тысяч. А у меня минимальная пенсия, мне не давали работать. Не давали. Почему? То есть это было время такое, когда это было, как патриарх Алексей сказал, не вторым сортом нас считали, мне намного дальше. Вот в армии берут человека и, как правило, начинают стонать, ой, за полтора года пропали, а я служил в морфлоте. И за время службы в армии я изучил английский, немецкий, французский и все политические системы мира. Понимаете, от человека все. Как ты в себя поставишь? У меня определенная цель прославить Христа. Для меня жизнь Христос, смерть приобретения, Павел говорит. Когда я говорю, людям трудно понять. В Библии написано, десятину должен посвятить священству. Сто рублей заработало, десятка принадлежит священству. Вот начинают стонать. Да, пускай завтра у него машина иномарка. Я никогда не подумал. Я с первого дня, как обратился, я для себя взял. Я буду платить 9 десятин. Из 100 заработанных, 90 отдаю на дело вложивание. И так 50 лет позади. Я работал на кораблях и учился на штурм на высшей мореподной школе. Вот одно у меня стихотворение такое, как корабль наш терпит крушение, погибает это. И последний стих. Когда мой корабль там прокинет пучиной, а рот поперкнется волной, дай Боже, чтобы к небу своей кончиной других я увлек за собой. Вы знаете, как Моисей, пророк Божий, водил народ свой и согрешил, Бог ему не позволил войти. И Бог говорит, зайди на первую вершину, фазги умри. Я заканчиваю. Обо мне стихотворение, мной написано, на музыку. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упада. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умираю, я никому не доступен, а это моя жизнь. Итак, вы пойте во владение этими книгами. Вопросы? Так, еще. Вы по всем районам дарите? Сейчас я еще скажу. Мы ставим, то есть лично я, ставим библиотеку очень высоко. И Дмитрий Сергеевич Лихачев потом сказал, исчезнут университеты, знания. Человек не потеряет еще много. Но если исчезнут библиотеки, человек теряет все корни, какие были у него. Это сейчас мы были в Бурле, там, и у них выписка библиотеки. Я говорю, как вы нашли-то эти его слова? Они такие редкие. И поэтому мы оставляем, кто люди будут приходить, давайте, чтобы они знали, к чему обратиться. Посмотрите. Здесь сайт. Супер сайт. 50 декабря у меня насчитаны. Здесь, когда на сайт зайдете, а вверху написано православный форум Игнатий Лапинович, щелчок, и вы на форуме. На форуме 1300 тем. Там кого только нет, каких писателей, откуда приходят. А сколько лет жизни вы посвятили своей жизни? Погромче. Сколько лет своей жизни вы всему этому посвятили? Видно, вы очень... Рома 50 лет 27 сентября. Вы знающий человек. 8 сентября в 5 месяцев я пошел вот этим путем. Я знал, что Бог есть. Но дальше этого не шло. Ну а вот на вас такая скромная... Я плохо слышу, потом подхожу. А на вас такая скромная одежда. Это как бы ваш образ жизни? Это не моя она. У меня вообще одежды нет. И сапог нет, они почти... Но мне ничего моего нет. Это мне что-то подарили. Вот это ваш образ жизни? Или вы так мыслите, что надо не жить так? Я живу так. Я живу так. И это для меня не то, что я думал образ жизни. Просто я по-другому не могу. Я всю жизнь так прожил. Меня это вас заинтересовало, потому что у вас логика мышления очень сильная и серьезная. Но когда смотришь на стиль вашей одежды, то люди только с определенным образом мышления могут себе это позволить. То есть для вас это не считается главным, да? Вообще никак не считается. Это... Вы обвините. Ну, это тоже как бы задает свою мысль сегодня. Такое, наверное, сегодня шокирует. Выпочт, нет, не шокирует, наоборот. Это как бы согласно вашего образа мышления, о чем вы говорите, это как бы соответствует, что для вас все мирское это не настолько важно в данном моменте в одежде. Поэтому я вам задала свой вопрос. Он очень такой серьезный вопрос. Я скажу об одеянии. не только о питании. Вот прошлое, когда еще до реформы было, у меня на питание уходило 9,80, 11 рублей в месяц. А я работал на стройке. И у меня на стройке, ну, стройка, что я печник, плотник, у меня в тресте первое место все забыли. 280, 300 процентов выработки. Я неукротимый в этой работе. Просто мне было... Ну, тогда можно вам дальше задать вопрос? Можно вам дальше задать вопрос? Да, пожалуйста. А ваше жилище и где вот вы как к своему жилищу относитесь? Я заинтересовалась вами просто. Вот если вы войдете в интернет, вы узнаете столько, что даже сказать нельзя. Три государственных фильма. Один первое место, лично в моей биографии, занял первое место в России. Среди документальных кино в православии. Второй фильм причинств я взял главный приз на международном киноконкурсе. Ну, там главный приз тоже я исполняю. Ну, не потому что я герой какой-то. Меня просто избрали, упросили, и я отвечаю на вопрос. Но вы этому посвятили жизнь, надо полагать. Поэтому вы здесь. Это Господь так сделал. Понимаете, вот. Но вы же как-то пришли к этому, что именно надо так в жизни жить. В Екатерине были мы. И там храм. Храм сейчас показывал, патриарши, которые благодарны оттуда. И царское семейство, княжны расстреляны. Я не могу ничего сделать. Я подошел, прислонился и заплакал. Что мы потеряли? Куда мы пришли? На днях статья была Большая Комсомольская Правда. И на развороте написано, если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы ныне было 600 миллионов человек. Где 450 миллионов? Какой Змей Городич сожрал? Такую страну прохлопали, такие богатства. Я, когда решение принял это отдавать, мы до Байкал приехали первым, потом на Москву южным путем верхним вернулись и в каждом дарят. Нынче на миллион 200 тысяч подарили. 250 тысяч. В прошлом году, было прошлое миллион 100 тысяч. Вам зачем это? Все знают, как я живу. Ну, для себя хоть чего-то ставьте. Ну, тогда можно вам вопрос еще один? А вам легко с этим жить? Знаете, это даже, опять же, не то слово. Я никогда не... Или может, даже я его не так задала. Как вам с этим жить? Как вам живется с этим? Что вы настолько, как бы, свое умо, все философские это прокручиваете, понимаете и оцениваете. Как вам с этим жить? Как бы вы на этом с этим жить? Знаете, я захожу однажды в Крайвове, сидит мэр города, он входит в Баварин, входил в лучшую десятку мэров России. Краевой судья, генерал-лейтенант, начальник крестиции, генерал-лейтенант. И они говорят, о, а у них там день рождения справляются. И мы только о вас говорили. Я говорю, и что? Более счастливый человек мы просто не знаем. Как я с этим живу? Почему? Вы делаете то, что вам нравится. Понимаете? Вот вы вопрос настолько серьезный задали, и теперь недавно с тобой познакомился, шолоховец Стручков Александр. Ну, в интернете, в мейл-руб. И он на весь интернет выступил. А вы знаете такого человека, Игнатьев? Ну, кто-то знает, кто-то нет. Я не встречал более счастливого человека. Шолоховец, профессор, там, доктор, там, литературоведение. Он только просмотрел, что обо мне написано, там, сотни страниц через гугл. И он ахнул. Как я мог не знать? А для меня это вообще как будто нет. Я вижу вот эту беду в детях, когда я 40 лет с детьми и вижу, какая деградация идет в народе. Я согласен, это правая рука патриархи Кирилла, отец Дмитрий Смирнов. Его спрашивают, ну, неужели ничего нельзя отец Дмитрий на круглом столу? Он говорит, решите сами. Средняя российская семья 1,8. Мусульманская 8,1. И чтобы остановить этот процесс, нам нужно с сегодняшнего дня в каждой семье, как Жириновский, слушайте, не 4 жены, но чтобы каждая родила не меньше 8 детей живых было. Возможно ли это? Ну, понятно, что это невозможно. Когда меня спрашивают, вот сейчас эти девчонки заскочили, там в храме поднимали ноги, присали в храме Христа Спасителя, мы там подошли, помолились. Мне звонят, там Италия, Испания, Америка, ну, просто знают. Что бы вы сделали? Вопрос задают, а если вы были патриархом? Ну, конечно, в первую очередь, не дай Бог. Первым делом я приготовил бы убежище, чтобы до вечера не убили. А дальше начал бы реформу. Первое, что сделал? Прекратил бы всякое строительство храмов. Освободившиеся деньги пустить на издание Новых Заветов. Прийти на помощь народу. Все делать бесплатно. Я знаю, о чем говорю. А вот это, что девчонки там сейчас арестовали двое, там Александр, Невзоров, все на их стороне. Ситуация настолько серьезная, что патриарх призвал к всероссийскому стоянию. Ну, вам это не секрет. Меня спрашивают, а что бы вы сделали? Я никому не присвояюсь. Я бы сделал следующее. Собрал немножко денег, купить вот такой амбарный замок и на храм Христа Спасителя навесил. Все. Храм осквернен, молиться нельзя. Выходим на улицу. И три месяца под дождем, под жарой, патриарх, все бы молились. Сердце всего народа обратилось бы туда. Девчонок не трогать. Только молиться. Кого трогать-то, когда она несчастная? Что они делали? Пришли на Манежные площади, неделя оставалась до родов, они разделись и стали с тобой купляться, как животные. Кого наказывать-то? Больше наказания придумать нельзя. К ним прикасаться нельзя. Мы можем только молиться. Наказать сами себя. Как мы это допустили? И не хватать их надо, а молиться о них. А где там уже в других храмах осквернялись, даже мочи весь, все храмы закрыть. И выйти на улицу, и перед храмом молиться. И день, и ночь, плакать. Это мы. Из-за наших грехов Бог показал, кто мы такие. А вы с Кириллом лично знакомы? Так. Вы с Кириллом лично знакомы? Не знакомы. Патриарх, когда наш епископер был, он спрашивал, какие отношения с Игнатием Латкиным. Ну, Патриарх знает, я ему книги высылал. Андрей Кураев, если знаете, это дякорто. Все эти книги, он приехал, там не надо взял. Артист Золотухин, Валерий Сергеевич, он тоже приезжал за книгами. Как вы относитесь к тому, что сегодня церковь в лице вот Кирилла нашего настолько близка с руководителями нашего государства? Значит, что церковь участвует сегодня в политике, проводимой внешней политике, проводимой нашим государством? Вы как к этому относитесь? У вас как звать? Ну, Зоя Кирилловна. Зоя? Зоя, да. Зоя. А вы знаете, что Зоя означает? Знаю. Жизнь, это Ева. Но я не его поднял. Мне вопрос, и вы башни, чрезвычайно нравится. Я как раз на этот вопрос уже отвечал. Притом, в книгах отвечал, а сегодня отвечал в милиции, где мы там были. Нет, в Урла. В Урла. Как вы относитесь к власти вот к этому новому сроку? В первую очередь, я верю. Нет, не к власти, а к участию. К участию. Именно к этому. Так называемая симфония, она была всегда в церкви. Церковь всегда была служанкой государства. Крайне отрицательно. Крайне отрицательно. Это все у меня в книгах выражено. Эти книги написаны без переглядов глаза. Нравится, не нравится. Я всегда смотрю выше голов. Так сказал Бог. И меня даже последствия меня не интересуют. Ну, в общем-то, вы ответили. Я тогда дальше спрошу вас. Я вхожу в эти круги. Значит, он должен там быть свидетелем. Свидетельствовать о Христе, распятом, воскрешенном и вновь грядущем. Как я на своем уровне свидетельствую всем, что меня Христос избавил, за меня пролил кровь и нужно жить во Христе. Вот это он должен там сказать. Путин однажды сказал так. У меня есть Библия. И когда я в самолете, у меня есть время посчитать. Он не сказал считать, но есть время. И тогда я зашел в представительство президента, я говорю, а можно послать ему подарок? Ну, да, даже начитанная мной Библия. Ее вставил, и дорогой можно слушать. И ему все это было послать. Считал он, слушал, не знаю, но книги, и видели в его библиотеке. Я повторяю, я крайне отрицательно отношусь к тому, когда человек не выполняет миссию свою. А вторая часть вопроса, а не видите ли вы в этом, вы как бы до этого, почему я вам задал этот вопрос, так бы сказали отрицательно о своем отношении к церкви там, по тем моментам, что возникли вот с девочкой. Именно так. Девочками, так вот я поэтому хотела вам этот задать вопрос. Это продолжение того вопроса. А если, не считаете ли вы, что в этом сегодня духовная подребность общества, поэтому сегодня вот церковь и заняла эту позицию государства. Не поэтому? Абсолютно. Это привык к сладкой жизни, как при царе-батюшке. Царь все до них решал. Нет, человек не может без духовной жизни Он не был данным, он не был данным, он не был данным. Он знал, а к народу мне голову отрубит. Церковь признана только страдать и нести свет миру. Они заигрывают с властями, а власти это все поставленки. Я по-другому немножко теперь понимаю. Поняла бы вас, хотела бы понять для себя лично. Вот не может человек остаться сегодня без духовной жизни. Значит, когда с самого детства пионеры, комсомол, коммунизм, струили коммунизм, и моя вот, например, мать, ей 85 лет сегодня исполнилось, когда коммунисты отстранены были от власти, ей было страшно. Она сказала, а как же теперь коммунизм? А как же мы будем жить дальше? Так вот, вернулись к разрушенным церквам и сегодня восстанавливают. И хотят вернуть ту духовную жизнь, когда маленьких детей родители вот именно водили в церковь, бабушки, дедушки, и в каждой деревне был свой приход церковный и была своя духовная жизнь. То есть люди общались на уровне вот своего духовного общения именно в церкви. На сегодня этот мир разрушен, так может с этой целью государства и церкови с целью такой даже не ставишься. Не ставишь? Еще раз повторю, что я отношусь вот к обмерщению, это обмерщение на церкви, крайне отрицательно. Наша задача нести свет миру и страдать. Нравится, не нравится. Был такой пророк Михей, это в Ветхом Завете. И вот пошли на войну когда царь Ахаб спросил, а если еще пророк, все говорят, иди на войну, победа будет, иди на войну, победа будет. И он говорит, один есть пророк, но я не люблю, она обо мне хорошей не говорит. Он не сказал, правду не говорит. И он когда пришел, он говорит, я видел овец Израиля, расселив по горам, пастыря нет. Я тебе говорю, он хороший не говорит, я пастырь. Ты пойдешь на войну, назад не вернешься, псы будут лизать сегодня твою кровь. Я должен это сказать. А который постным был, как секретарь и парьков, он говорит, все говорят о победе, ну скажи, как все, ну что тебе трудно. Жив Господь, Бог Израилев, я скажу, что Он повелит мне. Вот нам какие пророки нужны сегодня. Не те, которые хвостами бы выделили. Путину нужно прямо подойти и сказать, Владимир Владимирович, тебя ждет суд Божий, за тебя многие молятся, поэтому подумай об этом, чтобы не оказаться в аду. Просто четко и понятно, за тебя тоже Христос умирал. И в этой позиции, считая Священное Писание, дайте народу нормально жить. При богатейших ресурсах 72 место по здравоохранению в мире. Нормально ли? Какой-то конго только за нами еще стоит. Нормально ли, что при таких сокровищах прожиточный минимум не можем достигнуть. А Муаммар Ахкаддафи сверкли, у него бесплатное, 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 все было бесплатно. Нам во сне при коммунизме не видать было. Я не призываю ни к чему, я только говорю, что ориентируйтесь. Ну вот, может, мы за это и платим, что церкви разрушили? Вот сегодня Крымск опять приводит к тому, чтобы накануне тоже там произошло... А теперь о церкви. Об этом сказано у Кухши, коммунизированной. Храмы будут строить, купола золотить, другие будут, нельзя ходить, придет время. Почему? Сядет Антихрист. Сегодня мы ходим, сегодня мы молимся и плащем там. Меня очень многие знают, епископы звонят сразу. Тогда ваше основное, вот вы сегодня общались, я как бы задала для себя извинения для всех, прошу, на свои вопросы, которые меня просто как бы заинтересовали, потому что я чувствую, что вы интересуетесь. Но основное ваше, вот сегодня проповедую книги, это понятно, ваше те, что написано, там основная мысль. В двух бы словах как бы вы выразили? Ваша основная цель, ваша... В своих двух одно предложение. Может быть, да. Послание апостола Павла к филиппийцам, 1.21. Он говорит, для меня жизнь, Христос, и смерть, тире, приобретение. И в латышском языке написано, Христос, и наоборот, смерть несет плоды. Что я сделал, кому сделал, я умру, это все мне Господь десятикратно возвратит. Я вот в этом направлении и работаю. Здесь минимум 40 лет. Еще раз, можно вашу мысль? Я как бы этих всех не знаю, я не читала, поэтому конкретно вот для мирской жизни. Как это делать? Жить, как любить Христос. Проще сказать, Ерофим Саровский, из всех святых отцов, только он. Да, но Саровский, конечно, мы знаем его. Стижание Духа Святого. Три слова, не два, три. Стижание Духа Святого, в этом все. То есть, что бы я ни делал, я должен быть Богу угодно это или нет. Как Дух Святой просвещает мне в этом? Вот мы встали сегодня, ночевали в лесополосе, надо приготовить. Утре полное правило, потом сто поклонов, помолились все святые, родных, близких, о правителях, Владимира, Дмитрия, там вот, медведя, всех упомянули. Теперь начинаем молиться о путешествии, чтобы поселенно Бог возрастил, поприветствовали друг друга и дальше начинаем готовить завтрак, садимся в машину и в следующее село. Для меня жизнь... Вы этому посвятили жизнь. А вот простому, вот мне, простому человеку, который вот живет сегодня, у него свой быт, все, вот как бы вы посоветовали? Сегодняшнее. Прямо общаясь с вами? Да, да, да. Какое изменение? Ну, в первую очередь сказал вот так, чтобы вы приучили себя и родных к молитве. Бабушки лежат, и мы идем по домам. Бабушка, почему лежишь? Да не могу. А почему не можешь? Ты же ходила на двор, могла? Ты же знаешь, какая нужна в церкви, нужна в государстве. У вас милиция есть, почему ты за ней не молишься, чтобы они народ не обижали? Сколько об этом пишут страшных вещей? Представительство совета есть, почему не молишься? Президент, о всех надо молиться. Баба, встанем на колени, помолимся вместе. То есть первое научиться молиться. Женщина должна молиться, у сектантов этого нет, у православных, должна быть в платочке. У меня дети, если она бегает без рукавки, перед обедом в стул, вот должен надеть, чтобы перед Богом благоговение. Это первое, самое наипервейшее, что необходимо, ежедневно считать Святую Библию. Молитва слов, церковь купить, пойти в храм, и просить Бога о просвещении ума. Человек не может дать другому то, что он не желает. Я должен, могу только подтолкнуть и сказать, как с Богом хорошо. В моей жизни было столько смертей, и меня Бог вывел. Почему? Я не могу ответить на этот вопрос. У меня сотни смертей, направленных против меня были. Я жив. Я повторяю, я еще ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Я не болею. Совсем нет. То есть что-то болит, я не считаю заболезнью. Это естественное старение организма. У меня три голубяки, я с ребятишками. Я застрял где-то на возрасте 20 лет. Я не могу выйти из этого состояния. И мне все радостно, все весело. Приехали священники, идем по полю. Я вдруг остановился, поднял руки и начинаю благодарить Господу. Но это вы про свою жизнь, да? Какую природу ты дал? Встаньте, братья, прославим Бога. Еще мирное время продолжается. То есть вот эта волна благодарности должна буквально нести нас все время. И в бедности Господь дай нам желание жить счастливо и радостно. Я не ощущаю ни бедности, ни болезни. То есть Господь меня приподнял. То есть утром встал и радоваться жизни. Всегда написано апостол Павел говорит радуйтесь, еще раз буду радуйтесь. Как жить хорошо. Идем и живем. Я всем доволен. Благодарим за это Бога. Я доволен в такой степени. Каждый день считаю новый день еще лучше. И заканчивая вечером молитвой, опять же, я говорю, Господи, какую зарю ты прекрасно даешь. Сколько растений окружает нас. Какие растения пломы. С нами собачки нет, она привязана хранять. Это все ты дал мне, чтобы я осознал ум. Сегодня я им говорю, утконос. Ну, Ламарк сумел сделать, разбить по каким классифицированным животным. И вдруг прислали в английский анатомический музей утконоса. И все осмотрели, сказали, это умело сшили. Ну, фотомонтаж. Зверь несет яйца. Утиный нос, утконос. Вы много в день читаете книг? Я, всякие разные. В день? Вот в день читаете сами? Кроме Библии, что еще читаете? Что я считаю, что есть? Я постоянно переводил. Это около 18 примерно газет. Это все, что я имею в Алтайской правде, издаю других. Что-то мне присылают. То есть я в курсе абсолютно всех событий. Слушаю ради тебя. Сон в день сколько у вас занимает времени? Нисколько сейчас не занимает. Мы только едем и едем и едем. Все, спасибо за общение. Храни вас Господь. Всего доброго. Раньше, когда я занимался этим, у меня на сон уходило 2,5 часа. Я на его. Мне просто нравится в этой жизни жить радостно, весело и быть полезно. Чернышевский сказал, человек тем более счастлив, чем больше веществу людей, он понимался счастлив. В общем, простая подготовка. И это надо научиться, просто видеть. Тебе Бог дал быть здесь. Это очень ответственное место. Ты привлеки считателя, мы оставим сколько к доброму, к святому, к чистому. Ты какую должность занимаешься человеком? Да я наш операм и инструкторам. Научи их не давить людей и славить Бога за все, что перед ними есть. Все, что у тебя есть, это касается лично твоей жизни. Печешь хлеб, Господи, все зернышки собраны вместе. Из этого хлеба будет причастие в церкви. Благодарю Тебя. Водишься с ребенком, а сама про себя твори молитву, Господи, растет новый человек. Что я заложу в него? Прости меня, Господи. И там упустило и здесь. Ребенок это не маленькая обезьянка. Они очень счастливы в нашем учителях. И почему не успевают люди? Они обращают внимание не на главное. Главное, а Христос говорит, если весь мир приобретешь, президентом станешь, а душе повредишь, какой выкуп дашь за душу свою? Когда Бог потребует отчета, ты на суд предстанешь и душа пойдет в ад. Какая тебе выгода от того, что у тебя было тысячи детей и восемнадцать жен? Что из этого? Для Бога. Это радость. И все эти воды, которые блестят растения, это мой Бог дал. Я не просто ем хлеб, а хлеб наш насущий, дай нам. Я благодарю Его за это. Молитва трех сортов. Первая, трех ступеней. Первая, это просительная, дай, дай, помоги. Вторая, благодарю. И третья, славословие. На нее нужно стремиться подняться. Вот такие у меня стихи. Но на третьей ступени очень часто больше блудец и целует Христа, чем правильно. Так, расскажите, сколько вам оставят пригласителей? Чтобы они не пропали, и вы могли читателям своих указать на нужные. Хорошо? Хватит, наверное. Спасибо большое. Так, мы поехали, мы всех просим помолиться за нас, а мы за вас. Наш путь труден, и был однажды, мы еще не погибли, дорогая. На самом краю задержал Господь. Полсекунды может быть. Но мы продолжаем путь. Повторяю, это моя сторона, мой народ. Спасибо большое. Хранился Господь. И все это здесь, как прийти, ну, во Христе, конечно, к нормальной жизни. Нормальной, это значит, ты спокойно спишь, у тебя ворованного нет, ни на кого не злишься, никому не завидуешь, у тебя нормально пищеварение работает. Вот мне 73 года, я еще одну таблетки не съел. А у меня за плечами-то ни день, ни два, я в пяти кюрьмах как политзаключенные только отбывал. Если все это сложить на этих, которые сегодня столкнут пенсионеров, вот я иду арестованным. Эти-то святые летят. Весь процесс все описано. Я первый в стране опубликовал с Женицыным. 50 книг кауди. Это все здесь. Вот эти вот визиточки вам оставляем для... Ну, кто тут у вас будет? Вопросы? Пока поражает вообще разбор. Это Господь позволил. Это я 8 лет просидел за компьютером больше 30 тысяч часов. Даже за три года, помню, я же начальник лагеря, детей водить кто-то, а я даже купательный. В среднем 14 часов в день у меня уходило. Вот тут любую книгу вот откроешь, вот, и в конце можно просчитать. Вот, смотрите. Сейчас покажу. Набор делал сам, компьютерный верст освоил сам делал. А верст, это значит, это шрифты, это мои стихотворения, это фотографии, какие, это мой брат, священный. Это в университете идут занятия. Я 17 лет работал пока заключен. Это все бесплатно. Я ни день, ни копейки, кроме минимальной пенсии. Я все время с этим, у меня все есть. Мы вчера были в Томске, в храме побыли, и у священника. А он пришел, там один немец был, он преподаватель в Томском университете, он в моем доме обратился, стал православным батюшкой. А эти его племянники, теперь тоже священники, пришли. Фаст, понимаете? Я сама говорю, что они, но не русские-то. Это одни из лучших священников. Они любят Библию. Они такие смиренные. Вот у нас бывает, батюшка там запился, а он говорит, а я вкус вина не знаю. У них этого нет. Ну, еще говорить про немцев. Это точность, это исполнительность. И представьте, это у нас теперь такие священники русские. И пришли они где? Я не профессионал. Я в своем деле, да, тут я профессионал. А я не священник. Это брат, он не священник. Около 80 моих стихотворений положены на музыку. Они поются. Это первая была у меня книга. А эти все по 752 странице. Я говорил, что все на всякой бумаге, все сшиты, и в каждой 64 странице на мелованной бумаге фотографии. Сегодня это, ну, это за 10 миллионов все заходит. Абсолютно невозможно. Я два года назад закончил. Ну, вот и все у нас. Последняя просьба, если нет, у вас есть, опишет, что библиотека, сфотографируйте. До свидания. Если можно нападать. Я в мейл.ру выйду в октябре только. Мы, когда уезжаем, мы сейчас можем помолиться за нас. У нас два раза было. Мы близкие, прямо в гибрии были. Ехали в горах. Лохова камушек поднял, ударил, и шина дала. На нее просто наскочил. Все. Спасибо. Ну, пошли. Поспрашивает. Это метр сорок полка занимает. Как назвать? Отдел. Ну, по делу называют. Можно назвать вот открытым оком. А здесь, видите, открытым, а слово оком делаю умышленно кверху, чтобы голову поднять. Ну, задумайтесь о небе. Или второе название, оно тут же, прямо на главной странице. Вот смотрите, Библии. В каждой книге примерно 3000 сынок на священное писание. Это у нас крестный ход. Это врагу. Какая красота. А это был пустырь. Он оживотворился. Играются свадьбы. У нас населиться может, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я в краевой администрации, когда сказал, устав зарегистрировались, они говорят, что у нас тут ни одного, никто поселится. В статистике врем, говорят. Вот эти, говорят, курят, а эти матерятся. Чтобы вот к этому подойти, мы шли к этому десятилетия. И когда состоялась деревня, теперь состоялась, снятая фильм, один занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Это все на нашем сайте. Там онлайн нужно смотреть. Мы рады, что погуляли у вас, потому что наша деревня потеряется, а потеряемы созданные основатели нашей деревни в вашем городе. Сейчас поедем искать улицу Менделеева 2. Они у нас приехали через 72 года. Пожили год, и он у нас, и может, 90-х годов было. А она вернулась домой. На Матенке Менделеева. Вопросы какие-то можете есть? Мы, кажется, все. Мы, кажется, все. Храни вас Господь. Вот я положил в папку, подписали документ. В этом документе есть две строчки, которые вам нужно будет чтобы выдают. Вот, посмотрите еще раз. Обещаем сохранить, чтобы книги были доступны до считательства. Это то, что требуется. Повторяю, никто не властен над этими книгами. Властен был, а теперь они не мои. Чтобы никто не командовал, здесь никаких... Да ни одной книги такой проверенной здесь нет. Если они президенту постные, я бы еще нарвался-то. Тут надо понимать. Я показал президентской библиотеке, исторической, тюменской, омской, томской. Ну, я показал уже все. Так что, тут не нашему уму уже решали и смотрели. Да, книги написаны не в приглядку. Я никому не угождал. Так говорит Библия, нравится, не нравится, а иначе мы так изгнием в грехах своих. Он брат. А я ему говорю, и все. Потому что Библия так говорит. У нас крещение, иначе у нас еще деньги не берется. Это у нас нет. Мы до крещения три года готовим. По полной программе. Человек должен уверовать. Первое условие. Второе, троекратное погружение. И третье, бесплатное. Сегодня в церкви все нарушается. Я всем священникам патриарху написал. Патриарх выступил, сказал, делать как говорят. Он говорит, прошло полтора года, 98% я, говорит, не слышит. Вот приехал сейчас патриарх Кирилл с постовкой и говорит, состояние церкви тире духовное развалино. А я добавляю, ему показали не худшее. А где мы едем, там пепелище освенцима. Пьянь. Ничего нету. В одном месте приходит, он у нас библиотеку закрывает. Я ничего лучше не придумал, как пойти в администрацию. А у них совещание. Ну, приняли. Дали представителей связи с общественностью. Он пошел, и как раз вот эту книгу зашествует, он подмышку. Я говорю, журналистам давать не делал. А я не журналист. Я говорю, ну я и не хозяин уже, я уже отдал. Даже вот такой случай был. Храни вас Господь. Пойдемте сфотографироваться. Если бы даже нас посетили полететь, если бы. Да, пальчиком. Не курит, не мотивится, не ворует. Вот человеку необходимо войти вот в этом. Получили статус. В России погибло. Я говорю, устаневшие данные, сегодня цифра больше. 17 тысяч сел. Депутат законодательного собрания, она видимо депутатой Госдумы была одно время. Нина Данилова от Каперрага. Слышишь? Алтайская законодательное собрание. Она говорит, потери села это не просто высших на везде реестра сел. Это потери земли. Мы теряем Родину. Здесь земля пустая не будет. Будут жить китайцы, будут жить эти чернобровые красивые ребята с юга. Это земля. Мы едем все же. Везде работают другие люди. Мир не другой. И нас спрашивают, ну можно ли в этой ситуации что-то изменить? Мы говорим с Богом, с Христом. Больше не так. Патриарх Алексей Второй сказал, отучили молиться, отучили трудиться. Вот в этом все заложено. И вот Господь Господь мне позволил написать 38 книг. Ну вы пожалуйста озвучивайте мне как помощник будете. Посмотрите. Набор книг делал я сам. Комплект Армандовского сам. Да еще и фотошоты. Иногда. Каждая книга вот эта 750 страниц. О чем они? Мне я в таких университетах телефон высший номер издать 38 книг. Посмотрите пожалуйста. Каждая. 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 Я там еще послушаю. Переведу. Тебе там видно на первой странице. Это вторая страница. Я повесил библиотеки. об этом. Что у меня вышли книги. Я там написал. Вот такие поступили ответы. Стандартные. День ответ финансирования нет. Но это действительно так. Тогда я как автор принял решение подарить книгу. Вот что книги это не какие-то экстремисты. Посмотрите пожалуйста. Где эти книги здесь? Это Шишковка в первую очередь. И я проехал сейчас. Мне это не первая очередь. Я считаю наша библиотека тоже наукоград. Я смотреть буду внимательно тоже. Нам хочется показать, что библиотеки самые крупные имеют теперь эти книги. Главное библиотека страны имени Ленина москвены. То есть это не каждая книга может поместить. У нас спецавтомодика пришла. Монфеер все хорошо. Парламентская галитета библиотека страны как назвать библиотека номер два. нас подарили много очень книг уже давненько. У нас был ой, как же его фамилия у нас была. Господи, он потом уехал где-то в монастырь. И он новые книги совершил. Ну, может, у вас они лучше, как-то популярнее. Нет, мы это все выберем. Допустим, я сейчас покажу, в каких церквах находятся книги. Это не просто церковные книги. У нас на 8 миллионов он нам дал. Да. Дело в том, что я вел занятия во многих университетах. Во старых. Во многих университетах. Посмотрите, пожалуйста. И вот ответ патриаршая смотрит как. Патриаршая подворья. Патриархия. Эти книги сугубо православные, но они охватывают все сферы жизни. Вы не сомневаетесь в том, что вот когда книги мы увидим, мы внимательнейшим образом все посмотрим. Мы вообще люди не совсем бестолковые. Понимаете, мы кое-что понимаем. Вы доверили ваше? Меня не надо вот этих даже... Я понимаю, что не просто так. Вы хорошее дело пытаетесь сделать, да? Хорошее дело. Вы хорошее дело пытаетесь сделать, правда, да? Мы очень посмотрим. Потому что у нас, например, библиотеки, я всем давала вот эту книгу религиозную всем библиотекам и мне много возвращают, что не надо не спрашивать. Я полагала, что запрос будет читательский. Меня утверждают. Вот у меня 16 библиотек, вот одна вот эта и еще 15. Вот не совсем пошла та книга. Возможно, ваши книги представляют большую цену. подрузья со всем. Вы какие-то для просмотра книги мне сейчас привезли? Они все здесь. Вы сразу привезли? Привезли, они у кого я расскажу, чем вызваны эти книги. Не потому, что я какой-то там... Сколько книг привезли? Сколько? Сколько книг привезли? 38 моих книг вышли из печати. Нет, я понимаю, сколько книг? По одному экземпляру? По одному, конечно. То есть 38 разных книг. И они находятся... Ну, мы дошли до Москвы и пониже во всех городах это имеется. Ну, не считая там Барнаульска. Так вот, я преподавал в разных университетах много. А, потом мне так... Потом я вел три радиопрограммы. Выступал здесь, за рубежом, во всех отделах милиции, воинских частях. Это все на религиозной основе. Я начальник детского лагеря, основатель его 40 лет. Тысячи детей без рубля от государства. То есть вопрос о детской преобразованности мы показываем практически решается в один голос. Дальше. В России разрушено полностью, это Нина Данилова депутат в Госдуме говорит, 17 тысяч все. Мы теряем территорию, страну. Мы взяли землю, за подписью Сурикова, статус получили, что в школу построили, храм православный, правда у меня протеерей. И работает школа, музыкальная, иностранная там, все преподается, государственная школа. С нуля. Но поселиться может не каждый. Кто докажет, что он не лжет, не пьет, ни кури, не герится, не варит. И мы работаем с этим. Мы можем конкретно показать, вот Мамонтовский район, поселок потеряю. К нам из-за рубежа, там Аргентина, Англии, кто бы ни приезжал, посмотреть, как это могло. Как это возможно? А у нас сняли фильмы. Один фильм главный фильм. Второй главный приз на международном киноконкурсе по документарным фильмам о православии. И называли «Искорко возрождающейся Россией». То есть это вот конкретно просто сегодня начинать надо работать. Как? И все это фотография. Каждая книга 750 страниц. Все сшиты на офсетной бумаге. 64 страниц из цветных фотографий. Последние четыре книги переизваны. Послый подарок Путину и медведю видели их в библиотеке. Патриарху Кириллу. То есть вот какой бы вопрос ни взяли, мы практически подходим и говорим все решаем. У нас везде главный глозунок «Россия должна встать». И дети скандируют «Россия» это мы. Конечно, это смешно, что мы в таком маленьком деле, но в маленьком деле, как правило, может сокрыто зерно в будущем. Это маленькое дело. Это очень большое дело. И не знаю, что это как-то. Вы слышали, директор ГОСРАДИОСИБОСМОТЕЛЬНЫЙ, чтобы посмотреть, как это может быть. ГОСРАДИОСИБОСМОТЕЛЬНЫЙ, что православие это основа образования государства. Все строится. Ну, брат у меня Прутоирин. У нас Архимандрит и Армаген, он у меня материалы берет уже до 30 лет. И очень уважительно к Армагену отношусь. Да. У нас, я только сказать, что знакомому. Очень, очень так это плотно были, что он брал материал, от него я ничего никогда не брал, у него ничего нет. И вот эти материалы теперь я проезжаю. Мера глубокая есть только. Да. И мы дарим это все. И когда вы увидите эти книги, вот последнее это было Стротский там, Стротский церковь получила и библиотека. И последний день уже закончилось, 23 числа. Мы даже не знали. Вот Алина Ольга Васильевна, там, наша дочь была. И она вот все засняли, мы показали. Она печально выродит. Что такое печально? Она говорит, я смотрю вот эти танцунки, вот это уже, которые вот, какое. А сама вот я, Алтайская правда, гляжу, Господи, да Шукшин, я Шукшина знала, мы начинали первые с ним встречи, Шукшинские чтения в этой библиотеке зарождались, он не другой. Я вот посмотрела на нее, Господи, что-то и хохочет, и все вроде монашеский, какой-то образ жизни ведет. Мне не показалось. Алтайская правда, прям фотография на первой странице. И вот просит она, вот мне, пожалуйста, там водопровод, там-то, Верхкатунский, там вот тот, вот он был другой, он ни за что бы так не сделал. Вот эту частичку, значит, вроде, этому ты помоги, тот как хочет. Ну, как-то, знаете, он не такой был. Может быть, он потому что мало имел возможностей, никогда его не окружали все, которые сейчас. А Ольга что потеряла? Почему они сразу не приезжали? Вы знаете, Шукшин был всю жизнь одиноким человеком. Да, он, наверное, верующим, может быть, он был член КПСС, но, Оля, ты мне Алтайскую правду ту отцаки с фотографией принеси, вчерашнюю, где она, в видеограмма, принеси, я просто покажу. А они нас много фотографировали, можем даже мы с ней попасть там. Нет, вы там не должны. Вы как-то, мне кажется, были в КПСС. Вот что она сказала, говорит, это тот танцуется, какое отношение к отцу имеет? Он был коммунист. Грижу, говорит, церковь здесь, при чем здесь церковь? Я говорю, а когда увидел, о чем мы говорим, это я передаю то, что я первый раз видел, мы не друзья с ней, но она сказала, отец как раз заботился. Уважаемый, я, например, считаю, что если бы она правда была верующий человек, и истина, понимаете, верующие так себя не ведут. Вот отцу было плохо, он был одиноким человеком. Это я знаю. Где же они все были-то? Жена, эти дети, а сейчас, она по месяцу назад приезжала, опять приезжала. А что уж такое? Значит, хорошо платят. Понимаете? Вот я плохо думаю о таких, которые вот не знают ни отца, никого, а потом вдруг проявляются. Это просто руководство, даже края, может, хотят поддержать как-то там. Это же понятно, не просто же так, она из Москвы сюда летает. То есть, понимаешь, нужны деньги. Она такая радостная, счастливая. Или вот приехала Зайцева, простите меня, пожалуйста, я не то, что осуждаю этих людей, но я просто не согласна. Вот она приехала, плачет, у нее муж умер. Вот у меня муж умер, я знаю, что было очень тяжело. Вот что там было со мной, как мне было плохо и хорошо, я дома это все пережила. На людей это не выносится. А они вот сидят за столом, и она вот скажет тост, опять та же Зайцева, и плачет. Губернатор ее успокаивает. Да вы не плачьте. Да мы вас будем встречать как родственников. Понимаете, я вот, вот у вас, наверное, много таких людей, честных там, искренних, может быть. У нас, знаете, вот школа есть, вы знаете, да, с Николой Ивановичем знакома у нас, нет? Нет, не знакома. Православная школа у нас. Да я слышу, слышу, но я не знакома. Там изумительная школа, и люди там изумительные, и ребятишек много таких. Ага. Нет, это не надо. Вот эта фотография. Вот она, Ольга. Поняли, да? Мне не... Может, я не права? Послушайте, я тоже, может быть, как-то... Ну, я это, прям, смотрите, не поняла. Ну, надо, что-то такое смешу. Она приехала к отцу, которого уже нет. Понимаете? Мы, например, на это реагируем очень болезненно. Мы давно его знаем. Мы старались ему помочь. И вы понимаете, мы первые организовали встречу с читателем. Он был тогда еще на Монграде. Ну, она что ухватила здесь? Просто ухватила сразу. Вот отец, она не по вере, по вере она не стала мне ничего говорить. Но я неоднократно сказал, она приехать к вам. Я говорю, ну, у нас вот положено вот в таком-то виде. Она как бы к язычеству, гляжу туда, за христианство шагнула. И сказать, когда-то русский народ, я уже дальше не стал поддерживать. Но отец-то говорил, жить по совести, стремиться. Я говорю, вот это на первом месте. Вот. И она говорит, может быть, нам как-то объединиться, чтобы вот вы выступили. Она увидела, какое мы делаем дело. Она везде выступает. Что выступает? Кому нужна ее точка зрения? Она кто такая? Она не поддержала отца в самое трудное время. Сейчас она приезжает к его через полмесяца. Понимаете? Ну и что? В чем вы меня можете... Вот меня надо убеждать, потому что мы ведь будем работать с этими, с книгами, и с людьми разными, наверное, придется. Может, и вас придется приглашать. Я не знаю, где вы живете. В Барнауле? В Барнауле. Игнать Игнатьевич? Да. Спрашивали, где вы живете? Я живу в Барнауле. Вы мне какой-то это, дадите, что ли? Я дал там записать. Возьмите. А, нет, я не... Да, это лучше. Есть такое выражение, вы при должности, а я с улицы. И поэтому я обязан представить документ. Я зиму, как правило, преподаю в университетах разных, а летом начальник детского лагеря. А в Зимове 6. И вот мы проехали от Байкала, туда проехали, и до Москвы, по верху и поезду. Это вы вот... В связи с тем, что в школах начинается обучение, вот это, да? Нет. Да, но, видите, начинается это совсем не то слово. Она там составила Андрею Кураевым, которая спорная, нужно ли это принимать. У меня другое. У меня все абсолютно связано с жизнью. Допустим, мне один поэт задает другой. В моих книгах 3467 моих стихов. Есть одна книга, 300 поэтов России за 300 лет. Конкретно, по определенной тематике, вопросы мне задают. Здесь, там, за рубежом... А можно спросить, а откуда у вас вот эта мысль к вам пришла? Мысль-то ко мне не пришла, ее подсунули мне, потому что я выступаю перед людьми, я регулярно вел три радиопрограммы. То есть вопрос, ага. Три радиопрограммы. И вопросы тогда поступают. У меня записывают, какое участие приняли поэты в подготовке революции. Понимаете? Какой поэт? У меня конкретно. Волошин сказал то-то. Следующий. Иван Бунин сказал то-то. И на каждый вопрос шесть поэтов России. Вам в библиотеке помогали? Вот эти справки. В этом деле помогал Евгений Евтушенко. Это самый ближайший мой помощник. Конкретно. А вопросы к книге моей, это политика, социология. Нет, ну, все абсолютно. Справочная работа, это дело библиотечное. Я пойду спрашиваю. Посмотрите. А вам помогали поэты. Я сейчас понесу. Ну, помогать это не то слово. Так конкретно, плотно не помогали. Но материал просто этот я взял у него, который подготовлен на поэтах был. Со мной никто не сотрудничал. Я один все это делал. Во-первых, мне Бог дал эти знания. И знания на нескольких языках. Это Бог. А что вы закончили? Этот вопрос, если выложите человеческую грамоту, это, конечно, не один университет. Вот в армию берут, говорят, человек потерял время, в армию был. Я так не рассуждал. За время службы я буду участвовать английский, немецкий, политический системы мира. Видите, это мне дорого. Откуда бы я знал то, что сейчас людям преподают. Я постоянно настойчиво учился всю жизнь. И учился очень плотно со всеми. Вот. Я сокращал свой сон. У меня на сон уходило 20 минут и часа в сутки. Но так как я весь на это дело был послужен. Вы, Рей, вот служите где-то в церкви? Нет. Я по образованию прораб. Учился на штурмах плавания. И обратился в это время к Богу. С детства я знал, что Бог есть. У меня Бог сохранил от многих грехов. Мама сказала, есть грех, есть судьбожий. Я не знал ни женщин, ни табакар. Чего хорошего? Чем хвалитесь-то? Я хвалюсь тем, что меня Бог спас от этого. Понимаете? Это жизнь настоящая. Это настоящая жизнь. Когда придет время, повечается, тогда и живи. А не то, что сегодня один, завтра другой. Это не жизнь. Конечно. Это отбросы жизни. И Бог мне сохранил в 74-й год. 74-й год. И вот книги, 38 книг. Это книга, 750 страниц. Вы оставили внизу, да? Машина там. Да. И книги, эти я набор делал сам. И версткой занимался сам. И они все на офсетной бумаге. На меломной 64 страницы святой фотографии. Там ответ на 4124 ответа. Мои проповеди в храмах разных, православных. Тысячи проповедей. На конкретную тематику. По любому вопросу. Вы знаете, вот вы меня правильно только поймите. Вот, что вы мне не говорили. Это Людмила Вениаминовна. Здравствуйте. Мне бы Татьяну Юрьевну сюда. Да? Ко мне сюда. Ко мне. Спасибо. Знаете, я пока сама не посмотрю. Я на веру ничего не беру. Я уже настолько тоже, у меня головушка забита всякими моментами. Я очень много смотрела. Вы будете рады, что увидели. Здесь каждое слово истина. У меня два слова лжи нет. Нет, может быть. В самом деле нет. Жизнь по лжи, солженистский принцип нашей жизни. А вы знаете, там вот есть такой вопрос, это к нам обращались считатели. Как произошла жизнь на земле? Есть, конечно. Нет, я вот везде смотрела и нашла только у ягодистов. Очень популярно, вроде, потому что в нашем, ну, всякие люди есть, да? И как-то я так думала, у православного миссионера Григория Диченко это подробнейшее написание. Может быть, у нас просто нет. Из области таистинного. Я эти четыре книги его насчитывал. Вот сайт, я вам подарю наш сайт православный. Это супер сайт. Ему рам, ему нет мировой сетерам. Тут 50 книг, ну и начитано аудио. Это Библия, Архипелагула, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых. Если вы зайдете на сайт, только щелкните верну православный форум, и вы уже находили. Это мои занятия в университете. Ну да. Это Атериальными жерничками. Вот сейчас нам интересные люди пришли. Понимаете, они принесли 38 книг. Мы в дар принесли 38 книг, я как автор. Все-таки привители все, да? Потом мы пока сюда посмотрим сегодня. Нам нужен большой срок, примерно столько, чтобы вложить и краткую аннотацию показать. Вот эта книга о поэтах, она журналистам не нельзя в руки давать, они сразу сметают ее. как будто никогда не было. Поэтому мы предупреждаем, что возмещать я просто не могу. Везде один и тот же результат. Отдельный у меня дом, посвященный мусульманству. вот такая бумага, что подписываем. Ваши строчки это где? Где строчки внизу? то есть мы проехали практически все библиотеки до самой Москвы, областные, а в Алтай это районная. не написали где вы это самое название? Как раз у нас играет Город, Лобный, Алтайский край. Так, сначала... Нет, название это в вашей библиотеке. Город, есть? Какая? Самая библиотека? Вы хорошо, вы так со мной хорошо разговариваете. но мы не написали. Я уже много лет вот таким и очень люблю, знаю, знаю, где что писать. Я просто удивлю, что ничего не запомнило. Ничего, самое что. Да. Алтайские. Так, идите, несите, идите. Мусульман главный свет это знамя зеленое, книга зеленого света. И любит золото, книга золотого света. Вот здесь 1300 лет, что у мусульману было сказано, когда каким правителем. А вы-то как к исламу относитесь? Положите. Здесь все сказано. Все. Вот вы мне говорите, я вам скажу, а я вас сразу спрашиваю. Вы как вот, вот у нас хотят строить мечей. Вы считаете, что это надо? Что делать хотят? Мечей построить у нас. Видите, в первую очередь, я знаю одно, что у Бога, когда Бог творил, сотворил человека по образу и подобию своему. То есть, главный признак это свобода. Свобода. И вот сейчас, у нас город Наукоград, во-первых. Во-вторых, у нас два храма вот рядышком. Мечеть сюда вот хотят построить, где базар. Вы Андрея Кураева хорошо знаете? Ну, так, конечно. Он ко мне приезжал домой и купил все, то есть, подарил ему все книги Андрея Кураева. И он пишет, летяжно-газета, миссионер 21 века об Андрея Кураеве. Он говорит, нам необходимо все переменять сейчас, выходить на улицу. Ну, конечно. Ну, если мы это не поняли... еще общество не стабилизировалось, и вот надо все сразу... Я такой чумус. Он говорит, если это не поняли, через 50 лет будет московский харифат. Я тоже свою точку. Зачем не больше не буду. Не московский патриархат. Патриарх Алексей, это Кирилл сейчас вернулся с Востока и говорит, состояние церкви тире, духовная развалина. Меняйте так, только выходи, Храмы пустуют. Здесь будут другие... А у нас хотят еще один храм строить. Знаете, не храм на кирпичи, а храм внутри себя созидать, жить для Христа для Бога. А мне кажется, вообще даже... Ну, где там? Только люди как-то волновать. И все. Чего тоже нужна? Ну, идите сюда, если хотите. Я просто хочу сказать. Может, я же не понимаю, глубоко верующие люди, вот эти вот вещи, эти более старобрядцы. Вот эти вот вещи делать нельзя. Вы не поняли? Категорически нельзя делать. Они говорят, что нельзя фотографировать и снимать. То есть, они нас считают старобрядцами. Если вы стоите какими верующими людьми. У него в храме фотограф, который в храме... Я права. А вы себя считаете старобрядцем? Вы себя представили старобрядцем? А кто представил? Вы сами себя представили, что вы верующие, что вы старобрядец. А кто это сказал старобрядцем? Вы говорите... Не говорил никогда. А кому это сказали? Вот эти вещи делать нельзя. Нет, я говорю, а кто сказал, что старобрядцы? Мы пока не ушли. А кто сказал, что старобрядцы? Ни одного дня в старобрядцах не было. Я не предаю... Я просто к тому, что вот вещи противоречащие. Да нет, мне старобрядцы Мне тоже это не понравилось. Нас можно мусульманами назвать. Мы православные. В этих храмах с Максимом мой брат служит. О другом говорят. Нельзя фотографировать. Я сказал, неправда, это неверно. Вот у Алексея, патриарха, у него фотограф внутри, там, в алтаре. И он к нам приехал, Масленников Михаил. И патриарх говорит, что там все надо снимать, это потомкам остается. Потомкам останется наша вера. А вот это вот не надо делать. Не надо этого делать. Мы газеты сейчас показывали, как бы мне показали. Не надо этого делать. Если вы верующие люди, нельзя этого делать. Как это нельзя? Потому что икон нельзя рисовать тогда. Мы куда зайдем? А не надо путать вот это вот и иконы. Не надо. Хорошо, я вам сказал, она снятый фильм, занялся первое место в мире. Как вы снимаете? А вы послушайте. Просто сказать не надо. А на каком основании? Не надо. Это наша жизнь. Она пишется перед Богом. Понятно. Время идет вперед. Но есть вещи, которые незыблемы, которые нельзя нарушать. Кто это говорил и устанавливал, что нельзя? Это наша жизнь. Уберите тогда это. Не надо его снимать было. Так мы дойдем до чего в конце концов. А мы его не считаем, мы не считаем его святым и это не икона. Мы говорим о других вещах. Там другое, там другое. Скажите пожалуйста, не икона или изображение? Вот посмотрите. Ну это уже философия. Вы не надо этого делать. Это философия. Вот посмотрите. Вот сидите епископ. Нашим ребенком. Если бы я вам снимка, вы бы не увидели этого. Вот православные. Вот мы православные. Стоим в православном храме. Молимся. Рядом стоит епископ Максим. Как бы я вам доказал? А зачем я должна видеть, что вы умолитесь? Это ваше. Это ваше. Это ваш разговор. Вы спрашиваете православный? Вопрос стоит православный. Я только один год рядом. Мы говорим о разных вещах. Мы говорим о чем? Я проехал по многим церквам. Чтобы вы нас фотографировали. А, ну тогда не надо, не снимайте. Нет. Да мы уже сняли все. Мы можем пойти на фоне. Мы сейчас снимаемся где-то. Не надо. Не надо. И просто другие люди придут, да. Все там вытаскиваете. Все просматриваете. Все еще нести вверх. Почему? Мы же не знаем. Это вот хорошо выглядит. Среди 5 лет. Они ничего не знают. Это так. По сегодняшнему идите. Зачем сюда-то все еще? Смотрите. Надо там все еще. Просчитайте. Так. Вот это вот Мовый Завет. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это. Это Мовый Завет. Впервые за 2000 лет полностью весь по святым отцам толкование. Издана. Я миссионер. У меня многие в доме пришли в аптеисты, адвентисты и стали православными батюшками. Вот отец Геннадий, который, этот магистер богословия, это мое удобное пришло. Ну, я помню, в начале не было. И больше, чтобы такого не было. Все там, смотри, внизу все к ним принимаются, понимаете? Мы смотрим, что в сумках, что там где-то, ну, чего? Все. Вот это тот том, о котором я говорил. 300 поэтов. Я виноват. Я виноват. Смотрите. Ну, ты все очень, конечно. По конкретному, каждому вопросу, как отвечали поэты. Вот вопрос, и на него шесть поэтов. На каждого вопроса шесть поэтов из разной эпохи. А, создание семи. Кто что сказал? Это вот 26-й том, который требует попечения. На руки журналистам никак нельзя. Они сразу в тот же день его выводят. Ну что? Которые газетчики. Я даже не знал, как они в библиотеке говорят. Восстановите. Как я восстановил? У меня малый тираж, всего 1000. Можно стереотерапевать? А? Стререотерапевать. Кого? Восстереотерапевать. Знаю. Вот зачем? Посмотрите, пожалуйста. Вот это вот Новый Завет. Толкование колоссальных. Стререотерапевать. Ну хорошо как-то. Я же человек еще такой светский совсем. Оно переиздано сейчас. Вот это вот. Переиздано. Всего 2000 экземпляров. Стоимость ее завалила за миллион. Твоя работа. Он так ему видит. И вот с этой книгой мы подарили Путину, Медведеву, Патриарку Кириллову. Четыре книги. Ну они, знаете, сейчас все верующие жертвы. Да. А мы-то пока еще не совсем дошли до этого. Ну ничего. Пускай они учатся. Жизнь идет вперед. Вот это у меня отдельный том. Старобрядцы. 380 лет. Старобрядцы, да? Старобрядчество. Здесь все к тому, как нам научиться жить мирно и по любви. На основании Слова Божьего. Вот спрашивают, как такие книги сегодня можно и дать, когда невозможно. Пожалуйста. Посмотрите на спонсоров наших. Полюбуйтесь. Три строчки. То есть книга по лунке. Или верующий, или кто-то приказал. Может быть он и не верующий, но у него большая трагедия. Жена с сыном погибли. Он построил храм. А священник тот показал ему книгу, и он сразу перевел его купил. То есть, ну не знаю, «Алтопресс». У нас. Генеральный директор Пургин. Он мне на 250 тысяч помогли. Я называю, ну главный банкир, как он называли, Писовский. Мы слышали. Это редкий случай. Это исключение. Исправило. Может, когда горе у человека, они точно все это могут сделать. Вот сегодня на 11 канонических книг, которые сектанты не признают. У них Библия 66 книг. Это было представление епископов. Это самая лучшая в мире. Вот что? Да. Я ее 6 лет готовил. По 11 каноническим книгам. Ну, даже в детстве прочитать можно вот это, предисловое. Я обязательно прочитаю. Ну как-то так, я так быстро не могу, как они. Мы вдумчиво смотрим. Я тороплюсь, хочется больше дать вам. Нет, нет. Ну ничего нам не дадите совершенно. Вот мы будем просматривать. Мы же библиотекари. Мы их умеем видеть, чувствовать. И... Ну вот это вы можете запомнить. Это Новый Завет в полковании святых отцов. Впервые за 2000 лет в полном Новый Завет, в полное толкование. Это единственное. Сколько здесь стало? И здесь 297 в моих комментариях. О том, что необходимо идти проповедовать. Вот прежде, чем записать фонд, и допустить до читателя, да? Вот мы обязаны глубочайшим образом посмотреть. Это не трудно, а не возможно. Поняли? А что делать? А мы не имеем права по-другому. Ну знаете как, вот допустим, вот эта книга, как бы моя автобиографичность. Теперь меня судят. Когда я освободился, а как репрессировали, книги все не склеены, шиты. Поэтому там кончок вкусил. То мне дали личные дела. Заметьте, личные дела. Обязан дать тебе эту репрессию. Дорогая книга вот так читается. Не перегибается. Да, да. А ее выгибают. Не надо. Вот видите, не стоит. Можно поправствовать? Посмотрите, пожалуйста, с Баварином Владимиром Николаевичем. Вот с Патриаром. А они все, когда им надо, они хоть куда поймут. Мне говорили. А он говорит, портон. Ну радуется нам, что такие люди приближаются. Он мне сильно помогал. В детском лагере давал автобус. Я что могу сказать о нем? Только хорошее. Об Баварине очень многие говорят хорошее. И все знают много плохого. Как любому человеку. Как любому человеку. А я и говорю, как любому человеку. Христос говорит, какую неправду. Нашли вам не отцы ваши, что повернулись в свет. Во Христе нашли неправду. Да еще раз пяли его. Яну Христителю голову отрубили. Вот эти книги написаны без пригляда на что-то. Я говорю так, как написано в Библии. Это книги пророческим духом пропитаны. Ни на Патриарха, невзирая ни на Путина. Говорится вопрос. Я отвечал в университетах, где сидят сотрудники ФСБ, Кровая администрация, у меня полная монитория. Я отвечал конкретно, что Бог посчитает от нас. Некоторые считают и говорят, эти книги на столетниках опередились в свое время. Спасибо большое. Храни вас Господь. Спасибо. Теперь надо посчитать книги. Их биография. Это означает, что я в разных университетах преподавал. Допустим, я месяц отвечаю на вопросы поэтами. На каждый вопрос шесть поэтов что ответили. Опять шесть поэтов что ответили. Это двадцать тысяч шпайлов я должен был проворачивать. Ну, без Евгения Тушенко меня просто не осилить. Отдельно это два тома. Это по житиям святых. Это вот житие старообрядчества у вас тут много. Это триста лет старообрядчества заложено в эту книгу. Самое доброе. Как от них взять? Как нам жить мирно? Вот это вот мусульманство. У них зеленый свет. Суры и аяты. В сравнении с Библией. Как нам прийти к мирной жизни? Как быть полезными друг для друга? Эти книги несущие мир и любовь. Вот о чем сегодня Путин говорит. Единая Россия и сильная Россия. Мы должны это понять. Это любовь только может сделать. Вот у нас приезжает директор Кайстонского института из Лондона посмотреть, как дети в течение месяца так могут меняться. И выводит главный движитель-любовь. Это не всегда звольность. У меня в лагере дети в 5 утра встают. Они должны все знать. Они все травы разбирают, деревья. Кто президент, кто мобильный телефон создал. Сегодня взрослые не знают этого. А если я им сказал, что это Мартин Купер, дети, давайте помолимся за него. Какой он хороший. Как он страдал, мучился, как изобретал. Вот спрашивают, кто спонсирует издание этих книг. Вот ответ. Угу. Видите, это президент компании. У него погибли жена и ребенок. И он построил храм. А в храме священник наш близкий. Мой брат, он протоиерей. Ему одну книгу дали, он сразу выкупил. Одному ничего нельзя сделать. Конечно, один ничего не сделаешь. Иногда спрашивают, кто благословил. Даже не верующие. Это симфония по одному слову, как найти какое житье, когда было. Замечательно. Храни вас Господь. 297 моих комментариев. И вот это моя комментария. И она другим шлифтом и отчетнута. Это не относится. Но, на сегодняшний день, почему нет пропыли? Патриарх Кирилл вернулся сейчас в поездки и говорит, «Постояние церкви духовное разваливание». Надо мне так приходить. Выходить на перепуте. Сколько? Сколько вы книг? В 2008? Так. А здесь все написано. В 2008 книг. В 2008 книг. В 2008 книг. В 2008 книг. Академный поражитель. Здесь одна книга есть, которая предупреждает. На руки нельзя давать. Ее сразу выводят. Это 300 поэтов России за 300 лет. Ты немецкий принес? По определенной теме. Вам немецкий. Вам немецкий? Немецкий. Что? Немецкий, говорит. А я показал это. Он не относится. Иногда спрашивают, как можно такие книги сдать сегодня? Их невозможно сдать. Вот этот переезд для Нового Завета только. 2000 земляров. Заволен за миллион. Я пока издавал 8 лет. 19 раз цены получились. Это невозможно никак. Спрашивают, а кто спонсирует? Вот ответ. Посмотрите, пожалуйста. Кто спонсирует? Три строчки. Вот это дело задействовано. Какие силы. Люди, кому попадают книги, они понимают, это единственное, что нужно. Президент какой-то компании. Это маленький. Ну, малыш, красный. 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 Бедушечка. Так, он нечетчик. Так, все вышло. Так, теперь это посмотрим сколько. Так, теперь это посмотрим сколько. Погибли в аварии жена и сын, и он строит храм. А священник этого, мне близко знакомый, Тульская область. Ну, знакомый-то знакомый. Но он ему дает книгу. И он говорит, да как это человек, это книга, это как раз то, что мне надо. Он говорит, так он может ему помочь. Он тоже день переводит 14. Погибли в аварии. Понимаете как? Вы знаете, такая есть газета. Генеральный директор этого всего. Пургин Юрий Петрович. Генеральный директор. Он мне помог с фотовыводами на 250 тысяч. Главный банкир Алтайского края. Он сборкаст. Всем сборкастам. Вы знаете, этот был Песоцкий. Песоцкий. Это главный мой спонсор. Я дальше к нему прихожу. Он принес следующую книгу как надо. Вот. Он сразу только открыл ее и открылся. Я сидел, сидел, мне надо скорее его... А он читает, да? Он читает. Я пришел подписать документ, чтобы помогли. Он на кого-то вышел. Мука нужна для лагеря. Я же лагеря должен кормить макароны. Ну, а он-то дает там... У него-то должников-то полно. Он живо их-то найдет. И они меня прям домой привезут. Я посидел и говорю, Владимир Пелимонович, отстань ты от меня. Я тут нашел как раз про финансы. Понимаете? Это не книга, которая как молиться только. Хотя про это есть. Это все сферы жизни. Как, чтобы не было разводов. Как, чтобы литература работала. Ну, есть, буквально вы ничего не найдете, то, чтобы здесь не было. 4 тысячи. А в каком, чтобы не было разводов? Какой? Во всех. Они поборют. Сейчас я тебе это прочитаю, что не... Минутка. Посмотрите. Вот первый дом. Первый дом. Мы сейчас открываем оглавление. Посмотрите. О чем здесь речь? Заголовки идут. О семье. Вот какие страницы. Какое номер. Это о чем? Попробуйте. Это о чем? На смерти. Это о чем? Работа. Это все, что касается работы. А я библиотекарь. А можно на меня работать? Ну, на занятия. Я в разных университетах вел работу. Это первый дом. Первый дом. Первый дом. Они называют открытым моком. Видите, как открытым кавычки. Несколько томов. Ясно. 30. Я специально ставлю вверх. У русских считается строчка за строчками. Я как бы насильно выворачиваю голову. Ну, посмотрите на небо. Ну, взгляните. Вот. Метр сорок занимает полка техники. Как назвать? Можно открытым оком назвать, а можно во второе название ее. Во свете Библии. Угу. То есть, это два названия полностью отвечают их на значение. Дальше о чем здесь говорится? Смотрите. Праздники. Дальше. Внутренний мир человека. Ты его познай. Познай самого себя. Это древние знали. Это о чем здесь? Политика. Вот о политике сколько вопросов. В одном доме я отвечаю. Скажите, вам сколько лет? Семь четвертый. А как вы это успели столько написать? За восемь лет. Но материал, конечно, полвека готовился. Так вы еще не все узнали. Я еще что вам скажу. Набор-то делал я. Компьютерную верстку делал сам. На каждой книге 31 тысячу сохранил. И что, вы компьютер освоили? 62 года мне показали, как бы в сеть включать. А дальше началось. Да? Ну, у меня, конечно, программисты, но это большие-большие умы. Способны. Они меня, собственно, там. Но сидеть, все делать, составлять, каким шрифтом, это я все делал сам. Вот, допустим, вот этот новый завет, полное толкование. Впервые за 2000 этот такой материал вышел. Это не просто уникально. Они единственные в своем роде на земном шаре эти материалы. Вы еще не знаете просто. Теперь я считаю и нахожу. Вот это надо выделить. На него не обращать внимание. Я его выделяю. Я же верстаю. Я любой шрифт могу сделать. А дальше ИЭЛ. Это комментарии другим шрифтом. Отчеркнуто. Я показываю. Сегодня это не делается. А мне можете вот эту книгу подарить? Вот это все я подарил. Вот. Одну, два, три. Блин. Это Путину подарили. И Патерапу Кириллу. Из 125 священников. И мы ваши, вероятно, и не имеют. Потому что они были в Упаковском соборе, в Варновле. И я им всем подарил. Я взял на себя этот груз, который несу с такой радостью. Представьте, мы сегодня в лесополосе ночевали опять. И мы едем от Байкала до Москвы нижним путем. Вернулись верхним. Потом Кузбасс захватили. А сейчас по краю прощёлся весь Алтайский край. Всем районам. У меня на природе хорошо спать. А все они ещё купили. А мы раньше там жрали сегодня. Ответ один. Я отвечаю просто. Это моя земля, мой народ. Да, я фанатик в самой последней степени. Но мой фанатизм основан на желании, чтобы люди жили более. Чтобы люди прозрели. Были лучше. Вот привозят ребёнка, он совершенно никакой. Не разговаривает. А что случилось? Отец убил мать на его глазах. И не могут разблокировать его никак. У меня он живёт в месяц, он какой был, не разговаривал. На котором вместе друг заговорил и запел. Это шок для всех. Как? Что сделали? Мы ничего не делали. Мы просто встаём, молимся. Патриарх Алексей II сказал. Отучили людей молиться, отучили трудиться. Вот это корень. Вот мы стали, как ни трудно, ни комары. А мы сто поклонов сделали. Помолились. Господи благослови нас. Сектанты не крестятся в баптистах. У них этого нету. И теперь я им, встречаясь как миссионер, должен показать. Православие это все объявлюсь. Это широта, это целомудрие. А секты любая. Они лучше нас, они не пьют. Они не пьют. Не пьют, чтобы валялись как православие. Но они смотрят через щель. Он берёт один стих и на нём пытается построить все учения. Ну, сто-двести лет назад. Ну, сто-двести лет назад Христос не приходил. Он две тысячи лет. А православие идёт от самого основания. И мы должны... Это моя особая миссия среди сектантов. Разный сект. Я не просто православный, а миссионер. И у меня сколько пришло сектантов. Они сейчас батюшками работают. Приняли православие, приняли крещение. В вашей библиотеке сегодняшний день книги, которые пройдут... Это она... Как мне говорят, они на столетие опередили, говорит, в наше время. Люди будут искать по одной страничке. Вот в каждой книге я на память привожу примерно три тысячи ссылок на Библию. Бог мне просто дал это. Я на разных языках мог выступать, говорить. В Америке проехал очень много, от континента до континента. Вот. Это Бог сделал. И сейчас я приехал поделиться сокровищем, которое не моё. Моя рука прикасалась вот к стихи. А я не могу... Я считаю сегодня, вчитываюсь, вот, три тысячи четыреста шестьдесят семь стихов. Вообразите, что это. Ну, вам не понятно, что это. Это означает Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, так это меньшее число. И всё на памяти помните? Большинство. Ого. Позаметьте, я учился на штурмана. Добился разрешения, это высшее мореходное училище, создать три курса за год по выбору комиссии на любом из остальных языков. Значит, передо мной была открыта широкая дверь в мир. И в это время Господь послал мне священное писание Библию. Моя жизнь стала другой. Я встал, я другой. И сразу стал говорить. Началась эпоха гонений. Мне не дают работать. И у меня вся книжка пестрит этими. А не работать нельзя, тогда было, то не ясно, пришьют. Я любыми путями должен быть заработать. И вот когда говорят, это вам для памяти, в Библии написано, десятирум приносить нужно священству. Десятую сейчас сто рублей заработал, десять отдать. Да почему я должен давать? Поп, пуздатый, так у него иномарка. Я никогда так не рассуждал. Когда я уверовал, это было 27 сентября 1962 года, я внутренне принял решение, я буду платить 90 процентов. То есть из 100 заработанных, 90 буду отдавать на дело Божие. И 50 лет прожил в этом накале. И поэтому мне всегда приходилось на двух, на трех работах работать. На сон примерно два с половиной часа только уходило, чтобы прокормить себя. И я ни разу не пожалел об избранном пути. Это мой путь, который увеличался. Вот видите, чем увеличался. Ну понятно. Это вам знак Божий дал. Это Бог дал. Я себе ничего не могу приписать. Все-таки вот это существует в мире сверхъестественного. Ну вы когда будете читать, вы скажете, да, мы встречались, мы видели их. Ну, вы слышали такого Баварина? Баварина, да. Ну вот мы стоим с ним. Который погиб. Который погиб. Вот он у меня дома. Ну кто из ваших даже председатель Совета, и кто-то может похвалиться. Так он ко мне приезжает, а не просто так, а как друг. Дальше. Вот я остаюсь патриархом. Да ни один не покажет священник этого. А мне это даже никакой нужды нет. А то директор РТИ, он помогал лодке, шланги заказывать. Ну я пигменщик какой-то, и он какой-то патриот настоящий. Но таких людей, как прокурор края, Бог выводил на меня. И с этими людьми Господь свел меня. И когда меня в конце уже вот этой жизни моей спрашивают, что самое большое в вашей жизни было достижение. Я говорю, я узнал, как много у Бога добрых людей на земле. И почему-то эти люди мне встретились. И почему-то они приняли деятельное участие в том, что я делаю. Вот это удивление, оно не покидает меня никогда. Это я был баром, это моя хозяйка. Теперь, вот меня арестованно ведут, летят цветы. Да, вы что? Понятно? Да. Вот технический университет Евстигнеев, один из ведущих в стране технических докторов. Ага. Понятно. Вот они зашли, это ученый-профессор тоже. Вот видите, иконы. Это я веду занятия в университетах. Я в десятках школ одновременно, во всех отделах милиции. Много-много лет. В краевом и городском УВД. Им когда нужно, что там против экстремизма. Книги изданы вот эти. Они не могут в Барнауле издать. Так. Книги изданы не в Барнауле, а вот где. Последняя строчка. Прошите. Горно-лутайские? Да. Ага. Коммунистические, в принципе. Мы только оттуда приехали, тоже поблагодарили с ними, сфотографировались. Я считаю, мой путь закончен. И я благодарю Бога. Вот этот вот одиннадцатый титул. Это, если у вас есть староверность, за триста восемьдесят лет. Все. Что они сделали? Добро. Все указано здесь. И как нам быть единомыслием? Если я говорю по какому делу. Я абсолютно. Вот эта книга. Вот. И на нее ушло у меня. Вот предисловие только. Вот отсюда. Прочтите. Три строчки. Вот это. Материал для этой книги собирался сорок лет. Понимаете? Выражаю большую благодарность архиереям, священникам, библиотекам, которые по крупицам помогли сделать подборку материала. Вот теперь это прочитайте. Автор выражает особо благодарность Клименко, главному редактору газеты Алтайского государственного вот эти староверы с Америки, которые уехали в свое время, приезжают к нам в район. Я знаю. Вы слышали? Это наша природа. А точно они приедут? Я еще раз говорю. Приедут, не приедут, не знаю. Но староверы у людей понятие какое-то, что-то борода зеленая, капуста в бороде. Староверы это то, что князь Владимир принял до реформы Никона. Сергий Радонежский. Все молились двуперстным. Вот он, Боярный Морозов, Сурикова едет. А с 1656 года это та церковь, в которой есть реформированная. Вот это все. Но там Сергий Радонежский, святой, а здесь Серафим Старовский. А что уже он спорит-то? Когда церковь признала и Троя Персия, и Гвай Персия. Нам нужно только брать доброе. А что человек не знает, суметь показать и как-то подойти. Я вот время-то с вами теряю, и не зря. Так, последняя будет просьба. Мы выйдем на улицу сфотографироваться. Ну, давайте. Все сфотографируемся. Я сейчас покажу. Вот такие есть люди, мусульмане. Мусульмане, которые взрывают там женщину. Вот это полностью мусульманство. Весь Карат. Пасура моя-то мной разобранная. За 1300 лет, что было сказано, все сюда вмонтировано в эту книгу. Как нам жить мирно? Книга эта. Это особая. Вот теперь, вот эта вот книга. Это как работать с сектантами, с баптистами, с другими. И никаких нападок. Люди понимают, вот православный сектант. Он приводит, почему мы иконы имеем. Это идолы, это не идолы. Я ему должен доказать, не идолы. А вторый теперь, почему ты? И все ему доказать. Это моя огромная-огромная наработка. Ну и результата необходимости внешнего поклонения. Ключом ко всем книгам является вот эта книга. Первая. Когда человек начинает читать, это как бы у меня биография. Это я на площади в Барнауле. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло! О, здравствуйте. О, здрасьте. Так, мы уходим. А Гутово, я… Так, мне пожалуйста здесь вот простость поставить. И расшифровка фамилии, и число. Ребята, давайте на шестой все ловим. Как и все ловили. Здесь сегодня 26-й, да? Угу. Так, все. Обычные. А это вам остается. Так, хватит только надесать, какая она в библиотеке. А нет, все тут. Посмотри, не обещает тебя. Нет. Не видно. Так, твердовато. Вот она теперь работает со стойкой. Спасибо. Вот это я ставил русское и немецкое. Теперь вот еще, маленькая такая просьба. Мы библиотеки ставим очень высоко, ниже администрации города. Безобразованного человека, это толпа. Никому она не нужна. И мы вот такое распространение, где наше расходится. Мы ставим людей в библиотеку. Посмотрите. Это наш сайт, телефон. Если можно, мы вам оставим, когда люди будут, чтобы сделать приток сюда. Вот. Мы оставим здесь, что у нас есть. Открывают людей. Подал. А когда они уже есть в библиотеке. Хорошо. 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 Эти книги изданы здесь. Главное, что изданы здесь. Вот видите, когда откроешь, все спрашивают, где их зовет эти книги. А вот она видна. Угу. Хорошо тогда, да. Все книги какие-нибудь здесь, они пошли, вы считали, куда далеко. И мы понимаем, это не какая-то библиотекистика. Вот на отдельный, я начальник детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей. Это все сфотографировано. Показано. Видите, какая бумага. Как назвать отдел? Можно назвать это по свете библии или открытым оком. Открытым, кавычки, оком я строчку поднимаю кверху, как бы насильственно, чтобы люди задумались о Боге, о жизни и о вечности. Ну нельзя жить одним днем, как сегодня живут. Мы верим, что спасение во Христе. Мы верующие люди. И нас от Бога ничто не отделяет, кроме грехов. Бог дал нам эту святую возможность потрудиться и ответить на призыв Божий. Мы с вами строим православную деревню. Эдуард Васильевич собирался и никак не смог приехать. Православная деревня просто с нуля. Это отдельно о мусульманстве. Весь Коран, разобранном пасуром и аятом. В сравнении с Библией. За 1300 лет что было сказано? Как нам установить мир между собой? Это вот отдельно. Это еврейский вопрос. 3600 лет все о них сказано здесь. 3600 лет. Правители, поэты, что говорят, как нам прийти к мирной жизни. Любви. Что они в том порядке, как сейчас живем. Мы живем совершенно неправильно. Потому что богатый не видит бедного. Самая богатая страна на 72-м месте по медицине, по уровню... Да разве это можно так делать? Мы у нас в лагере девушки. Так девочке пальцами нельзя прикатнуться к мальчику. Чтобы она была следливой, целомудрой. А мальчик это главный. Вот это вот привязанное сейчас у Адланды Васильевича было повторно. Вот это вот. Из них вот это вот. Как бы моя биография здесь. Здесь я вот фотографирую по сменам города. Так что сейчас немножко... Вот город Баварин, который погиб. Я сидел несколько раз как политзаключенный. Здесь все описаны. Это в прошлом году. Я отдал от Пепела в ГУЛАГ. Хотя с Патриархом здесь. Эти книги очень и очень далеко известны. В этих книгах 3467 моих стихотворений. Из них 80 положено на Мудушу. Вот это вот я... Это к моим книгам не относится. Это Новый Завет на русско-немецком, параллельный. Ну вот все. Спасибо большое. Храни нас Господь. Спасибо. Это какие у меня вышли книги. И я им дали вот такой... Такой банк. Я в разных университетах вел занятия. Например, я программу обновывал. В начале детского лагеря. Ну и Сазарда Васильевича, вы его знаете, наверное. Бабраша. Ну наш, да. Вот. У нас прекрасное отношение. Мы сейчас сфотографировались, чтобы это дать людям знать. Книги эти ушли далеко. Вы просчитали где. И последние переизданные книги, они подарены Путину, Медведеву, Патриарху. И везде спрашивают, где издают книги. Ответ. Показано где. И мы сюда вот, можно сказать, на крыльях летели. Это вот историческая библиотека страны. Вот. Пошла. Я думаю, Алтайская библиотека Шишковка, она тоже вызывает доверие, где находится. То есть это никакая не экстремистская. Во всей библиотеке. Омска. Видите, куда мы? Везде. И мы желаем вам подарить эти книги. Пожалуйста. Будем рады. Так. Нужно занести? Занесите.